Дэн Абнетт Сады Тихо Тема того, каким именно родом деятельности занимался мастер Делок, в разговоре никогда не всплывала, а Валентин Драшер был не в том положении, чтобы задавать вопросы и лезть не в свое дело. Конечно, мастер Делок был успешным человеком, одним из наиболее заметных богачей на пыльном пространстве Костяного берега. У Драшера была одна-две мысли на этот счет, но он решил, что безопаснее, пожалуй, будет этого не знать. Он просто делал то, что ему было сказано. Дважды в неделю после работы он посещал поместье мастера Делока, расположенное среди холмов, чтобы на частной основе оказать свои специализированные услуги в обмен на обговоренную плату. И в любом случае не задавать вопросов. Иногда мастер Делок добавлял к оплате подарок – копченую ветчину, упаковку дорогого, изысканного печенья, а порой даже бутыль привозного вина. Драшер знал, что может получить неплохие деньги за эти продукты, но всегда оставлял их себе. Не то, чтобы он был жаден или любил гурманствовать, хотя, Трон знает, прошло много, очень много времени с тех пор, как Валентин Драшер наслаждался хоть какой-то роскошью. Он делал это потому, что существовала черта, которую Драшер не был готов перейти. За долгие годы он потерял так много всего, что составляло его жизнь, его респектабельность и добрую репутацию, что крепко держался за то, что у него еще оставалось. Кроме того, он был кротким человеком и слишком боялся, что его поймают. Поздно вечером, в один хвалебник, Драшер возвращался из дома Деллока в Калластер. Он приходил в поместье и покидал его пешком. Целое путешествие, не меньше часа в один конец. Деллок ни разу не предложил ему транспортер, несмотря на то, что у него был водитель. Драшер пытался воспринимать эти походы два раза в неделю, как вполне достойное упражнение для мужчины его возраста, которое должно приносить пользу. Однако к тому времени, как он приходил к своему обиталищу на улице Омон, он всегда чувствовал усталость. Солнце зашло, и небо над маленьким прибрежным городом стало мраморно-розовым. Ночной ветер поднимал и рассеивал клубы белой пыли с дюн по ту сторону дороги в город, и Калластер выглядел темным, как будто каждое окно было закрыто ставнями. Здесь отсутствовала ночная жизнь, никуда нельзя было скрыться от скромности и тишины маленького города. Но вдобавок к заработку, лежащему в кармане верхнего платья, Драшер нес в сумке кусок хорошей грудинки. Он будет сытно ужинать по меньшей мере несколько дней. Улица Омон, застроенная доходными домами, тянулась под горку от площади Аквилы до ржавых причалов и заброшенных рыбзаводов. От старости и недостатка ухода дома приобрели грязно-коричневый цвет, а их крыши нуждались в починке. Воздух был пропитан зловонием от печей для обжига извести, расположенных прямо через дорогу. Драшер снимал комнаты на четвертом этаже дома номер 70. Чуть дальше по улице был припаркован большой черный транспортер с хромированными фарами. Драшер заметил его, пока рылся в карманах в поисках ключа, но не слишком этим озаботился. Он поднялся к своей двери по узкой деревянной лестнице. Только войдя в свою комнатушку, он понял, что в ней уже кто-то есть. Мужчина был крепкого сложения и довольно-таки уродлив. Тяжелые брови, грива густых темных волос, бесформенное, асимметричное лицо. На нем был застегнутый на все пуговицы костюм из толстой черной саржи и тяжелый кожаный плащ, тоже черного цвета. Он удобно расселся напротив двери на деревянном стуле с решетчатой спинкой, дожидаясь его. «Что вы?» – начал Драшер. Голос получился слабый и писклявый. «Вы Драшер?» – спросил мужчина. «Да. А что? Что вы тут делаете? Это моя...» «Валентин Драшер?» – с нажимом переспросил мужчина, бросив взгляд на маленький инфопланшет в левой руке. «Магас биологис, тут написано, что вам сорок семь. Это правда? Выглядите старше». «Я Валентин Драшер», – ответил Драшер, слишком напуганный, чтобы оскорбиться. «К чему это? Кто вы?» «Присядьте, магас. Сюда, пожалуйста. Положите сумку на стол». Драшер сделал, как было сказано. Сердце колотилось, кожа стала влажной от пота. У него появилось ужасное чувство осознания того, к чему все идет. «Меня зовут Фалкин», – сказал человек и мельком показал ему документ. Драшер сглотнул, увидев серебряную печать магистратума с маленькой оранжевой ленточкой, знаком отдела военного управления. «Давно ли вы пребываете на Гершеме?» «А, 14 лет. 14 лет этой зимой». «А здесь, в Каластере?» «Только 18 месяцев». Мужчина снова взглянул на экран. «По данным Центрального архива, вас нанял администратум для преподавания естественной истории в местной схоле». «Все правильно. Мои документы в полном порядке». «Но вы магас биологис, а не учитель». «Этот мир предоставляет не лучшие рабочие перспективы для человека моей профессии. Я беру ту работу, какую могу выполнить. Учительского жалования, предоставляемого администратумом, хватает, чтобы иметь крышу над головой». Мужчина поджал губы. «Если перспектив для таких, как вы, здесь раз-два и обчелся, то это поднимает вопрос, почему вы вообще прибыли на Гершем. Не говоря уже о том, почему вы решили остаться здесь на 14 лет». Несмотря на страх, Драшер почувствовал себя уязвленным. Старая несправедливость снова вернулась, чтобы преследовать его. «Когда я прибыл на этот мир, сэр, мне дали прибыльную работу. Сам лорд-губернатор был моим покровителем. Он поручил мне составить полную таксономию фауны этой планеты. Работа заняла семь лет, но ближе к концу появились затруднения». «Затруднения?» «Юридического характера. Меня заставили остаться на планете еще на два года, поскольку я был свидетелем. Все деньги, заработанные мной, закончились. К тому времени, как дело было закрыто, я больше не мог позволить себе уехать на другую планету. С тех пор я живу здесь, зарабатываю на жизнь, чем могу». Фалкин, похоже, не слишком заинтересовался его историей. Драшер по опыту знал, что она никому не интересна. На унылом захолустном мирке вроде Гершема каждый мог поведать свой собственный слезливый рассказ. «Вы все смотрите на сумку, Магос», – вдруг заметил Фалкин. «Почему это?» Драшер снова тяжело сглотнул. У него никогда не получалось лгать. «Сэр», – сказал он тихо, – «скажите мне, пожалуйста, я имею в виду, будет ли мне лучше, если я сейчас во всем сознаюсь?» Фалкин моргнул, как будто удивившись, затем улыбнулся. «Это хорошая идея», – сказал он, присаживаясь так, чтобы видеть лицо Драшера через низкий столик, на котором лежала сумка. «Почему бы вам этого не сделать?» «Мне стыдно», – сказал Драшер. «Я хочу сказать, это было глупо. Я знал, что магистратум рано или поздно обнаружит, просто я был в очень трудном положении. Продолжайте. Администратум платит мне за свои услуги, а также дает право на определенный рацион, установленный военным управлением. Это, конечно же, если… если я не работаю где-то еще, чтобы получить добавку к заработку». «Естественно», – кивнул Фалкин. «Если нарушить правило, посредует наказание. Оно может быть суровым». Драшер вздохнул и показал Фалкину содержимое своей сумки. «Есть человек, местный бизнесмен, который нанял меня. Два вечера в неделю по частной договоренности. Он платит мне наличными и никаких вопросов». «Сколько?» «Две короны за вечер. У него дочь, для нее он меня и приглашает». Фалкин посмотрел на вещи, которые демонстрировал ему Драшер. «Вы делаете это с его дочерью?» «Да, он иногда наблюдает». Фалкин встал. «Ясно. Милая картина, не правда ли?» По какой-то причине Фалкин выглядел так, будто подавлял улыбку, словно что-то ужасно его веселило. «У меня серьезные проблемы?» – спросил Драшер. «Вам придется поехать со мной», – сказал Фалкин. «Втихо». «Втихо?» «Маршал хочет поговорить с вами». «О, Трон!» – выдохнул Драшер. «Я думал, может, просто штраф?» «Соберите вещи, Магос. Все, что есть. Даю вам пять минут». «Имущества у Драшера было немного. Все поместилось в две небольшие сумки. Фалкин не предложил отнести их вниз, к транспортеру. Уже совсем стемнело. Наступила ночь. Когда включился двигатель, свет фар заполнил глубины улицы Омон. Драшер сел вперед, рядом с офицером магистратума. Они выехали через город на прибрежное шоссе и повернули на юг». Города Южного полуострова, среди них и Тихо, еще недавно были ареной жестокой гражданской войны, которая бушевала более десяти лет. Два года назад народное сепаратистское движение наконец было сломлено правительственными войсками, но к тому времени война окончательно ослабила и без того нездоровую экономику Гершема. Строгое военное правление империума распространилось по всему полуострову, костяному берегу и через него на восточные провинции. Гражданская война загрязнила воздух дымом и отравила прибрежные воды, погубив рыболовный промысел. Города полуострова представляли собой руины, в которых отдел военного управления восстанавливал закон империума и помогал обнищавшему мирному населению. Фалкин вел машину уже два часа, но не произнес и слова. Приглушенное вокс-устройство под приборной панелью потрескивало, передавая сообщение магистратума, как будто бормоча во сне. Дарашер глядел из окна в темноту и на изредка вырисовывающиеся из нее черные развалины. Вот и все, подумал он. Гершем был его главным врагом. Он заманил его, молодого, блестящего ученого с неменее блестящим будущим и заточил, словно муху, в янтаре. Он иссушил Дарашера, подавил его дух и сделал бедняком. И теперь, после всех усилий заработать себе на хлеб, не говоря уже о билете с планеты, он намеревался его уничтожить. Позор, бесчестие, возможно, лишение свободы. «Я не заслужил этого», – пробормотал он. «Что?» – спросил Фалкин из-за руля. «Ничего». Они начали проезжать мимо укрепленных дорожных застав, где бойцы магистратума, носящие оранжевую ленточку отдела военного управления, пропускали Фалкина взмахом руки. Теперь они въехали на сам полуостров, в настоящую зону боевых действий. Мимо проплывали города-призраки, заброшенные, полуразрушенные, освещаемые прожекторами и сигнальными огнями военных. Темный ландшафт снаружи превратился в фосфоресцирующую пустошь, усеянную хрупкими стенами и пустыми жилблоками. Тихо был главным городом на полуострове, и пока они ехали по его пустым улицам, четыре часа спустя после выезда из Каластера, Драшер мог видеть печальные последствия катастрофы. Погнутые балки, кучи щебня, почерневшие от дымостроения. Его лицо, слабо освещенное огнями циферблатов на приборной панели, отражалось в окне, и его образ накладывался на руины. Бледный, худой, очкастый, с редкими седыми волосами. Драшер не был уверен, он ли похож на развалины Тихо, или они на него. Они остановились в центре города, у массивного обветшавшего здания из-за услита. «Оставьте сумки», сказал Фалкин, выходя наружу. «Я попрошу их занести». Драшер последовал за ним в высокий проход. В наполненном эхом атриуме туда-сюда сновали сотрудники магистратума, с потолка свисали поникшие флаги империума. Пахло антисептиком. «Сюда», – показал Фалкин. Он отвел Драшера к помещению на пятом этаже. Лифты не работали, и им пришлось воспользоваться лестницей. Фалкин оставил его ждать за тяжелой двойной дверью. Было холодно, так как через треснувшие оконные стекла в дальнем конце коридора внутрь проникал ночной воздух. Драшер шагал взад и вперед. Он слышал, как дребезжат и щелкают кагитаторы в ближайших комнатах, и как изредка откуда-то снизу доносится крик. Потом он услышал смех из-за двойной двери. Показался Фалкин. Он все еще усмехался. «Все, можно входить», – сказал он. Драшер вошел внутрь, и двери закрылись за ним. Офис был большой и мрачный. На потертом ковре стоял единственный металлический стол. С полдюжины тележек с проволочными корзинами были плотно набиты потрепанными папками и пакетами документов. Тихо жужжал кагитатор. На стенах виднелись выцветшие пятна там, где раньше висели картины. «Трон, я тебя и не узнала, Магас», – произнес женский голос. Она стояла у окна, и ее силуэт вырисовывался на фоне ночного города, лежащего снаружи. Он сразу же узнал этот голос. «Мэкс?» Жермен Мэкс шагнула ему навстречу с улыбкой на губах. Ее волосы по-прежнему были короткими, лицо по-прежнему худым, и старый маленький шрам в виде зигзага слева над ортом все еще был заметен. Другой, более свежий шрам на лбу, был наполовину спрятан под щелкой. «Привет, Валентин», – сказала она. «Сколько лет уже прошло? Пять?» Он кивнул. «Представитель Мэкс!» Она покачала головой. «Теперь уже маршал магистратума Мэкс, глава отдела военного управления в городе Тихо. Он застыл на месте. Мадмуазель, я все могу объяснить. Я надеюсь, тот факт, что ты давно меня знаешь, может смягчить. Фалкин пошутил над тобой, Магас. Извини, что?» Мэкс села за стол. «Я послала Фалкина на побережье, чтоб он тебя привез. Трон его знает, почему ты вдруг начал ему исповедоваться. Совесть нечиста, а, Валентин?» «Я...» Драшер запнулся. Фалкин чуть со смеху не лопнул. Он сказал, мол, не думал, что сможет всю дорогу ехать с серьезным лицом. «Ты что, думал, у тебя проблемы?» «Он, но ведь я...» «Учил дочь какого-то мелкого вымогателя искусству акварели, чтобы получать добавку к тем скудным грошам, которые выдает администратум». «Да ладно, Валентин, еще бы я заставила главного следователя ехать куда-то, чтоб арестовать тебя. Гений ты наш криминальный». Драшер почувствовал, что у него слегка кружится голова. «Можно присесть?» Спросил он. Она кивнула, все еще посмеиваясь, и вынула из ящика письменного стола бутылку амасека и две стопки. «Давай-ка выпей, грязный рецидивист!» Ухмыленулась она, протягивая ему одну из них. «Я действительно не понимаю, что происходит», сказал Драшер. «Я тоже», ответила она. «Вот поэтому мне нужна кое-какая помощь, помощь знатока. Когда я сказала, что у тебя нет проблем, я солгала. «С тобой лично нет, но проблема есть здесь, и ты вот-вот в ней окажешься». «Ох», отозвался он. «Выпей», посоветовала Мэкс. «Там, куда мы сейчас пойдем, тебе это понадобится». «С точки зрения знатока», сказала она. «Что могло это сделать?» Драшер долго смотрел на это, а затем извинился и вышел. Подкатывая к горлу, амасек казался куда более горячим и жгучим, чем когда шел по нему вниз. «Все в порядке?» спросила женщина. Он вытер рот и, скрипя сердце, кивнул. Мэкс вытащила из кармана маленький сосуд и намазала его жирным на вид содержимым у себя подносом. Затем протянула руку и сделала то же с драшером. Резкий комфортный запах асцилла заполнил его ноздри. «Надо было сделать это прежде, чем входить», извинилась Мэкс. «Старая хитрость медиков Мортус забивает вонь разложения». Они снова зашли в морг. Это было прохладное помещение с полом, выложенным квадратной плиткой, покрытой розовато-лиловой эмалью. Через каждые несколько метров в пол были вделаны латунные отверстия, и в отдалении драшер мог расслышать постукивание капель, протекающих из шланга для очистки помещения. Мощные лампы-полосы наполняли помещение резким белым светом, словно покрыв все изморозью. Труп лежал на стальной каталке рядом с машиной для вскрытия. На каталках неподалеку виднелись другие тела, отмеченные бирками и накрытые красными простынями. «Ну как, еще раз взглянешь?» спросила Мэкс. Драшер кивнул. Она снова откинула красное покрывало. Мужчина был наг, тело было белым и распухшим, как сваренный моллюск. Кисти, стопы и гениталии как будто сморщились от холода, а темные ногти отчетливо выделялись на фоне плоти. Черные волосы на груди и в паху были похожи на лапки насекомых. При жизни его рост был примерно метр восемьдесят, прикинул Драшер, сражаясь с очередным рвотным позывом. Крепкого сложения, синюшные пятна покрывали область поясницы, на ребрах также виднелись кровоподтеки более темного оттенка. Его лицо и большая часть горла были откушены. Вместе с мягкими тканями исчезли и куски черепа, отрезаны начисто, как будто огромными промышленными ножницами. Драшер сглотнул и отвел взгляд в сторону. «Животное, верно?» спросила Мэкс. Драшер что-то пробормотал в ответ. «Это было согласие?» «Похоже, что это укус», сказал Мэкс едва слышным голосом. «Очень глубокий и сильный. И еще, предположительно, признаки поедания вокруг лица и шеи». «Животное, так?» повторила она. «Полагаю, что да. Ни один человек не смог бы так укусить». «Я измерила радиус укуса, точно как ты учил. Помнишь, во внешнем ударе? Я его замерила». «Это хорошо». «20 сантиметров. А потом проверила. Никаких фрагментов зубов. Все чисто. Короче, оно просто напрочь откусило ему лицо». Драшер медленно повернулся. «Мэкс, что я здесь делаю?» «Помогаешь моему расследованию», ответила она. «Я думала, мы это уже выяснили. Я заправляю в этой глухомане. Здесь куча проблем, с которыми надо бороться, уж поверь мне. А затем происходит вот это вот дерьмо. Мне нужен был эксперт. И вдруг, о чудо, старый друг, магос-биологис Валентин Драшер, вдруг нашелся в Каластере, на должности учителя. Я подумала, Мэкс, это же просто идеально. Когда-то мы так здорово работали вместе, а тут как раз нужен знаток биологии». «Это замечательно». «Приободрись, Валентин, здесь еще и деньги светят. Я оплачу твой отпуск магистратуму, и ты получишь втрое против того, что тебе платил администратум, эксперт-свидетель и все такое». «Ты заведуешь программой военного управления здесь, втихо, и используешь такие связи, чтобы я мог подумать над одним единственным делом». «Нет», – сказала Мэкс. «Наверное, это тоже надо было сказать раньше. Это не единственная жертва». «Сколько других?» – спросил он. Мэкс сделала неопределенный жест, который охватывал все остальные каталки в помещении. «Двадцать пять, тридцать, может и больше». «Ты шутишь?» «Хотела бы я. Что-то проедает сквозь народ широкую тропу». Драшер собрался с духом, повернулся обратно к голому трупу и заменил свои обычные очки на очки для чтения. «Флюоресцентную лампу, пожалуйста, и микролупу». Она подала ему лупу с тележки для вскрытий и подняла лампу, заливая голубым светом изуродованный череп мертвеца. Драшер взял стальной щуп и аккуратно убрал край одного из обнаженных выступов кости. Он с трудом заставил остаться на месте содержимое своего желудка. «Нет фрагментов зубов». «Я же говорила». «Нет вообще ничего», — сказал он. «Нет даже бацилл, который следовало бы ожидать в ране, нанесенной хищником. Это было не животное. Это не укус». «Что?» «Рана слишком чистая. Я бы сказал, нужно искать человека с пиломечом». Мэкс покачала головой. «Нет». «Почему нет?» «Потому что, если бы по центру тихо бегал маньяк с пиломечом, я бы об этом знала. Валентин, это животное». «Как ты можешь быть в этом настолько уверена?» спросил он. «Поехали», — ответила она. «Я тебе покажу». В свете фарт-транспортера показалась надпись надкованными железными воротами. «Сады тихо». До гражданской войны они были довольно плотно заселены, сказала она, притормаживая. «Крупнейший ксенозверинец на планете. У местного губернатора был бзик на экзотических животных». «И?» «И его разбомбили во время войны, Валентин. Некоторые животные погибли, но многие сбежали. Я думаю, что одно из них бродит по развалинам тихо, голодное, беспризорное, убивающее людей». «И поэтому», — начал он, «поэтому мне нужен магас биологис», — закончила она. Они остановились и вышли. В садах было темно и тихо, до рассвета оставалось еще часа два. В воздухе царила затхлая вонь, исходящая от пустых клеток и сырых ракритовых загонов. Мэкс дала Драшеру фонарь и взяла в руку другой. Они шли рядом, шаря вокруг лучами, и зернистая почва хрустела под их ногами. Сады тихо были устроены весьма непритязательно. Драшер вспомнил Трациан Примарис и его великолепные залы, заполненные ксенофауной, где он побывал еще в молодости. Там, в вольерах и загонах для драгоценных экспонатов воссоздавалась идеальная среда обитания, зачастую в них была собственная атмосфера, а порой даже искусственная гравитация. Подобные знания и деньги на их применение втихо были недоступны. Здесь стояли обычные клетки, местами бронированные резервуары, где экзотические существа из дальних уголков Империума доживали свой век на Гершами в достойном жалости заточении. Драшер хорошо знал, как они себя чувствовали. «Если его держали в такой клетке, Мэкс, то оно наверняка сошло с ума», сказал он. «Животное?» «Животное. В столь скверных условиях это обычное явление. Звери, которых содержат в примитивных клетках, часто вырабатывают поведенческие проблемы. Они становятся непредсказуемыми, озлобленными. Но если это и так хищник», начала она. «Даже у хищников есть определенные линии поведения. Они должны охотиться, размножаться, защищать территорию. Если не давать им этого делать, линия нарушается». «Это так важно? Почему?» спросила она. «Если это плотоядное животное, и я подозреваю, что это так, оно не ест свою добычу. Вернее, ест, но совсем немного. Оно убивает, просто чтобы убить». «Как тот зверь с холмов», тихо произнесла она, вспоминая тревожную зиму во внешнем юдаре. «Нет», ответил он, «тот зверь был другим. Убийство было его обычным поведением, а здесь у нас отклонение». Они шли все дальше, и Драшер начал замечать ужасный урон, нанесенный садам в ходе войны. Разбитые бомбами вольеры, кучи обломков, пластелевые клетки, сорванные с опор. И кости. В неповрежденных загонах также лежали трупы. Обмякшие мешки высохшей плоти, разбросанные позвонки, тягостное зловоние навоза и разложения. Ряд плетеных из проволоки куполов, в которых когда-то содержались редкие птицы, был весь усеян яркими перьями. На проволочную решетку налипли комья пуха, свидетельство того, как неистово пытались освободиться умирающие от голода животные. Это напомнило Драшеру клетки барона Корне, где в тесноте содержалась домашняя птица. «Мы думали, что все здесь умерло», сказала Мэкс. «Когда мы впервые сюда добрались, стояла страшная вонь. Понятно, никого не кормили и никого не чистили месяцами. Все, кто находился в закрытых клетках, погибли, кроме одного отощалого коня Драмадера, который жил на собственных жировых запасах. Да и тот и сдох через несколько дней после того, как мы его выпустили. Как мы поняли, животные в клетках, куда попали бомбы, тоже были уничтожены, хотя в нижних притонах видели несколько сбежавших певчих обезьянок. Странные мелкие твари. А Фалкин клянется, что как-то вечером видел животное, пасущееся на улице Лемант, хотя я думаю, что он был пьян. «Значит, если какое-то животное бродит на свободе, оно вышло из поврежденной бомбой клетки?» предположил Драшер. Она пожала плечами. «Если только какой-то добрый гражданин не пришел сюда во время войны, выпустил зверя наружу и снова закрыл клетку. Некоторые из них пусты, хотя по списку неясно, может, в них просто не заселили животных. Он на несколько лет устарел. У тебя есть список?» Мэг скивнула и вытащила из своего пальто инфопланшет. «Я выделила все экспонаты, которые находились в разбомбленной области, и все, что было связано с пустыми клетками. Во имя трона, Валентин, я с первого раза не разобралась, кем была половина этих животных. Хорошо, что с нами теперь есть специалист». Он начал просматривать список. «Так это может быть любое из выделенных существ, или вообще любое, если учитывать тот факт, что состав животных мог меняться или их могли переселять уже после создания списка?» Она собиралась ответить, когда зазвенел Вокслинг. Эта высокая, короткая нота заставила Драшера подпрыгнуть на месте. Мэг приняла звонок. «Пора идти», – сказала она, поворачиваясь обратно к выходу. «Меня зовут Дила. Какие-то пьяные идиоты устроили в таверне драку после комендантского часа». «Мне надо идти с тобой?» – спросил он. Она обернулась и посветила фонарем ему в лицо. «Нет, а что, ты хотел бы остаться здесь?» Драшер посмотрел по сторонам. «Не очень», – сказал он. Они ехали по пустынным улицам, на которых стояли лишь выгоревшие остовы транспорта, да порой проезжали машины магистратума, мчащиеся куда-то по вызову. Он сидел на пассажирском сиденье, изучая инфопланшет и подскакивая на ухабах неровной дороги. В нем начало просыпаться облегчение от того, что ему все-таки не грозили позор и заключение. Какая-то часть его злилась на Фалкина за этот розыгрыш, но по большей части он испытывал презрение к самому себе и своей глупости. Гершам не был его главным врагом. Им был сам Валентин Драшер, и вся его загубленная жизнь была свидетельством тому, как он старательно сворачивал не туда на каждой развилке, предложенной судьбой. «Ты посидел», — сказала Мэкс, не отрывая взгляд от дороги. Он поднял глаза. «Я перестал красить волосы». «Ты их красил?» — спросила она. Он не ответил. «Так ты перерос тщеславее, Валентин?» — усмехнулась она. «Нет, просто больше не было на это денег». Она засмеялась, но он был уверен, что уловил сочувствие в ее голосе. «Мне нравится», — сказала она через какое-то время. «Это тебя выделяет». «Ты совсем не изменилась», — заметил он. Она замедлила транспорт и остановилась у обшарпанного здания, рядом с которым сотрудники магистратума пытались утихомирить девять или десять дерущихся мужчин. На тротуаре виднелась кровь, и воздух был наполнен светом мигалок на бронированных патрульных машинах. Мэкс вышла наружу. «Оставайся тут», — сказала она и обернулась, глядя на него через раскрытую дверь. «А это хорошо?» «Что?» — спросил он. «То, что я не изменилась». «Никогда не думал, что тебя стоило бы улучшить», — ответил он и тут же пришел в ужас от того, что позволил себе столь открытое заявление. Мэкс рассмеялась, а потом захлопнула дверь. Дрэшер сидел в замкнутой тишине транспортера и какое-то время смотрел, как она бросилась в бой с дубинкой наперевес и начала наводить порядок. Потом он переключил внимание обратно на инфопланшет. Прошло какое-то время. Дверь с водительской стороны открылась, и транспортер закачался на рессорах, когда она залезла внутрь. «Я думаю, мы ищем Карнадона», — сообщил он. «Да?» — спросила она, заводя мотор. Транспорт рванулся с места, быстро набирая скорость. «Да, ну, это я так рассудил из того, что здесь дано. Я могу ошибаться, если зверей меняли местами после того, как был составлен список, но в целом это простой метод исключения». «Насколько простой?» — спросила она, так быстро сворачивая за угол, что шины пронзительно завизжали. «В разбомбленных загонах значатся всего четыре хищника. Сбрасываем со счета мерпуанскую пищуху, так как она делает инъекцию, а не кусает». «Как это?» «Она вонзает в свою добычу длинный хоботок и разжижает внутренние органы, а затем высасывает». «Достаточно». «В общем, у нее нет рта». «Понятно, понятно». «Поэтому никаких укусов». «Так». «Так, поэтому Заурабт с Брантотафа тоже уходит из списка». Мэкс переключила передачу и помчалась по другому пустому бульвару. «Почему?» «Потому что он размером сжил блок. Фалкин бы его и трезвым обязательно заметил». Она ухмыльнулась. «А вот как техват с ламсоротты. Его тоже можно вычеркнуть. Этот зверь из кошачьих, но он слишком слаб, чтобы нанести раны, которые ты мне показывала. Кроме того, сомневаюсь, что он мог бы долго прожить в этом климате за пределами обогреваемого вольера». «Так что остается только... Как ты его назвал?» Спросила она. «Карнадон. Сгудрун. Трон. Да здесь просто нельзя было его держать. Они почти вымерли и значатся в запретном списке администратума. Это тоже кошачье, но большое и обитает в умеренном климате». «Насколько большое?» «Пять-шесть метров. Масса где-то восемьсот кило. Вполне может откусить человеку лицо». «Так вот, магас биологис, как ловить Карнадона?» Спросила она, поворачивая руль. Драшер взглянул на нее. «Мы... Мы едем довольно быстро, Мэкс», сказал он. «Еще один вызов?» «Да», ответила она. «Снова нарушение комендантского часа?» Спросил он. Мэкс покачала головой. «Вопрос остается в силе, Валентин. Как ловить Карнадона?» Жилые блоки сжались друг к другу на северные оконечности города, формируя тесные, заговорческие узлы. Каждый стек окружала многоакровая пустошь, усыпанная мусором, отбросами войны и нищеты. В этом разбитом снарядами пригороде прошло немало яростных сражений гражданской войны. Мэкс замедлила транспортер и осторожно повела его среди куч битого кирпича. Они приближались к одной из самых обветшалых башен. Впереди в свете ламп вырисовывались два транспортера-магистратума, припаркованных у погрузочной платформы стека. Рядом с ними стоял тяжелый катафалк с распахнутым задним люком. «Пошли», — сказала Мэкс. Драшер вышел, вдохнул холодный предрассветный воздух. Четырехугольники блоков отчетливо выделялись на фоне неба, медленно наливающегося золотистым сиянием. Он почуял сладковатую вонь гниющего мусора и неприятный запах мокрого ракрита. «Захвати фонарь», — сказала Мэкс и пошла по изрытой земле к группе сотрудников магистратума, ожидающих у входа в стек. Поговорив с двумя из них, она жестом позвала Драшера идти за собой. Мэкс и Драшер вошли в широкий проем и начали взбираться по неровной лестнице. «Они туда не совались, так что ты сможешь первым осмотреть место убийства», — сказала она. Драшер сделал глубокий вдох. Они поднялись на пятый этаж. «Поторопись», — окликнула она. «Подожди», — ответил он. Драшер наклонился, чтобы изучить шершавую стену, дотронулся кончиками пальцев к темному пятну посреди лишайника, затем понюхал их. «Вечно ты что-нибудь найдешь», — заметила Мэкс, спускаясь обратно к нему. «Я думал, ты меня для этого и наняла», — сказал он. «Понюхай. Очень сильный запах Аммиака. Другие органические вещества, феромоны. Это отметка территории. Животное опрыскало стену». «То есть?» — пометила ее запахом с помощью мочи. «И ты хочешь, чтоб я это нюхала?» Драшер взглянул на нее снизу вверх. «Это типичнейшее поведение кошачьих. Величина потека предполагает большой объем, так что мы ищем нечто крупное. Карнадона?» «Это ему подходит. Посмотрим, подойдет ли это», — сказала она. Заброшенный стек давно стал прибежищем бродяг, и контакт с магистратумом для этих обездоленных людей был редкостью. Но один из них оказался достаточно напуган, чтобы поднять тревогу, когда услышал шум на пятом этаже. В этой квартире было четыре комнаты. Кухня, она же столовая, спальное помещение, гостиная и небольшая кабина для мытья. Отовсюду несло плесенью. Был и другой запах, который Драшер не ощущал со времен внешнего юдара. Кровь. Бригада из магистратума установила лампы на высоких подставках, чтобы осветить место происшествия, а также сделала записи и пикты. «Ступай осторожнее», — посоветовала Мэкс. Когда они вошли внутрь, запах стал интенсивнее. Труп находился в гостиной. Даже Мэкс, привычный к уродливым сторонам жизни, пришлось на мгновение отвернуться. Тело принадлежало старой женщине. Ноги, одетые в грязные рейтузы и поддерживающие чулки, остались нетронуты. Туловище было обнажено до костей, а сами кости выломаны, чтобы нечто, пожиравшее тело, могло добраться до мягких органов. Руки и голова отсутствовали. «Мне сказали, голова там», — сообщила Мэкс, показывая на кухню. Драшер вгляделся в дверной проем и увидел какой-то разбитый коричневый объект, который выглядел, как растрескавшийся глиняный горшок. За исключением того, что на нем еще оставалось немного седых волос. «Что это тут?» — крикнула Мэкс из спальни. Луч ее фонаря осветил разломанную коричневую палку. «Кость руки!» — ответил Драшер. «Ее раскололи, чтобы добраться до мозга». Он был удивительно бесстрастен. Перед ним было, возможно, самое ужасающее зрелище из тех, что он когда-либо видел, но профессиональная отрешенность скрадывала отвращение. Магас-биологис внутри него был заворожен этим убийством. «Я думаю, она была уже мертва», — сказал он. «Это поведение падальщика. Тщательное исследование трупа сможет это подтвердить. Животное, которое ело труп, было довольно крупным, но не торопилось. Оно питалось не спеша, уничтожая тело кусок за куском, в первую очередь поглощая наиболее питательные части. Не было борьбы, не было убийства. Хотя Карнадон наверняка наделал много шума, пожирая труп». «Карнадон?» — переспросила она. «Ты уверен?» «Я поставил бы на это свою профессиональную квалификацию», — заверил он. «Если она чего-то стоит». «Ясно». Мэкс глубоко вдохнула. «Так что, можно попросить их прибраться?» «Да», — ответил Драшер. «Может, ты что-нибудь достанешь? Например, я не знаю, архивный пикт, ну или сделаешь скетч с акварелью. Они у тебя здорово получаются. Чтобы мы знали, кого ищем». «С удовольствием», — ответил он. «Хорошо», — сказала Мэкс. «Ты выглядишь так, будто тебе надо выспаться». Он пожал плечами и спросил. «А куда меня разместит магистратум?» «Мы найдем место», — ответила Мэкс. Место оказалось драным диваном в пустой комнате по соседству с офисом Мэкс. По несвежему белью можно было догадаться, что здесь регулярно спал кто-то другой. Драшер слишком устал, чтобы жаловаться. Кроме того, на протяжении всех его отношений с планетой Гершем подобное было вполне в порядке вещей. Он уснул всего через несколько минут после того, как лег. Проснулся он довольно резко и понял, что проспал всего пару часов. Еще только занимался рассвет. Как часто случалось, отдых освободил его разум, и теперь в его голове звенела идея. Так сильно, что пробудило его. Драшер чувствовал, что странным образом наполнен энергией. После долгих лет скучной бесперспективной работы, наконец понадобилось применение основной области его знаний, и он пользовался старыми навыками, которые уже начинал считать давным-давно утраченными. Он чувствовал себя почти как мага-сбиологис. Драшер встал, заправил в брюки рубашку, обулся. В здании было тихо, словно оно вымерло. Он вышел в коридор и постучал в дверь офиса Мэкс. Не получив ответа, он вошел и стал рыться в документах, сложенных в проволочных корзинах. Позади раздался металлический щелчок, и он обернулся. У стола стояла Мэкс, волосы ее были растрепаны. Пистолет, направленный на него, медленно опускался. «Это ты!» – проворчала она. Глаза ее были опухшие ото сна. «Трон!» – воскликнул он. «Где ты была?» Потирая лицо, она показала на пол за столом, где Драшер увидел несколько диванных подушек и смятое одеяло. «Ты спала на полу под столом?» – спросил он. Она прочистила горло и засунула пистолет в кабуру на поясе. Вид у нее был недовольный и усталый. «Ну, ты ж занял мою постель, забыл, что ли?» – резко сказала она. «Ох!» – вымолвил он. Мэкс подобрала свою обувь и пошлепала к двери кабинета. Высунувшись наружу, она завопила. «Дежурный! Два кофеина мне, пока я кого-нибудь не пристрелила!» Затем она села на ковер и начала натягивать ботинки. «Который час?» – сварливо поинтересовалась она. «Еще рано, извини». «Что ты там делал?» «Хотел почитать данные вскрытий. О жертвах. Есть одна вещь, которую я хотел проверить». «Вон в той куче», – показала Мэкс. «Нет, с другого конца». Драшер начал просматривать папки, морщась, когда натыкался на какие-то особо неприятные пикты. Мэкс покинула комнату, вероятно, чтобы найти и убить того, кто медлил с кофеином. Когда она вернулась, Драшер разложил на ковре с дюжину досье и делал заметки при помощи стилуса и инфопланшета, которые взял с ее стола. «Мэкс», – начал он, – «тут есть кое-что». «Надевай куртку», – сказала она. При дневном свете, хотя таковым это можно было назвать с натяжкой, тихо выглядел ничуть не лучше. Из бокового окна стремительно несущегося транспортера Драшер мог хорошо разглядеть то, что ночью казалось лишь призрачными очертаниями. В темноте город навевал меланхоличное настроение. Теперь же все было вопиюще очевидно. Следы огня, дыры от пуль, заполнившиеся водой ямы и кратеры, вызванные сотрясениями трещины на ракритовых плитах. Городские развалины казались лохматыми из-за травы, густой и неопрятной, которой постепенно зарастали пустыри между жилблоками и съемными домами. Теперь сады тихо были повсюду, – подумал Драшер. Природа вновь завладевала городом. Они ехали в сопровождении двух машин Магистратума с грохотом, мчась по пустым автострадам. Свежий труп – все, что сказала Мэкс. В здании рабочей комиссии. Фалкин уже был на месте, а с ним четверо вооруженных бойцов. По виду этого здания Драшер, пожалуй, не смог бы сказать, что это рабочая комиссия. Бронебойные снаряды изрыли фасад и выбили странные геометрические узоры на крыше. Задняя часть здания представляла собой темный пещерный лабиринт из уцелевших помещений. «Там, внутри», – сказал Фалкин, закинув дробовик на плечо и ведя их в искореженные развалины. «Его заметили во время планового обхода, где-то полчаса назад». Они забрались по рухнувшим балкам, покрытым плотной белой пылью. Тело лежало будто в гнезде из сломанных досок пола. «Доброволец из гражданских», – сказал Фалкин. «Он здесь дежурил по ночам. У него было оружие, но, похоже, не было шанса его применить». Мужчина лежал на боку, лицом к приближающимся людям, вернее, его отсутствием. Нечто разрубило ему череп сбоку, по прямой линии, начиная от подбородка и до самой макушки. Это напомнило Драшеру пикт с анатомическим сечением и способия по хирургии. Драшер опустился на колени рядом с телом. Ровность и точность укуса озадачивала. «Здание прочесали?» – спросила Мэкс у Фалкина. «Быстро осмотрели. Римботт говорит, что-то услышал». Мэкс посмотрела на него. «В задней части здания, вверху, мэм», – сказал Римботт. «Там явно что-то двигалось. Думаю, оно еще там». «Так может быть?» – спросила Мэкс Драшера. Тот пожал плечами. «Если его потревожили, прежде чем оно смогло поесть, я думаю, да». «Пошли!» – приказала она. Мэкс и Фалкин двинулись вперед, опустив оружие. «Валентин, держись рядом с Эдвином!» – сказала она через плечо. «Остальные прикрывайте сзади. Римбольд, показывай, куда идти!» «Они проникли в темную, осыпающуюся громаду полуразрушенного здания, где каждый шаг поднимал клубы пыли. Фалкин, Римботт и Мэкс поднялись по лестнице, спускавшиеся с остатков несущей стены. Пробираясь вперед вместе с рядовым по имени Эдвин, Драшер слышал, как другие идут по верхнему этажу, старый пол скрипит под их ногами, и вниз падают струйки пыли, точно в песочных часах. Также до Драшера доносились негромкие звуки из вокса Эдвина. «Теперь налево!» Это был Фалкин. «Не заходи слишком далеко вперед!» – ответила Мэкс. «Там что-то есть! Нет, ложная тревога!» Эдвин бросил нервный взгляд на Драшера. «Все нормально, сэр!» – спросил он. Драшер кивнул. «Что-то вроде большой кошки?» – поинтересовался рядовой. «Что-то вроде», – ответил Драшер. Он начал очень хорошо различать стук собственного сердца. Когда это случилось, все произошло с такой яростью и скоростью, что у Драшера едва ли было время отреагировать. Раздался чудовищный, грохочущий залп. Позже он понял, что это, видимо, был выстрел из дробевика Фалкина, за которым тут же последовала череда выстрелов из автоматического пистолета. В то же время Вокс переполнился придушенными криками. Потолок над Драшером затрясся, словно в лихорадке. Послышался звук столкновения, затем падение. «Вопль!» – «Еще два залпа из дробовика!» «Какого трона?» – начал было Эдвин, подняв оружие и глядя вверх. Потолок над ними провалился. Драшер и Эдвин оказались сбиты с ног и почти полностью засыпаны каскадом сломанных балок, досок и кирпичей. Известковая пыль наполнила воздух, словно удушливый, забивающий легкий туман. Раздался еще один выстрел. Драшер с трудом поднялся на ноги, отталкивая от себя сломанные доски. Он едва мог дышать. Эдвин лежал лицом вниз, без сознания. Что-то тяжело упало через дыру в полу и приземлилось на него, едва не раздавив. Драшер сморгнул. «Нет!» – закричал он. Что-то тяжелое оказалось безликим телом бойца магистратума, из рассеченных артерий которого били кровавые струи. Брызги покрыли стены, сверкая, словно рубины в пыли. «Макс!» – выкрикнул он. «Макс!» Он попытался подобраться к ней, хотя и знал, что уже слишком поздно. Затем что-то еще провалилось сквозь дыру в потолке. Что-то быстрое, темное, дикое. Это был убийца, животное, пытающееся найти путь к бегству. Одна из его молотящих во все стороны конечностей силой ударила Драшера, и он врезался в стену из гипсокартона, которая рассыпалась, словно старая марципановая глазурь. На мгновение, на одну мимолетную секунду, прежде чем потерять сознание, он уловил ее очертание. Ее облик. Когда он пришел в чувство, на него сверху смотрел Фалкин. «С ним все нормально». Фалкин сплюнул и отвернулся, вытирая пыль с лица. Драшер быстро сел. Голова у него гудела. «Макс!» «Что?» – спросила она. Драшер увидел ее. Она сидела перед ним на курточках среди обломков. Фалкин поднимал на ноги едва пришедшего в себя Эдвина. «Макс!» Она склонилась над телом. Драшер встал и теперь мог видеть, что изуродованный труп принадлежал Римбаду. «Оно сбежало!» – пробормотала Макс. «Оно убило Римбада, а потом сбежало!» Фалкин кричал другим бойцам, чтобы они причесали заднюю часть здания. «Что произошло?» – спросил Драшер. «Я не видела его», – сказала Макс. «Фалкин что-то разглядел и выстрелил. Потом все пошло к чертям собачьим. Оно опустилось здесь, после того, как…» Драшер помедлил. «Оно бросило сюда тело Римбада и последовало за ним». «Ты его видел?» «Я не смог хорошо разглядеть», – ответил Драшер. Макс чертыхнулась и ушла прочь. Драшер присел возле тела и слегка повернул его, чтобы можно было осмотреть рану. Тот же жуткий, чистый разрез через все лицо. Но на этот раз был еще один, неоконченный, сделанный чуть дальше линии отсекающего удара, как будто хищник был в ярости, возможно, испуган и торопливо нанес первый удар, прежде чем довести дело до конца. Даже так, первый удар настолько глубоко ранил бок шеи и головы, что наверняка мгновенно убил Римбада. Но даже в спешке он был таким чистым, таким ровным. «Кошка! Кошка это сделала!» Драшер оглянулся. Эдвин уставился на труп своего друга, и из пореза над его левым глазом сочилась кровь. «Так говорят знатоки», – ответил Драшер. Обратно в штаб магистратума они ехали в молчании. Поиск не принес ни малейшего успеха. Убийца растаял в развалинах за рабочей комиссией так быстро, словно и ней летом. «Ты подумал, что это я, правда?» Наконец спросила Мэкс. «Что?» «Труп, я слышала, как ты закричал. Ты подумал, что оно меня убило». Драшер кивнул. Он почувствовал, что сейчас у них вот-вот настанет этот момент, момент честности друг с другом, которая почти сравнима с интимностью. Он был готов признаться ей, как сильно его волнует то, что с ней может что-то случиться. «Если ты не можешь найти разницу между мной и мужиком с волосатой задницей», сказала она, «то я не испытываю больших надежд относительно твоей наблюдательности». Он внимательно посмотрел на нее. «И тебя в то же место, Мэкс». Она оставила его в своем офисе и позволила продолжить сортировку досье. Ближе к вечеру какой-то сотрудник принес ему чашку чего-то переваренного и переслащенного. К тому времени он прикалывал находки к стенам и начал делать заметки на бумаге. Он воспользовался кагитатором Мэкс, и тот выдал несколько карт с планировкой города. Мэкс вернулась, как раз когда снаружи начинало темнеть. «Хорошо, что ты здесь», — сказал он. «Тут есть кое-что, что нужно тебе показать». Она выглядела бодро и жизнерадостно. «Нет, сперва я тебе кое-что покажу», — сказала она. Мэкс отвела его вниз, в морг. Там собралась толпа служащих и сотрудников в униформе, и атмосфера была почти что праздничная. Фалкин передавал по кругу бутылки с контрабандным омосеком, чтобы каждый мог хлебнуть. «Вот и он!» — закричал он. «Магас биологис Дрэшер!» Кто-то захлопал. «Драшер!» — поправил Драшер. «Как знаешь», — сказал Фалкин, обняв Драшера за плечи. «Без тебя, дружище, я бы этого не сделал. И ведь действительно, ты был абсолютно прав, а? Что ты думаешь? Это ведь, эээ...» «Карнодон», — сказал Драшер, болезненно ощущая, насколько огромным кажется Фалкин, стоя рядом с ним и сдавливая его в объятиях. Мертвый хищник лежал поперек четырех каталог, тяжелый и обмякший. Его клыкастая морда выглядела так, словно он скорчил гримасу, как будто он, как и Драшер, хотел быть где-нибудь в другом месте. Маленькие темные отверстия в животе показывали места, куда попали выстрелы Фалкина. «Можно мне?» — спросил Драшер, и Фалкин позволил ему подойти и осмотреть зверя. Толпа снова начала смеяться и говорить тосты. «Когда-то это было прекрасное создание, властитель своего мира, не страшащийся ничего. Хищник высшего порядка». Драшер печально улыбнулся, подумав об этой фразе. «Крупный экземпляр, с длиной тела примерно в пять с половиной метров. Будучи здоровым, он весил бы девятьсот килограммов. Но к моменту его смерти, жалкой смерти загнанного существа, он весил меньше шестиста килограммов и так отощал, что ребра торчали наружу, как опоры палатки. Кроме того, он был стар и уже вышел из возраста размножения. Шкура была покрыта красными отметинами зудневой чесотки, и ее усеивали вши, грибки и паразиты. Тем не менее, Драшер провел рукой по его боку. Весь в узлах, хрящеватый, истощенный. Он оттянул черные губы и рассмотрел ряды зубов. «Где вы его нашли?» – окликнул он Фалкина. «В подвалах под лексиконом», – сказал тот, подойдя поближе. «Нам пришло сообщение. Мы, знаете, распространили вашу картинку. Спасибо за нее. Я пришел, увидел его, ну и пев-паф». Драшер кивнул. «По правде сказать», – сказал Фалкин, понизив голос. «Он не слишком-то собирался драться, но я не хотел рисковать». «Понимаю». Фалкин повернулся обратно к толпе. «За бедолагу он не Римбада!» – воскликнул он. «Это тебе, сынок!» Он предложил ближайшую бутылку Драшеру. Тот покачал головой. «Спасибо за помощь, Драшер», – сказал Фалкин. «Драшер», – подошла Мэкс. «Валентин, я хочу поблагодарить тебя от имени всего подразделения», – сказала она. «Ты добился результата. Я оплачу администратуму всю неделю, хорошо? Иди собери вещи. Кто-нибудь отвезет тебя домой сегодня вечером». Драшер кивнул. «Там транспортер ждет», – сказала Мэкс. Сумки Драшера аккуратной кучкой лежали за дверью офиса. Он как раз закрыл последнее досье и опустил его обратно в тележку. «Хорошо», – сказал он. «Что ж, было приятно с тобой работать. Спасибо. Как в старые времена, да?» «Как во внешнем ударе, Мэкс. У меня явное впечатление, что ты вспоминаешь это с большей любовью, чем я». «Все наладится, Валентин», – сказала она. «Прежде чем я уйду», – сказал он, – «хотелось бы, чтобы ты кое на что взглянула». «На что?» «Скажем так, мне бы очень не хотелось, чтобы вы опять ехали до самого побережья, чтобы привезти меня снова». Мэкс нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Убийца не был, он не та кошка». Мэкс провела рукой по губам, как будто призывая к терпению. «Продолжай». «Я с самого начала говорил, что это не животное». «Ты же сказал, что надо искать Карнадона». «Давай я тебе кое-что покажу», – сказал Драшер. Он вытащил инфопланшет. Компактный экран показывал карту города, испещренную руническими символами. «Я сделал сопоставление. Видишь, нанес на карту все места, где были найдены жертвы. Тридцать два тела. Я это и сама делала, причем постоянно. Ничего не увидела. Ни паттерна, ни четкого распределения». «Согласен», – сказал Драшер. «Да, тут есть определенная концентрация убийств вот в этом полумесяце, но большая часть остальных слишком непредсказуема, слишком случайна». «И?» «То первое тело, которое ты мне показывала в морге. Такой чистый, явный срез. Минимум признаков поедания, если они вообще были. Совсем как на сегодняшнем трупе в рабочей комиссии. И у Римбада. Так, лицо откушено». «Да, вот только я не думаю, что оно было откушено. Помнишь, я сказал, что рана очень чистая, почти что стерильная. Никаких следов бактерий, которые можно ожидать от укуса животного. Особенно, если это старый больной хищник с деснами, кровоточащими от недостатка витаминов». «Мэкс, я мог бы вытащить у этой бедной кошки зуб, просто расшатав его пальцами. Ее лицо стало каменным». «Продолжай, Валентин», – сказала она. «Тело в трущобах, которое мы осматривали, – это была работа Корнадона. Он растерзал и частично сожрал труп. Я прочитал данные вскрытий. Девять случаев были как раз такими – объединенные тела. Все жертвы были либо уже мертвы, либо беспомощны. Старые, немощные. Да, Корнадон сбежал из зоологических садов, но он был слаб и давно вышел из расцвета сил. Он бродил по городу не охотясь, но подбирая падаль. Это все, что он мог делать». «Что же ты хочешь мне сказать?» – тихо спросила Мэкс. «Посмотри на карту еще раз. Вот». Драшер покрутил реле. «Сейчас я убрал тела, которые можно приписать кошке. Слегка проясняет картину, а?» «Да», – согласилась она. Старый Корнадон был голоден и питался, когда предоставлялся случай. У него не было определенного паттерна. Он просто бродил повсюду и ел где мог. А то, что у нас осталось, представляет собой гораздо более четко ограниченную зону. Почти что территорию хищника. Убийства в этой зоне происходили так же, как с несчастным Римбадом. Быстро, свирепо, чисто. Без поедания. Но это все равно странные границы в виде полумесяца. Как этому можно придать треугольную форму? Посмотри на карту, Мэкс. Территорию определяет не только охотник, но и добыча. Полумесяц охватывают область к востоку от рабочей комиссии. К западу ничего нет, потому что отдел военного управления запретил посещение этой области. Оно не убивает здесь Мэкс, потому что здесь некого убивать. О, трон, пробормотала она. И это довольно приличный кусок территории, улыбнулся Драшер. Смотри, что будет, если зеркально отразить этот разброс, сделать проекцию, как если бы добыча была со всех сторон. Полумесяц становится кругом. Правильно, кругом. Вот он, центр. Вот этот чертов паттерн. Его территория прямо здесь. Мэкс вела быстрее, чем когда-либо раньше. На заднем сиденье находились Эдвин и боец по имени Родерин. Оба проверяли заряды в своих дробовиках. «Ты уверен в этом?» Прошипела Мэкс. «Мне нечего на это поставить», — ответил Драшер. «Свою профессиональную квалификацию я, видно, уже израсходовал». «Не умничай», — предупредила она. «Вы двое готовы?» Окликнула она через плечо. Эдвин и Родерин ответили утвердительно. Эдвин наклонился вперед. «Я думал, мы поймали эту тварь, сэр», — сказал он. «Ну, то есть я думал, Фалкин ее подстрелил». «Он убил кошку», — ответил Драшер. «Но убийцей была не она». Мэкс начала замедляться. И вовремя. Второй транспортер магистратума вылетел с прилегающей улицы на дорогу перед ними и помчался впереди. «Фалкин», — прошептала Мэкс. Они затормозили у здания рабочей комиссии. С Фалкином было двое рядовых — Леви и Монтэнь. «Какого черта тут творится?» Воинственно осведомился Фалкин. Он еще не совсем протрезвел после вечеринки в морге. «Мы напали на след», — сказала Мэкс. «Веди себя прилично». Фалкин взглянул на Драшера. «Я застрелил его, убил на повал. Пиф-паф, что за дерьмо опять?» «Какое-то другое», — сказал Драшер. Они растянулись цепочкой, входя на заросший травой пустырь за рабочей комиссией. «Мэкс», — позвал Драшер. «Она подошла к нему. Мне нужно оружие». «В старые времена ты?» «Мне бы очень хотелось получить оружие», — повторил он. Мэкс кивнула, опустила свой дробовик, вытащила пистолет из кобуры и протянула ему. «Предохранитель?» «Я знаю, как они работают», — отрезал он. Они продвигались все дальше. «Так что, это все связано с его территорией, да?» — спросила она. Драшер кивнул. «Ты видела карту? Мы входим на его территорию, его охотничьи угодья». «Почему ты так в этом уверен?» «Я уже сказал, ты видела карту. Дело в том, что мы говорим не о животном инстинкте, не о территории, как понимает ее хищник. Мы говорим о приказах». «Что? Какие приказы?» «Что это за место, Мэкс?» «Рабочая комиссия». «А за ней?» «Валентин, это просто развалины». «Да, но что это было до того, как превратилось в развалины?» «Здесь было главное здание администратумов тихо, прежде чем танки сравняли его с землей». «Вот именно. Центр администратума. Мертвый центр, от которого распространяется паттерн. Во время гражданской войны что-то получило приказ сторожить эту жизненно важную точку, оберегать ее, оборонять». Мэкс бросила на него цепкий взгляд. «Это был человек?» Драшер пожал плечами. «Нечто, нечто, до сих пор защищающее ее. Мэкс, я мельком видел убийцу в комиссии, сразу после того, как он убил Римбада. Это было человекоподобное существо». Широко растянувшейся линией они вошли в руины администратума. Некоторые остатки зданий были в два-три этажа высотой, словно сключенные калеки, поддерживаемые ферростальными балками, видневшимися из-под ракрита. Растения были повсюду и, судя по всему, процветали. Блистошип, пальцелист, глащатая капуста, вялая листва вьющейся троцедии. Воздух был едким от запаха гнилых корней, стоячей воды, плесени. Драшер медленно осмотрелся. Мэкс шла рядом, подняв дробовик. Он бросил взгляд влево и увидел, как Фалкин, наклонившись, проходит в полуразрушенный дверной проем. Справа от него Эдвин целился в нависающие над ним стены, опутанные растительностью. Леви приподнял квохчущую коробку ауспика. «Что-то поймал! Очень слабый сигнал! Идет с запада!» Фалкин кивнул и исчез. Мэкс поспешила следом. Монтэнь прикрывал ее, нервно посматривая вверх на цветущее растение. Крепко сжав оружие, Родерин проскользнул под разбитую арку. «Горячо! Очень горячо!» воскликнул Леви, поднимая ауспик, который стрекотал, как цикада. «Трон! Оно должно быть совсем рядом!» Дробовик Фалкина выстрелил. Раз, другой, затем еще один, будто эхо. Мэкс побежала вперед, и Драшер последовал за ней. Леви был прямо за ними. Монтэнь бросился за угол, на другую сторону стены. Раздался вопль. Еще два выстрела. Три. Монтэнь был мертв. Его рассекли от макушки до грудины. Кровь все еще брызгала из вскрытого тела высоко в воздух. «Трон!» – закричала Мэкс, оглядываясь кругом. Она услышала, как снова выстрелил Фалкин, за ним Эдвин. «Где оно? Где?» Леви почти что врезался в нее сзади, слепо следуя показания Мауспика. «Прямо там! Там!» Мэкс прицелилась и выстрелила раз, другой, каждый раз передергивая затвор. Она проделала огромную дыру в стене впереди. В отдалении снова раздались выстрелы Фалкина и Эдвина. Мэкс и Леви побежали на звук. Подняв пистолет, Драшар повернулся в другую сторону. Этот хищник был умен. Очень умен и очень талантлив. Он знал все о дезориентации. Он мог обхитрить любого обычного человека, а затем рассечь его надвое. Он понимал военную тактику, потому что она была именно тем, чем занималось это существо. В него вложили программы. В него вложили приказы. Тяжело дыша, Драшар осторожно обошел очередную разрушенную арку, крепко сжав в руках оружие. Пульс бешено колотился, и все казалось ему совершенно непонятным. Это больше не относилось к его навыкам. Это было не животное, чьи привычки и поведение он знал и понимал. Это было нечто противоположное. Поэтому он и сделал противоположное. Если бы мага с биологи с лицом к лицу повстречал голодного хищника, последнее, что он сделал бы, вышел на открытое пространство. Но он сделал это и развернулся по кругу, целясь зажатым в обеих руках пистолетом. На растрескавшемся полу впереди он увидел род Ирина. Тот был убит, как и все остальные. Драшер снова развернулся, крепко сжимая оружие. Убийца прыгнул прямо на него. Драшер нажал на спуск и не отпускал его. Восемь, девять, десять зарядов. Все, что оставалось в пистолете Мэкс. Пули врезались в существо. Оно упало, разорванное и сломанное. Из пробитого туловища вывалились раздутые розовые внутренности. Человек, но вместе с тем не человек. Порождение гражданской войны. Усиленная аугметикой, сшитая ею, как проволокой, с черным визором вместо глаз, с проводами, пронизывающими плоть, с трясущимися руками, которые скрючились, демонстрируя жужжащие цепные лезвия, вшитое в его запястье. Лезвия взвыли, соприкоснувшись друг с другом. Несмотря на пули, которые он в него всадил, оно снова встало и прыгнуло прямо на Драшера. Его оружие щелкнуло, лишенное патронов. «Ложись, Валентин!» Позади него Мэкс выстрелила из дробовика, и голова убийцы лопнула, как помидор. Сила выстрела отбросила его в сторону. Когда оно упало, цепи лезвия все еще жужжали, вращаясь сами собой. «Ты цел?» – спросила она Драшера. Тот кивнул. «Ты был прав, как всегда. Рад служить». «Серьезно», – сказала она, выходя вместе с ним из развалин, в то время как Фалкин и Эдвин всаживали в убийцу выстрел за выстрелом, чтобы убедиться, что он умер. «Серьезно, Драшер, я у тебя в долгу». «Плата за неделю, как ты сказала. Я делаю, что умею». Он пошел в сторону, тщательно выбирая путь среди обломков. «Валентин, я могу оплатить и две недели, никто не узнает». Он пожал плечами и посмотрел на нее. «Как насчет билета с этого булыжника?» – спросил он со слабой, печальной улыбкой. «Не могу этого позволить», – сказала она. «Извини, бюджет и все такое». «Я должен был спросить», – сказал Драшер. Он сел на кучку кирпичей. «Смотри», – сказала Мэкс. «Ты же видишь, какая здесь напряженная ситуация. Отдел военного управления кое-как поддерживает порядок. Нам нужна вся помощь, которую мы можем получить. И особенно нам нужны острые, образованные умы, способные видеть детали. Что ты думаешь?» «И как я смогу помочь?» – спросил Драшер. Мэкс пожала плечами. «Точно не знаю. Я, пожалуй, могу временно назначить тебя своим заместителем, пользуясь экстренными рычагами. Это немного, я знаю, но…» Драшер нахмурился. «Учительская работа приносит немного, но, по крайней мере, она безопасна». Он протянул ей пистолет. «Ты уверен?» – спросила она. «Всякий раз, когда я провожу время с тобой, Мэкс, все это заканчивается захватывающим образом». «Сказал он, слишком уж захватывающим для человека с моим складом характера». «Эй!» – несколько задетым голосом произнесла Анна. «Но тебя же пока не убили?» Драшер улыбнулся. «Пока что». Мэкс кивнула. «Ладно», – сказала Анна. Быстро поцеловала его в щеку, повернулась и пошла обратно к транспортерам. Каждая развилка, которую когда-либо предоставляла ему судьба, правильный ли это был поворот? Драшер вздохнул. «Мэкс!» – окликнул он. «Да?» «А мне дадут с...» Джульет Маккена «Страх воплоти» Свет в подвале, где они разместили медицинскую станцию, был слишком ярким, чтобы спать. Катмос все же рухнул на свободный матрас и закрыл глаза. Отдых был необходим, чтобы он мог выполнять свои обязанности, когда появится новая партия раненых. Конечно, флуоресцентные полосы мешали бы меньше, если бы он повернулся лицом к стене, но Катмос больше не хотел оставлять спину незащищенной, так же, как и отстегивать лаз-пистолет. Он согнул руку, прикрыл ею глаза. Если он и не заснет, то хотя бы отдохнет от придушенных стонов, от зловония крови, приглушенного запахом антисептика. Если бы он был на Альновике, то, глядя вверх, увидел бы холодные голубые небеса вместо грязного ракрита. Там, на севере, мраморные горы удерживали собою всесокрушающие ледники, простирающиеся по всему горизонту. А на юге глухие хвойные леса окутывали долины, спускающиеся вниз по прибрежной равнине, к усеянному айсбергами разбитому морю. Катмос чувствовал в руках вес модифицированного длинноствольного болтера, а холодное кольцо оптического прицела едва касалось века. Он осмотрел обнаженные пласты породы над широкой раной каменовомни. Даже в этом холодном воздухе человек покрывался потом, сражаясь с машинами, резавшими белый камень подобно силовым когтям, проходящим сквозь орочий доспех. На запах приходили проснувшиеся по весне мраморные медведи. Вдвое выше человека и в шестеро тяжелее, они были покрыты белым мехом, пронизанным серыми прядями, чтобы их сложнее было увидеть среди голых скал. Несмотря на размер, медведи были скрытны, и после спячки ими управлял неутолимый голод. Длинные когти могли выпотрошить человека, прорвав кольчужное рабочее облачение. Катмос был здесь, чтобы противостоять зверям. Он мог бы мысленно вернуться к дому, который больше никогда не увидит, но его слух все еще был обращен к станции помощи. К нему торопливо направлялись мягкие шаги. Это не очередное нападение, он бы услышал, как стреляют лазерные пушки, установленные на огневых позициях. Что-то другое. — Доктор! — какой-то раненый забармотал, услышав настойчивый шепот. — Лучше бы это было что-то хорошее, кальморосос, а то я оттопчу тебе щупальца! — прорычал Катмос. Матейн подавил смешок. Катмос убрал руку с глаз, довольный, что молодой санитар наконец-то научился понимать шутку. Комиссар Тирзат прибыл с отрядом кадетов. Матейн дернул головой по направлению к лестнице у входа и в бионическом правом глазу полыхнул резкий свет. От спазма мускулов застучали друг от друга аугметические пальцы на его руке протезе. Он нервничал. Стоило ли удивляться? Катмос не помнил этого конкретного комиссара, но знал, что это за порода. Он встал на ноги, сорвал испачканную медтунику, прикрывающую крапчато-серую униформу. Я проверю, чтоб все было в порядке. Он направился к кладовке в задней части подвала, которую вытребовал для отряда медицинской поддержки. Два младших хирурга, Этрик и Тинт, храпели на полу, выбившись из сил. Ассистент Этрика, Хаукс, устало открывал упаковку с рационом. Катмос взял свой инфопланшет и тихо прикрыл дверь. Повернувшись, он увидел в противоположной комнате гвардейца, который запихивал лазганные батареи на стеллаж для подзарядки. Руки солдата тряслись. Он уронил одну батарею и, выругавшись, наклонился, чтобы подобрать. «Не бери ее!» Катмос шагнул вперед. «Оболочка треснула!» Меньше всего им надо, чтобы солдат ранило взрывом собственного оружия. Молодой гвардеец тупо посмотрел на него и моргнул, будто только что проснулся. «Извините, сэр!» Теперь Катмос узнал его. Отряд поддержки, которым командовал полевой хирург, ранее был прикреплен к роте капитана Слейта. «Тебя зовут Ньял, так?» «Да, сэр». Лицо Ньяла выглядело ослабевшим от страха. «Что будет, если тираниды вернутся, сэр?» «Чем драться!» Уверенно сказал Катмос. Пустоглазое лицо Ньяла исказилось. «Сегодня мы убивали их сотнями, а они все идут!» Он бросил взгляд на заряжающиеся боеприпасы к лазганам. «Что, если они отрежут энергию? А что будет, когда кончатся снаряды к тяжелым болтерам и мортирам? Их-то перезарядить нельзя! Часовые!» «К нам идет помощь!» Заверил его Катмос. Приехал комиссар со своим отрядом. «Ох!» Вид Ньяла не выказывал особого облегчения. Внезапно стены узкого коридора как будто навалились на Катмоса. Он не мог больше сидеть в этом душном подвале, пока не подышит свежим воздухом. «Тебе нужно набрать еще батарей?» Он кивнул на пустые места в стеллаже. «Да, сэр!» Ньял расправил плечи. «Тогда пошли!» Катмос направился вверх по лестнице в задней части огневого сооружения. Сапоги гремели о недавно установленный металл, и звук эхом отдавался от более старых каменных стен. Ньял поспешил на средний ярус круглой башни, а Катмос вышел на огороженный перилами балкон. Над головой гудели готовые к бою лазерные пушки. Он окинул взглядом двор крепости, выстроенный в форме шестиугольной звезды. Наследие континентальных войн, произошедших за век до того, как победители добились для шарторы преимуществ, которые давал Империум. Где-то в 30 метрах отсюда на каждом бастионе стояли тяжелые болтеры, и обслуживающие их команды были готовы в любой момент взяться за дело. Внизу, во дворе, отдыхали гвардейцы, потрепанные взводы капитана Слейта и жалкие остатки роты капитана Келла. Катмос взглянул на инфопланшет. В общей сложности 56 убитых и раненых. Рота Слейта понесла тяжелые потери, при том, что находилась внутри крепости. Людей Келла застали врасплох снаружи, поэтому более чем половина из них пала жертвой тиранитских зубов, когтей и мерзких биоорудий. Только отважная атака капитана Слейта позволила выжившим отступить к воротам. Хирург посмотрел поверх внешней стены, туда, где после заката еще светилось небо за мостом, для защиты которого была выстроена крепость. Эти солдаты и вообразить не могли столь страшного врага, как тираниды. Он пристально рассматривал неподвижных павших часовых. Они храбро сражались, прикрывая отступление капитана Келла огнеметом и автопушкой, истребляя бесчисленное множество тварей. До тех пор, пока их не одолели числом, а боеприпасы не иссякли. Ведь тираниды могли пожертвовать сотней отродий, чтобы убить одного единственного гвардейца. Еще вчера Катмос наслаждался этим новым миром, очарованный благовонными лесами Шерторы. Капитан Слейт ожидал легкого задания в виде тренировки сил планетарной обороны. Незадолго до рассвета пришел приказ удерживать этот переход через реку, и они поспешили к крепости в форме звезды. — Сэр? — его ассистент, Матейн, появился на лестнице. — Иду. Катмос пошел вниз. — Кто тут командует? Посреди подвала стоял комиссар, бросая вокруг свирепые взгляды. — Вокс-сержант Беньям, пожалуйста, сообщите лейтенанту Джептеду, что прибыло подкрепление. Спокойно сказал Катмос. Дюжий Вокс-сержант кивнул, его покрытое шрамами лицо было непроницаемо. Распихав кадетов, столпившихся на ступенях, он направился на самую верхнюю обзорную платформу. — А ты кто? Акцент Тирзата принадлежал уроженцу побережья, вроде Матейна. — Насмешка в его голосе выдавала пренебрежение, которое жители берегов испытывали к любому, кто не преодолевал опасности гибельных штормов и айсбергов, чтобы отбить блеск рыбу, китов-кораблекрушителей и спрутов-убийц. Полевой хирург Катмос из 19-го полка Альба Марморео. Надев островерхую шапочку, он улыбнулся комиссару. Опрятные складки на кителе этого человека намекали, что он настаивает на соблюдении правил ношения униформы. Несмотря на тепло и влажность вечернего воздуха, он носил плащ из меха мраморного медведя, который любили в генеральном штабе. С другой стороны, эмалевые петличные значки на вороте Тирзата показывали, что он активно участвовал в самых опасных кампаниях полка, включая кровавую баню на Нортиле-3. «Капитан Слейд?» Тирзата кинул взглядом раненых солдат. «Он умер сегодня днем. Жуки-точильщики!» Воспоминание вызвало у Катмоса тошноту. Как он вскрывал гноящиеся каналы, проделанные жуками, пытаясь наколоть их на электроскальпель, прежде чем они изрежут какой-либо жизненно важный орган. Он оказался слишком медленным, а их было слишком много. «Жуки-точильщики!» Набросился комиссар на распахнувших глаза кадетов. «Платоядные черви, которые лезут по вашим нервным волокнам, чтобы сожрать мозг! Личинки-смертоплюи, плавящие вашу броню! Семена душители, прорастающие шипами и рвущие человека на куски, прежде чем он успеет сделать пару шагов! Не дрогните! Пусть этот человек – ваш закадычный друг, ваш брат! Пусть он даже спас вам жизнь десять раз подряд! Оставьте его, не бросив и второго взгляда! Вы не должны потерпеть поражение! Этот враг не отступит! Гаунты, пожиратели, потрошители! Какое бы то ни было злобное извращение из плоти и кости, которые пошлют тираниды! Если эта пакость хотя бы одним пальцем зацепится за этот мир, то все живое обречено!» Широким жестом Тирзат охватил всю шартору. Мягкую, цветущую, плодородную. От полюса до полюса. «Разумулья жаждет полного уничтожения человечества!» – ревкнул комиссар на кадетов. «Тираниды убьют каждого мужчину, женщину, ребенка, животное! Вплоть до мышей-прыгунов, прячущихся в канавах! Они бесстрашны, безжалостны, неумолимы! Их растения-сосальщики погубят каждое дерево, каждый куст, каждую былинку! Они не остановятся, пока самый последний клочок биомассы не растворится в прудах из живой кислоты! Если вы потерпите поражение, ваша смерть будет предельным предательством, ибо будет питать отвратительное чудовище, породившее их!» Даже под резким флуоресцентным освещением Катмос видел, что кадеты побледнели. Чему бы их ни учили на лектомах в Схола Прогениум, теперь перед ними была убийственная истина битвы. «Поэтому мы не потерпим поражения!» – прорычал Тирзат. «Вы займете это огневое сооружение и будете сбивать споры тиранидов, прежде чем они изрыгнут свой яд в воздух! Вы уничтожите тиранидские коконы, чтобы не было больше извращенных зверей, загрязняющих планету! Вы истребите этих тварей прямо здесь! Мы защитим этот агромир во имя Империума, во имя вечной славы Бога Императора! Считайте, что ваша жизнь завершилась достойно, если она была платой за выполнение долга!» Раненый и лежащий на сенсорном покрывале простонал. «Нет!» Комиссар угрожающе наклонился над ним с плазменным пистолетом в руке. «Что ты сказал?» «Только не снова!» Человек попытался прикрыть лицо. Зловонный гной выступил сквозь повязки на руках, открылись раны от плотоядных червей. «Ты отказываешься нести службу?» Плазмопистолет взвыл в руки Тирзота. «Ты знаешь, каково наказание за трусость?» «Только в бою, лицом к лицу с врагом, а он лежит на матрасе медицинской станции!» Катмос шагнул вперед, оказавшись так близко, что Тирзот от удивления отступил. «Судите его по поступкам. Его ранили, когда он сражался, пытаясь спасти капитана Слэйта. Теперь, когда тираницкие яды отравляют его кровь и мозг, нельзя искать трусость в его бреду». «Ну, посмотрим!» «Посмотрим!» – прошипел Тирзот. «С дороги, хирург!» Комиссар взмахнул пистолетом, и к Атмосу ничего не оставалось, как отойти в сторону. Склонившийся над раненым Матейн поднял взгляд. «Извините, сэр!» Тихими, как всегда, шагами, он незамеченным подобрался за спину к Атмосу. «Он без сознания!» «Ты еще кто?» – потребовал ответа Тирзот. Не желая, чтобы его подчиненный испытал гнев комиссара, Катмос ответил за него. «Капрал Матейн, он так отличился на медицинской службе, что официо-медика было особенно заинтересовано в его восстановлении после Нортила-3. «Я просто выполнял свой долг, как и весь мой отряд, каменные медведи, до последнего человека!» С кривой, смущенной улыбкой, Матейн процитировал девиз Альба Мармореа. «Никогда не подводили!» Катмос увидел, как бледные волчьи глаза Тирзота осматривают аугметику молодого человека и багровый медальон, приколотый к его воротнику. Он только надеялся, что комиссар не заметит поблескивающую иглу шприца, все еще торчащую из медипласового большого пальца Матейна. Тут, к счастью, на лестнице зазвучали голоса. «Комиссар, я лейтенант Джептед!» Решительно отсалютовал молодой офицер. Катмос отступил назад и жестом указал Матейну, чтоб тот сделал то же самое. «Давайте я покажу вам расположение наших войск, сэр, и ознакомлюсь с результатами последней атаки тиранидов», сказал Джептед с просящей ноткой в голосе. Катмос занял себя тем, что начал менять повязки раненого. «Вокс-сержант, сообщи главному штабу, что мы здесь!» Тирзат явно не был впечатлен. «Я сделаю полный доклад попозже». «Сейчас, комиссар!» незамедлительно ответил Биньям. По пути к лестнице Тирзат остановился, чтобы бросить взгляд на плотно сложенного мужчину. «Твоя репутация бежит впереди тебя, Вокс-сержант!» Биньям посмотрел комиссару прямо в глаза. «Арген Прайм, сэр!» Тирзат даже не моргнул. «И он, и другое!» Он еще мгновение не отводил глаз от Биньяма, а затем повернулся к лейтенанту Джептеду. «Покажите мне зону обстрела ваших оборонительных лазеров и рельеф местности!» Отбросив пинком изъеденный кислотой нагрудник бронежилета, он зашагал к лестнице. За ним последовали лейтенант и все кадеты. Катмос проверил, крепко ли спит пациент. Биньям подошел к нему, вместо того, чтобы направиться к Вокс-кастеру в углу. «Как думаешь, он считает себя каменным медведем?» Поинтересовался он. «Мне не кажется, что он любит прозвище», ответил Катмос, хотя и предполагал, что кадеты наверняка придумали имена, которыми называют Тирзата у него за спиной. «Ты был на Аргене Прайм?» спросил Матейн с благоговением. Катмос осмотрел разноцветные сигнальные огоньки в углу сенсорного покрывала. Пульс, содержание кислорода в крови и давление раненого были на удовлетворительном уровне. «Мы оба там были, не о чем особо рассказывать», отрезал Биньям. Катмос видел, что Матейну все же отчаянно хочется спросить. К счастью, он этого не сделал. Катмосу не хотелось заново переживать ту кампанию против орков. Но тогда он и Биньям оказались единственными двумя выжившими из целой роты. Солдаты Альба-Мармореа всегда хвастались, что Альновик отдал Империуму гораздо больше, чем принял от него. В системе Аргин так и произошло. «А как там, лейтенант?» – понизив голос, спросил Катмос. «Джептад должен был учиться у капитана Слейта, а не заменить его через три дня после высадки на планету. Но вселенная несправедлива, и ей все равно. Это знал каждый ребенок на Альновике». Биньям снова пожал плечами. «Справляется вполне прилично для долинного щенка». Как и Катмос, он вырос на каменоломнях мраморных гор. Пока нервы выдерживают. Он испытующе посмотрел на Катмоса. «А что насчет тех парней, которых ты зашиваешь и высылаешь прочь?» Хирург знал, что тот имеет в виду. Они не могли позволить себе терять людей из-за боевого шока, только не сейчас и не здесь. Не говоря уже о том, что комиссар Тирзат казнил людей, которых обвинял в трусости. Чтобы был хоть какой-то шанс противостоять тиранидам, каждый человек должен был держать оборону или умереть при этом ради всех остальных. То, что говорил Тирзат, было жестокой правдой. «Но что толку от правды, если она только приводит в уныние и без того утративших боевой дух людей? Страх может быть так же заразен, как волдырная оспа. Если он укоренится, то уничтожит их так же действенно и быстро, как любой тиранидский рой». Катмос уже раздумывал насчет этого. «Бин, когда инженеры переделывали это место, они свалили сюда каждый вокс, пикт и инфопланшет, который сломали. Ты можешь набрать деталей, которые нужны, чтобы сделать Звездолов?» «Звездолов?» – поднял голову Биньям. «Где твоя каска? Что тебя стукнуло по голове и насколько сильно?» Катмос улыбнулся. «Просто сделай одолжение старому товарищу». Биньям поджал губы. «Хорошо, я попробую, только чтобы посмотреть, зачем он тебе понадобился, как только сделаю доклад». Он направился к вокс-устройству, ступая удивительно легко для такого большого человека. «Звездолов?» – Матейн был озадачен. «У меня есть идея. Она может не сработать, даже если Биньяму удастся сделать эту штуку», уклончиво сказал Катмос. «А теперь давай посмотрим, кто к утру будет в состоянии держать Лазган». Ему не надо было говорить Матейну, что им понадобятся все имеющиеся матрасы для тех, кто будет ранен во время следующей атаки тиранидов. Полевой хирург заворачивал последнего умершего за ночь в спальный мешок, когда с лестницы в подвал пролились лучи рассвета. «Эйлур!» – Биньям отогнул складку, закрывающую лицо мертвеца. Он обещал Треморку свою медвежью шкуру. Плечи униформы самого Биньяма были покрыты полосками медвежьего меха. Треморк тут. Катмос кивнул на другой спеленатый труп. «Помоги мне затащить их наверх». «А эти блюющие кадеты немного поработать не могут?» Биньям все же ухватился за ноги мертвеца. Выйдя во внутренний двор крепости планетарной обороны, Катмос заморгал от усиливающегося солнечного света. «Куда?» «Вот сюда!» Биньям кивком указал на второпях вырутую траншею, возле которой стопками лежали плиты мостовой. Туда сбрасывали мертвецов, сняв предварительно оружие и снаряжение. Гвардеец обрызгал трупы Прометием и поджег их при помощи огнемета. Катмос ощутил ком в горле, но это был единственный способ избавиться от зарывающихся внутрь тел тиранитских организмов. Он посмотрел на другие ямы, накрытые растянутой на колышках палаточной тканью. «Это не поднимает боевой дух». Биньям хмуро ответил. «Может, лучше пусть парни смотрят, как их мертвые дружки дергаются и лопаются, и наружу высыпаются ядовитые личинки?» Катмос глянул в сторону внешней стены. Солдаты, получившие вчера легкие ранения, которых они с Матейном уже выписали, вооружались, чтобы присоединиться к своим товарищам. Гвардейцы, которые невредимыми пережили первую атаку, стояли на укреплениях, готовые к бою. Лейтенант Джептед совещался с караульными. «Противника еще не видно?» Катмос недоумевал, как долго еще придется ждать. Биньям кивнул в направлении севера. «В Воксе болтают, что их основные силы ударили по городу Йота. Если какая-то воня говорит им, что у их одноройников здесь проблемы, то ее уносят в море. А как там другие наши позиции?» Это была одна из восемнадцати крепостей, кольцом окружающих единственный крупный город на континенте. Катмос понимал, что солдаты из Рот, которые направили удерживать крепости, сейчас вовсе не смеялись и передавали друг другу палочки лхо. Биньям покачал головой. Некоторые исчезли из Вокс-сети. Его прервали крики с укреплений. Катмос увидел, как лейтенант Джепт подподнял руку к уху, прислушиваясь к микробусине. «Они идут!» — выдохнул Вокс-сержант. Гвардейцы на стенах столпились рядом с тяжелыми болтерами. Орудия с хриплым кашлем извергали смертоносные взрывчатые снаряды, пропахивавшие ряды тиранидов. Кислородно-фосфорные вспышки говорили о том, что по крайней мере один тяжелый болтер был заряжен боеприпасами типа «Инферно». Расчеты мортир, установленных среди пустого замощенного двора, без спешки принялись за рутинный труд. Один человек уронил снаряд в зияющее жерло орудия. Другой дернул за спусковой шнур и пузатый ствол выплюнул взрывчатку, послав ее высоко над стеной. Катмос смотрел, как расчеты быстро меняют азимут и угол стрельбы, а наводчики на укреплениях сообщают детали о каждом взрыве. Каждый снаряд должен выбить из массы тиранидов максимальное количество потерь убитыми. Гвардейцы, снабжающие укрепление боеприпасами, сновали среди мортир. Вернувшись кверху лестницы, Катмос собирался направиться обратно в подвал. Он передумал. Первым его долгом в сражении являлась помощь раненым, нуждающимся в навыках и времени, которые медики не могли для них выкроить. Он мог делать это здесь так же хорошо, если даже не лучше. Несмотря на все усилия расчетов тяжелых орудий, первая волна тиранидов достигла стен. Они вскакивали в промежутки между тяжелыми болтерами, отталкиваясь мощными задними ногами, согнутыми под углом, как у собак, и оканчивающимися костистым наростом, частично когтистой лапой. Когти на средних конечностях надежно вцеплялись в стены. Рывками они подтягивались вверх, шипя и плюясь, размахивая растущими из передних конечностей костиными косами длиной с человеческую руку. Одна из них вонзилась гвардейцу под подбородок, и лицо его исчезло в фонтане крови. Существо подняло его в воздух и затрясло, чтобы высвободить коготь. Шея хрустнула, тело солдата отлетело в сторону и безжизненно обмякло. Панцири тварей были сегментированы, как у каких-то огромных и отвратительных насекомых. Перекрывающие друг друга пластины торчали вверх на спине. Они были цвета старой ржавчины и высохшей крови, а костистые конечности и торакс под ними болезненно белые, как кожа прокаженного. Гротескно раздутые, покрытые красным хитином головы, качались из стороны в сторону. Слизь капала из выдающихся вперед челюстей с мириадами зубов, как у игольной акулы. Катмос встретился взглядом с одной из отталкивающих тварей. Ее узкие кошачьи глаза были лихорадочно яркими, сосредоточенными лишь на бездумном убийстве. Как вообще они могут выжить? Он ощущал полную пустоту в груди. Снаряды болтеров падали, как зимний град, и все же не могли преодолеть врага. Аккумуляторы лазганов выйдут из строя прежде, чем натиск врага ослабеет. Даже если они будут убивать эту мерзость, пока не навалят кучу трупов высотой со стену, то тиранидам просто будет легче проникнуть во внутренний двор. Сердце Катмоса бешено колотилось в панике, но конечности перестали шевелиться от страха. Он не мог бежать, он не мог выхватить свой лазерный пистолет. Да и к чему? Даже люди на стенах съежились за своими тяжелыми болтерами. Соблазн отчаяния манил, как черное покрывало, под которым можно было скрыться. Лазерные пушки, окружающие верхние ярусы башни, ожили и начали стрелять. Чужак взорвался, обратившись в зловонный дождь из осколков кости и обожженных комочков плоти. Та же вспышка лазера разорвала на куски нескольких следовавших за первопроходцем. Воздух звенел от оглушительного визга, с которым лучи сияющей смерти один за другим прорезали широкие полосы сквозь стрекочущие орды. Тесно стоящие рядом гвардейцы на укреплениях стреляли из лазганов. Тонкие, как булавки, лучи отсекали конечности и глубоко вонзались в эти раздутые головы. Они ослепляли полные злобы глаза и чисто отсекали мелькающие языки. Лейтенант Джептат выступил из тени тяжелого болтера и спокойно концентрировал огонь на одном размахивающем смертоносными лапами тираниде за другим. Катмос встрепенулся и выдохнул. Он чувствовал себя, как какой-то дурак, повернувшийся спиной к зимней вьюге и жмущийся к петросиновой плите. Не думая о том, что не давая зимним ветрам проникнуть в дом, он лишает горелку свежего воздуха. Не зная, что раскаленный элемент сожжет весь кислород, обрекая всех на смерть во сне. Теперь он чувствовал, будто кто-то пинком открыл дверь и вытащил его наружу, позволив кусачему ветру выгнать токсины из крови. Прикрепленные к отделениям медики зашивали раненых и отправляли их обратно. «Никто не ожидал иного. Там, на Альновике, если за тобой гнался мраморный медведь, то ты залезал на бритвенную сосну и не жаловался на порезы. Ты же остался жив, не так ли?» Катмос выдернул лаз-пистолет из кобуры, готовый прикрыть огнем пару медиков, тащивших раненого с укреплений. Солдат держался за пробитый нагрудник, и кровь сочилась сквозь пальцы. «Ворота! Ворота!» Кричали люди на стенах. Лейтенант Джептад соскользнул вниз по лестнице и побежал через внутренний двор. Что-то ударило снаружи в ворота в пятнадцати метрах перед башней. Грохот был оглушителен. Многослойная пласталь вспучилась, но не поддалась. Облегчение, которое ощутил Катмос, было недолгим. Ворота прогибались все сильнее, и у одной петли открылась узкая трещина. Огромный шипастый коготь тщательно обследовал слабину. Затем раздался второй взрыв. Что-то сдетонировало прямо у входа. Пласталь держалась, но по всей площади ворот открывались новые трещины. Через них сочилась бурлящая черная кислота, разъедая керамитовое покрытие. Лазерные пушки на башне должны были защищать вход, если ворота не выстоят. Катмос посмотрел вокруг, прикрывая глаза от слепящих лучей. Но пушки целились выше, не ниже. Солнечный свет затмили тени, похожие на летучих мышей. Эти тираниды летели на кожистых крыльях. Между широко разошедшихся костей, мутировавших средних конечностей, были растянуты мембраны. Злобным взглядом они выискивали цели, сжимая в передних конечностях оружейные симбионты. Катмос напрягся, видя, как чудовища летят высоко над укреплениями, хлеща жуткими шипастыми хвостами меж атрофированных задних лап. Зависнут ли они в воздухе, или будут стрелять, или же спикируют вниз, как ястреб за добычей. В любом случае, гвардейцы на стенах не могли отвести глаз от тиранидов, атакующих на земле, если только хотели выжить. Теплый воздух прожгли выстрелы лазерных пушек. Летучие тираниды, попавшие в их прицел, были уничтожены. Те твари, что находились слишком близко к первым жертвам, тоже погибли, их крылья посекло бритвенно-острыми осколками разбитого хитина. Но падая с неба, оружейные симбионты все еще плевались червями-точильщиками в расчеты мортир. Врезаясь в мостовую, существа подсекали извивающимися хвостами ноги гвардейцев. Дергаясь в предсмертной агонии, летучие тираниды всаживали солдатам в бедра искривленные шипы. Те чудовища, что еще держались на крыле, изрыгали пылающие комья биоплазмы. Катмос увидел, как один забрызгал седовласого гвардейца. Липкое зеленое пламя подожгло его бронежилет и волосы. Рыча от боли и ненависти, солдат продолжал стрелять и сбил назем чужака, который убил его. Батарея лазгана милосердно вспыхнула и разорвалась, освободив его от страданий за миг до того, как палец Катмоса напрягся на спуске пистолета. Прогнувшиеся врата заскрепели. Громадные красновато-коричневые когти выскользнули из вспенившейся черной кислоты. Шипы врезались все глубже по мере того, как то, что было снаружи, тянуло сильнее, неотвратимо расширяя щель. Керамид начал рваться. «За мной!» Из центральной башни выбежал комиссар Тирзад в бронежилете поверх мундира с плазменным пистолетом в одной руке и силовым мечом в другой. За ним следовали кадеты, несущие строительные плиты. Другие тащили брусья из ракрита. Собравшись вокруг лейтенанта Джептада, гвардейцы во дворе начали пробивать себе путь ко входу, добивая раненых тиранидов, рухнувших с неба, топча прожорливых жуков-точильщиков, суетящихся вокруг их сапог. Расчеты мортира тащили орудия в сторону, пожертвовав дальностью и меткостью стрельбы. Не смущаясь этим, они продолжили стрелять вслепую. Катмос, как и каждый солдат на платформах башни, сконцентрировал огонь на вооруженных косами тиранидах, все еще карабкающихся через стену. Вверху, на бастионах, люди сражались, истекая кровью. Если эти паразиты накинутся на гвардейцев и кадетов, то их попытка укрепить ворота обречена. Те же сформировали плотный клин с тирзатом на острие. Упорно, шаг за шагом, комиссар вел их вперед. Катмос видел жаркое марево от орудий, поднимающихся над кадетами в середине, которые все еще с мрачным видом волокли материалы для заделывания бреши. Лейтенант Джептад шел сзади, решительно командуя арьергардом. Слишком поздно. Могучим рывком эти чудовищные когти разорвали левую половину ворот пополам. В отличие от тварей, мечущихся по мостовой, это существо стояло прямо, как омерзительная пародия на человека, сжимая в оснащенных пальцами руках оружейный симбионт. Оно было вдвое больше самого высокого гвардейца Альба Мармореа, даже при том, что стояло на согнутых ногах. Массивный панцирь и хитиновые пластины, торчащие на голове, были гнилостно-коричневого цвета, словно испорченный плод. Самые верхние, бледные конечности оканчивались огромными когтями, вознесенными высоко над широкими плечами. Катмос припомнил брифинг официо-медика. Был он давно, давнее, чем он мог предположить. Это был воин-тиранит, одно из наиболее смертоносных существ, порожденных разумом улья, которая доминировала над меньшими отродиями и заставляла их следовать его воле. Более мелкие тираниды дрались, чтобы пробраться в пролом следом за ним. Хлынув во внутренний двор, они вздымались на средние и задние лапы, сжимая в передних конечностях телоточцы и поглотители. Мгновение, которое казалось половиной жизни, воин-тиранит осматривал поле боя. Когда ближайший гвардеец поднял лазган, из-за спины воина выскочило новое чудище, так быстро, что катмосу понадобилась секунда на осознание того, что произошло. Это был другой монстр, более легкого телосложения, с двухсуставчатыми верхними конечностями, усеянными похожими на клыки шипами, чтобы пронзать и сокрушать. Но он не использовал их, вместо этого выбросив вперед когтистую руку. На миг Катмос позволил себе надежду. Тварь никак не смогла бы добраться до гвардейца, потом он увидел, что расстояние не имело значения. Костяные крючья вылетели из ребристых боков тиранида и вонзились в руки и лицо солдата. Существо снова подняло когтистые конечности. Сухожилия, соединяющие крючья с его узким телом, сжались и, несмотря на отчаянные попытки освободиться, несчастного гвардейца втащило в гротескные объятия тиранида. Крюки уже рвали его на куски. Мокрые щупальца, свисающие из пасти чужака, поглаживали голову солдата. Их кончики проскальзывали в уши, в рот, человек задергался, и хватка твари усилилась. Теперь отростки вонзились ему в глаза и ноздри, хлынули кровь и слизь, и умирающий человек забился в судорогах. Гнусный тиранит задрожал в непотребном удовлетворении и отшвырнул жертву прочь. Окровавленные щупальца аккуратно вылизывали одно, другое, очищаясь от мозгового вещества. Его желтушно-золотые, светящиеся глаза уставились на новую цель. Еще одним резким жестом он метнул крючья, чтобы схватить солдата. Комиссар Тирзат атаковал его. Силовой меч рассек сухожилие. Плазма, вылетевшая из пистолета, попала существу прямо в морду, и обожженные щупальца съежились. Монстр, шатаясь, отступил назад и повалился дергающейся кучей. Громадный воин-тиранит с рыком набросился на Тирзата. Солдаты, расчеты-мортиры, медики все вместе обратили свое лазерное оружие против тиранидов во внутреннем дворе. Чужеродные паразиты визжали и умирали, их бронированные экзоскелеты трескались под беспрестанным лазерным огнем. Тяжелые болтеры на укреплениях все еще прореживали стаи, атакующие стены снаружи. Никто не мог помочь Комиссару Тирзату, сражающемуся с воином-тиранидом. Он стрелял плазмой, целясь в пасть, в глаза, в нижнюю сторону конечностей всякий раз, когда тварь замахивалась смертоносным когтем. Силовой меч глубоко врезался в верхние конечности воина, и Комиссар снова уклонялся и петлял. Катмос еще никогда не видел столь быстроногого бойца. С раздирающим уши воплем ярости чудовище неожиданно сделало шаг назад. Меньшие тираниды позади него дрогнули. Воин поскользнулся на мембране крыла какого-то погибшего летуна, что дало Тирзату возможность вырваться из схватки. Джептат и Арьергард осыпали тиранида залпами концентрированного огня. С панцирем, блестящим у Техора, огромная тварь ретировалась без разбору хлеща по толкущимся за воротами кагортам. Когда она исчезла, атака тиранидов ослабела, не слишком сильно, но вполне достаточно. «Заделать пролом!» – заревел Тирзат почти на исходе дыхания. Кадеты уже бежали к нему с плитами и ракритом, в то время как люди Джептата расстреливали меньших отродий в кровавые ошметки. Пока остальные гвардейцы убивали тиранидов, оказавшихся запертыми внутри, Катмос помогал наиболее тяжелораненым. Рана в бедре, яркая от артериальной крови. Он с силой прижал всасывающую повязку. Кисть руки, полуотрубленная, полуоторванная от запястья, кровоостанавливающая повязка, немного транквилиума, может подождать. Сиролицый гвардеец с кровавой пеной на посиневших губах, красная степень срочности, его первый пациент. Этрик и Тинт отвечали за раненых, которых можно было вернуть в бой. Катмос пытался спасти людей с самыми скверными ранениями, чтобы их можно было эвакуировать. Спешно спустившись в подвал, он увидел, что Матейн и другие двое санитаров переместили выздоравливающих пациентов на свернутые рулонами спальные мешки, где они сидели, прислонившись к стенам. На матрасах лежали сенсорные покрывала, поблескивающие свежим антисептиком, их сигнальные огни с готовностью мерцали. Герметично запаянные кюветы с сервозажимами и электроскальпелями лежали высокими стопками. Этрик и Тинт стояли на готове у операционных столов, гудел рециркулятор крови. Диоды реаниматрекса показывали, что он заряжен на полную. «Ну что, за работу!» – мрачно сказал Катмос. Некогда, давным-давно, полевой хирург вел счет раненым, о которых позаботился. Когда медиков, служивших в Альбе Марморео, призывала официо-медика, чтобы те продемонстрировали свои успехи в военно-полевой хирургии, санитары сравнивали свои записи. «Столько-то раненых, столько-то спасенных, столько восстановлено бионикой, столько погибло, запавших выпито по стопке амосека». Теперь Катмос просто концентрировался на пациенте, умирающем от потери крови под электроскальпелем, не думая ни о теле, которое только что собрал по кускам, ни о том, кого могут сейчас принести его подчиненные. Всем его миром стала жизнь, что сейчас утечет сквозь пальцы, если он не найдет способ ее остановить. Опасность, голод, усталость – все это ничего не значило, пока еще есть раненые гвардейцы, ждущие помощи. «Это все!» – устало сказал Матейн, поднимая раненого. Бионическая рука заметно облегчала дело. «Правда?» – Катмос поднял взгляд и удивился, увидев, что в лестничном колодце залегли вечерние тени. Он совсем перестал замечать, как проходит день. Меттуника была заскорузлой от высохшей крови, вокруг ног кучками лежали выброшенные пластыковые перчатки, а рядом валялся палец. Он застрял на спуске, и его оторвало от руки гвардейца, когда удар тиранида отшвырнул его оружие в сторону. Сбоку от хирурга лежала татуированная рука, завернутая в медиплаз. Кость была так изувечена, что ампутация оказалась единственным выходом. На стальной тарелке поблескивали остатки глазного яблока, разрушенного проникшим внутрь биочервем. По крайней мере, вырезание глаза спасло гвардейцу жизнь. Однако куча спутанных кишок была свидетельством неудачи. Пациент умер от кровотечения из разорванной печени, пока Катмос отчаянно пытался убить всех точильщиков, извивающихся в животе солдата. У Матейна должен быть точный счет. Катмос, может, и не считал, но кто-то должен был это делать. Нет, это могло подождать. Доктор! Лейтенант Джептед спускался по лестнице. Сэр! Катмос отдал честь молодому человеку, запоздало осознав, что рука у него болит. Как люди себя чувствуют? Тихо спросил Джептед. Катмос взвесил ответ. «Каждый человек на Альновике считает, что жизнь смертельна, остается ли он в грязи или становится каменным медведем. Поэтому мы держимся твердо там, где терпят поражение более слабые полки. Но этот враг...» Он покачал головой. «Это тяжкое испытание». Лейтенант осмотрел раненых, лежащих на матрасах и привалившихся к стенам. Неожиданно он улыбнулся. «Говорят, что тираниды бесстрашны», — заметил он. «Это не так. Они безмозглы. Вы видели это сегодня? В их глазах не было и искры независимой мысли. Вот поэтому мы и победим». Катмос украткой осмотрел лица гвардейцев. Они не выглядели убежденными, хотя многие, по-видимому, заинтересовались. По крайней мере, это было лучше, чем усталое уныние. «Тираниды не могут думать сами по себе», — пренебрежительно заявил молодой офицер. «Они марионетки, выполняющие волю разума Улья. Мы, люди, мы думаем сами за себя. Да, мы боимся», — удивил всех Джетпат столь прямым заявлением. «И знаем почему. Потому что эта мерзость каким-то образом отражает зло Варпа, чтобы бросить его вселяющую страх тень на своих врагов». Голос у него был спокойный и убедительный. «Жители долин всегда гордились своей мудростью», — припомнил Катмос. «Из всех потомков святой Терры, достаточно суровых, чтобы колонизировать покрытую льдом планету, у них хватало ума найти себе пристанище в долинах Аль-Навика. Им не приходилось доказывать что-то, добывая прекрасный белый мрамор, украшающий имперские храмы в половине всего сектора. Они не видели заслуги в том, чтобы соревноваться с опасностями моря. Кальмарам до этого не было дела». Джетпат с совершенно непринужденным видом заходил по комнате. «Я бы прекрасно обошелся без их псайкерской злобы, вгрызающейся мне в мысли», — откровенно сказал он. «Но мы не подведем. У нас есть интеллект, чтобы понимать, что этот страх — неразумная ложь. Мы знаем, с чем стоим лицом к лицу. Мы знаем, что можем верить своему оружию и своим товарищам. И лучше всего то, что мы знаем, — помощь идет». Он указал вверх. «На орбите всего один корабль улей, какой-то заблудившийся остаток флота Осколка, который дрейфует по пустоте космоса с тех пор, как раскололся флот улей Кракен. Я не говорю, что он не представляет угрозы», — признал он. «Никогда не стоит недооценивать тиранидов. Именно поэтому к нам летят претеры Орфея». Катмос воодушевился, увидев улыбки облегчения и надежды. «Претеры Орфея героически сражались на Нартире-3. Каменные медведи знали, что многим обязаны этим внушающим благоговение воинам». Переждав ликование, которое вызвало эту новость, Джептед продолжил. «Поэтому наша задача — держаться против тиранидов до тех пор, пока претеры Орфея не атакуют их из космоса. Тогда паразиты будут раздавлены между нами. Тогда вам понадобится это, сэр». Биньям спустился с лестницы. В руках он держал силовые когти. Над тремя сияющими клинками скалилась медвежья морда. Джептед впервые выглядел потрясенным. «Это принадлежало капитану Слейту». «Вы заслужили это!» — настойчиво произнес Биньям. Все раненые криками выразили согласие. Некоторые из них могли похвалиться популярными среди рядового состава медными медвежьими лапами, кастетами, украшенными когтями. «Их повредили!» — помедлив, Джептед принял внушающую страх бронированную перчатку. Биньям пожал плечами. «Я за этим проследил!» — Катмос считал, что вокс-сержант мог запустить подбитый крейсер имперского флота при помощи проводов из половинки Пиктора и нескольких чипов от Часового. «Я буду носить их с гордостью!» — Джептед втолкнул руку внутрь и взмахнул оружием. «Чтобы убивать каждого тиранида, который подберется достаточно близко, в память о капитане Слейте!» «Каменные медведи!» — закричал солдат. «Настолько суровы, что могут жрать камень и срочебнем!» — завопил другой. Радостные крики и смех прекратились, когда вниз по лестнице поспешно сбежал кадет. «Комиссар Тирзат передает вам поздравления!» — он отсалютовал Джептеду. «Пожалуйста, составьте свой доклад, чтобы вокс-сержант передал его вместе с докладом комиссара!» Джептед кивнул. «Сержант!» — Биньям кивнул в сторону Реанима Трекса. «Мне только надо глянуть эту штуку!» «Санитар!» — Катмос покосился на Матейна. «Людям пора укладываться!» Джептед направился к лестнице, а Биньям подошел к операционному столу. «Это чтобы развлекать себя, когда заснуть не можешь!» Притворяясь, что осматривает Реанима Трекс, он передал Катмосу какого-то незаконорожденного потомка карманного инфопланшета и ручного пиктора. «Загляни попозже и увидишь!» Хирург кивнул в сторону кладовок у лестничного колодца в задней части подвала. «Только не вмешивайся!» «И спасибо за это!» «Что б ты без меня делал?» Биньям неторопливо отправился вслед за спешащим прочь лейтенантом. Посмотрев, как младшие хирурги проверяют состояние раненых, Катмос пошел в кладовку, где они свалили весь хлам из остальной части подвала. К тому времени, как он расчистил пространство под два стула, появился Матейн с полной сводкой за день. Еще девять мертвых, восемнадцать раненых. Санитар выжидающе посмотрел на любопытным образом модифицированный инфопланшет, экран которого был едва с ладонь Катмоса. Так для чего это? Кто имеет наибольший риск пострадать от болевого шока среди тех солдат, кто завтра сможет сражаться? Из тех его товарищей, которым приказали удерживать эту крепость, невредимой осталась едва ли половина. Катмос думал, сколько из них завтра оцепенеют, ошеломленные страхами, воспоминаниями о бойне, которую они уже увидели, или просто невозможностью задачи, поставленной перед ними. Пока их не разорвут тираниды или свалит выстрел комиссарского пистолета? Матейн подумал. «Атарен, приведи его сюда». Катмос включил инфопланшет и улыбнулся, видя, как разноцветные огоньки закружились на черном экране. Он быстро установил параметры этой простой игры. Матейн открыл дверь хранилища и указал на стул. «Гвардеец, сядь, пожалуйста». Атарен опустился на сиденье. Его туловище было обмотано повязками. «Сэр, докладывай, гвардеец», — по-деловому сказал Катмос. «Скажи мне, что конкретно произошло с тобой сегодня». «Я обслуживал мортиру», — неуверенно сказал Атарен. Катмос сел на другой стул. «Ты был близко от ворот, когда их пробили». Теперь он узнал молодого человека. Он чуть не стал второй жертвой того высокого тощего тиранида, которого убил комиссар. «Тальвид, он был моим товарищем по расчету». Окруженные белизной глаза Атарена глядели прямо сквозь Катмоса, видя лишь кошмары. «Оно съело... оно съело...» «Гвардеец!» — Катмос хлопнул в ладоши. «Посмотри на меня!» Атарен с трудом вырвался из ужасного воспоминания, хотя и не мог прекратить дрожь, колотившую его. «Встань!» Не задавая вопросов Катмосу, Маттейн накинул сенсорное покрывало на стул Атарена. «Теперь сядь!» Гвардеец тупо повиновался, и Катмос протянул ему переделанный инфопланшет. «Атарен, я хочу, чтобы ты рассказал мне обо всем, что случилось, обо всем, чего ты боялся и что чувствовал, но когда ты будешь это делать, ты должен играть в звездолов». Он потянулся к нему и сделал двойной щелчок по экрану. «Как тогда, когда ты был еще детенышем!» «Сэр!» Гвардеец не знал, что и думать. Звездолов запищал с упреком. Атарен не смог повторить последовательность огоньков, нажимая на экран пальцем. «Просто сделай это, солдат!» Строго сказал Катмос. Въевшаяся в Атарена привычка повиноваться заставила его постучать по экрану. Желтый вверху, синий слева, зеленый справа, синий слева этот застал Атарена врасплох, когда он ожидал следующий огонек внизу экрана. Наверху вспыхнул красный, Атарен едва успел удержаться. «Красный цвет опасности, нажми на него, и игра закончится». Огоньки ускорились, зеленый, оранжевый, фиолетовый, разбежались по углам, и каждый нужно было нажать один раз, прежде чем вспыхивал новый. Белый требовал двойного нажатия, это была сама звезда. «Расскажи мне обо всем, что случилось», повторил Катмос. «Нет, не прерывайся, продолжай ловить звезды». Атарен сглотнул. «Мы с Тальветом стреляли из мортиры». На этот раз ему удалось выговорить на несколько предложений больше, прежде чем ужас комом встал у него в горле. Сигнальные лампочки сенсорного покрывала горели красным. Матейн шагнул вперед, но Катмос отстранил его, подняв руку. Звездолов настойчиво загудел. Атарен моргнул и сфокусировался на экране. «Извините», промямлил он. «Перезапусти игру», — настоял Катмос. «Мы стреляли из мортиры», — по собачьи повиновался Атарен, тыча в экран негнущимся пальцем. «Рейнос был наводчиком, он стоял на стене». Катмос не запомнил, сколько фальстартов и репетиций им понадобилось, но в конце концов Атарен наконец смог выдержать воспоминания об ужасной смерти Тальвита. Огоньки сенсоров все еще светились янтарно-желтым, но волны паники в мозгу утихли, как и бешеное сердцебиение и потоотделение. Голос молодого человека был ровным, взгляд прикован к звездолову, палец уверенно следовал за мигающими огнями. Устройство признало его успех, издав приятный звон. Атарен поднял взгляд на Катмоса и свободной рукой вытер слезы щетинистых щек. «Сэр, очень хорошо, гвардеец». Катмос улыбнулся и забрал звездолов. «Теперь иди, поспи немного». Матейн стоял за стулом, внимательно разглядывая сенсоры. Повернувшись, он застыл, весь внимание. В дверях стоял Тирзат. «Санитар!» – отрывисто сказал комиссар. «Проводи пациента к его матрасу!» Матейн неуверенно посмотрел на Катмоса. «Иди», – кивнул хирург. Когда Матейн вывел Атарена, Тирзат вошел в хранилище и закрыл дверь. «Что это было?» «Тело уже полечили, а это лекарство для ума», – заговорил Катмос с большей уверенностью, чем на самом деле чувствовал. «Как сказал лейтенант, тираниды лишены разума, а мы нет». «Какой-то несанкционированный псайкерский трек? Лишу звания, если так», – предупредил Тирзат с более чем обычной неприязнью к псайкерам. «Проверьте записи обо мне, у меня нет и намека на психический потенциал». Катмос поднял «Звездолов». «Это вариант одного старого приема моей матери». От этих слов в холодных глазах комиссара появилось удивление. «Объясни». Катмос жестом пригласил его занять свободный стул. «На Альмовике моя мать была целительницей». «В каменоломнях?» Тирзат присел с прямой, негнущейся спиной. «Аварии – это такой же факт жизни, как то, что в океане тонут корабли». Катмос пожал плечами. Она сращивала сломанные кости и ампутировала раздавленные конечности. Потом еще были кошмары, мучившие мужчин и женщин, которые вытаскивали мертвых и раненых из-под камней, а также преследовавшие тех, кого завалило. «Это то же самое, что боевой шок гвардии, который поражает тех, кому не достает отваги». Тирзат был совершенно лишен сочувствия. «Можно так думать», – мягко сказал Катмос. «Если не знать, что раньше человек был смелым и стойким, мать не бросала того, о ком знала, что он сделан из настоящей стали. Она могла поклясться, что если заставить кого-то проговорить то, что они испытали, то они смогут преодолеть страх. Когда они смогут сделать это без паники, они снова смогут встретиться с ужасом лицом к лицу». Тирзат без улыбки поглядел на него. «Я жду вашего объяснения». Катмос ненадолго задумался, как в комиссариате делают операции по удалению чувства юмора. «Разговорить кого-то, когда он боится, невозможно, если все, на чем они могут сконцентрироваться, – это страх», – решительно сказал он. «Если занять чем-то другим их руки, их глаза, то это отвлекает их достаточно, чтобы ослабить ужас. Я не могу объяснить, почему и как, но просто знаю, что это работает». Мать задавала своим пациентам какой-нибудь ритм, чтобы они его настукивали, одну из горных песен, которые все знают. Он отложил в сторону измененный инфопланшет. «Я не знаю никакой музыки долины побережья, но все играют в звездолов». Долгий миг Тирзат глядел на полевого хирурга. «Будет ли этот парень завтра держать оборону?» «Не знаю», – честно сказал Катмос. «Но шансы на это больше, чем были ранее». «Со сколькими людьми вы собираетесь играть в эту игру?» – требовательно спросил комиссар. «Со сколькими смогу, почему бы и нет?» – дерзко спросил Катмос. «Если она ей не поможет, то разве сможет навредить?» «Если не считать, что не даст раненым спать?» – прорычал Тирзат. «Нам нужно, чтобы каждый мог стоять на ногах». «Нам нужно, чтобы каждый человек мог держать оборону», Катмос ответил комиссару его собственными словами. «И если этот парнишка умрет, я хочу, чтобы он умер с честью, а не как трус от вашего пистолета». А пока что он указал на сигнальные огни покрывала. «Может, я позабочусь о ваших ранах?» «Это ничего». На челюсти Тирзат одернулся мускул, и он поднялся на ноги. «Комиссар, не глупите», – коротко сказал Катмос. «Как люди будут держаться без вас?» Лицо комиссара озарил первый намек на улыбку. «Лейтенант Джептад будет выполнять свой долг». Однако он сбросил свой китель. Комиссар снял свой форменный мундир ранее. Несмотря на тренированность и ловкость Тирзата, Катмос увидел, что когти воина Тиранида нанесли несколько глубоких порезов. «Снимите нижнюю рубашку». Взволнованный Маттейн дожидался за дверью. «Сэр, все нормально». Катмос взял антисептик и шовный клей. «Сейчас я его залатаю, а потом притащи мне другого с признаками боевого шока». Он сделал паузу. «Найди гвардейца по имени Ньял. Посмотри, как он там». Он вернулся и занялся ранами Тирзата. Порезы проходили сквозь старые шрамы. «Было бы легко чувствовать неприязнь к комиссару», подумал Катмос, «если б не это неопровержимое доказательство его отваги». На спине у Тирзата шрамов не было вовсе. «Ну что, я могу продолжать?» Катмос начал очищать окаймленный красным порез, распухший от тираницкого яда. «Если бы я думал, что мы доживем до прибытия претера Форфея, я бы запретил это и сообщил в офица медика». Теперь улыбка Тирзата напоминала Катмосу о скал черепа. «Так как я сомневаюсь, что у меня будет шанс это сделать, можешь продолжать. Все равно». «Вы не думаете, что мы выберемся отсюда?» Катмос сконцентрировался на том, чтобы ровно соединить края раны, нанося шовный клей. «Мы же прогнали то чудовище, разве нет? Воина-тиранида, если я правильно помню, как меня учили». «Он тогда не победил», — произнес Тирзат сквозь стиснутые зубы. «Разумулья отозвал его, как только то другое существо узнало, что ему было нужно. То, со щупальцами, это был ликтор». Он с удовлетворением кивнул, увидев запоздалое узнавание на лице Катмоса. «Но все тираниды-марионетки, что бы там ни говорил лейтенант». Комиссар встал и поднял китель. «Те, что крупнее, знают, что делают. Этот воин вернется, или придет еще что похуже, с новым планом, как одолеть нас, и за ним будет в десятеро больше тварей». Что они такого узнали, что сможет им помочь? Катмос попытался скрыть тревогу. «Не сомневаюсь, что мы узнаем это завтра». Тирзат пожал плечами. «Убедись, что санитары знают, что делают». В случае худшего развития событий Катмос знал, что должен делать, он с трудом сглотнул. «Но я все же надеюсь на лучшее». «Лучше всего не надеяться, тогда будет нечего бояться». Тирзат открыл дверь и зашагал через подвал с высоко поднятой головой и расправленными плечами, излучая уверенность. В то время, как он ожидает, что все умрут, внезапно Катмоса захлестнула ярость. Нет, он не желал принимать мрачное предсказание комиссара. «Что у него было сказать?» Биньям приблизился к нему со стороны затемненной задней лестницы. Катмос почувствовал холодок, услышав угрюмый голос друга. «Какие новости по Воксу?» «Остропад главштаба только что умер, крича о тенях в варпе с кровотечениями из глаз и носа», — пробормотал Биньям. «Никто не знает, где претеры Орфея». «Что насчет других укреплений?» Катмос задумчиво посмотрел на раненых. «Еще шесть пропали из Вокс-сети», — покачал головой Биньям. «Ни слово от города Йота. Так что мы держимся, пока не придет помощь или пока все не погибнут», — Катмос кивком подозвал Матейна. «Это не займет много времени, учитывая, что они понесли столь ужасающие потери всего за два дня». Но все же оставалась работа, которую надо было делать, хотя бы для того, чтобы не дать собственному страху поглотить его. К рассвету Катмос был уверен, что обезопасил еще девятнадцать человек от парализующего ужаса, среди них иньяла. «Спасибо, Матейн». Когда санитар вывел пациента, он аккуратно закрыл дверь. А затем метнул Звездолов в стену кладовой. Тот разлетелся на части, рассыпав повсюду бесполезные фрагменты. Эти люди, возможно, освободились от страхов, но что их может спасти от пожирания ликторами? Что толку от лишних двадцати лазганов против бесчисленных тиранидов? Может быть, его ночная затея – ненужная трата времени? Может, комиссар Тирзат прав? Катмос был слишком утомлен, чтобы ответить. Все же в его дурных предчувствиях не было ни капли предательского ужаса, который внушали тираниды. Он знал, что это ясное понимание смертельной угрозы, в которой они все находятся. Но, как всегда говорила его мать, если ты понимаешь свой страх, то можно бороться с ним. Выйдя из кладовки, он увидел Биньяма, сгорбившегося над Кастером. Вокс-сержант поднял взгляд на Катмоса и коротко покачал головой. Лазерная пушка на верхнем ярусе башни открыла огонь. Все в подвале застыли. Катмос быстро проанализировал состояние лежачих пациентов, считая тех, кто мог держать в руках оружие. Он подозвал сержанта, ждущего рядом с солдатами, годными для защиты укреплений. «Попроси у лейтенанта, чтобы сюда спустили 30 лазганов или пистолетов», — сказал он энергичным голосом. «Не уверен, что у нас найдется столько свободного оружия, сэр». По унылому лицу сержанта Катмос понял, насколько поистине тяжким было их положение. «Доктор!» Кожа вокруг аугметического глаза Матейна была бледна и туго натянута, а другой глаз запал и был окружен темным пятном усталости. «Иди-ка сюда!» Катмос подошел к реаниматрексу, нажал на несколько переключателей, и машина зловеще загудела. Матейн с опаской посмотрел на него. «Что?» «Если тираниды ворвутся в башню, дай наиболее серьезно раненым благодать императора», — приказал Катмос. «Разряд останавливает бьющееся сердце так же надежно, как запускает мертвое. Каждый, способный держать оружие, должен сохранить один выстрел для себя». Открыв панель в реаниматрексе, он вытащил два стеклянных пузырька. Вытянув содержимое одного в шприц ручку, он передал второй Матейну. «Это тебе, прусциан, быстрый и безболезненный». «Что ты собираешься делать?» — встревоженно спросил Матейн. Положив в карман смертоносный шприц, Катмос вышел из кладовой. «Если это последний день, который я увижу, то я умру с оружием в руках». Он подобрал собственный вещмешок с беспорядочными напоминаниями о десятилетиях путешествий и войн. Там все еще было несколько вещей, которые он взял с Ольновика. «Что это?» Матейн удивленно воззрелся на незнакомое оружие. «Длинная винтовка». Катмос проверил заряд и протянул Матейну руку. «Служить с тобой было честью для меня». Матейн шагнул назад, покачав головой. «Я найду лазган. Ты останешься здесь и спасешь наших пациентов от врага», строго сказал Катмос. «Молодой санитар будет в большей безопасности в подвале, если по какому-то капризу равнодушной вселенной кто-то из них доживет до конца дня. Тогда будут раненые, которых надо будет лечить», напомнил себе Катмос. «Он не собирался бесцельно расставаться с жизнью, пока на нем оставался этот долг». Матейн кивнул, не в силах говорить. Все же Катмос поспешил наверх по задней лестнице. Он не мог проходить мимо раненых и видеть их лица. Позади, на металлических ступенях, тяжело загрохотали шаги. Он повернулся, поднимая длинную винтовку. «Каменные медведи!» Биньям поднял руки в шутливом жесте сдачи в плен. «Куда идешь, навозная рожа?» «Я сделал для раненых все, что мог, пока битва не закончится. Так или иначе?» Катмос нахмурился. «Ты же должен сидеть на воксе». «Слушать мертвый эфир?» Биньям покачал головой. «Я умру с оружием в руке». «Тогда пошли». Катмос развернулся, и они направились наверх. Теплый солнечный свет на самой верхней платформе будто смеялся над их усталостью. Катмос понял, что на такой высоте, над зловонными трупами тиранидов, лежащими толстым слоем, будто осенние листья, сколько хватало глаз, ветер несет приятные ароматы леса. Он глубоко вдохнул благовонный воздух, прежде чем посмотреть вниз, во внутренний двор. На этот раз не все мортиры были снабжены расчетами. Не хватает боеприпасов или опытных артиллеристов. Боеприпасов, догадался Катмос, увидев Атарена, стоящего у одного орудия с лазганом в руке, готового защищать мортиру или приняться за стрельбу в зависимости от хода боя. По крайней мере, расчеты были прикреплены ко всем тяжелым болтерам на выдающихся из стены бастионах. Но сколько времени пройдет, прежде чем они опустошат оставшиеся магазины? Они не смогут удержать эти стены одной лишь отвагой. «Вот и они!» Биньям подготовил лазган. Скачущие, рассекающие воздух тираниды атаковали со всех сторон. Сколько бы их ни падало под выстрелами тяжелых болтеров со стен, за ними следовало еще больше. Они метали костяные крюки и стягивали скрученные жилы, соединяющие живые захваты с их телами. Оказавшись на бастионах справа и слева от ворот, они бросались на болтеры. На каждых пятерых застреленных гвардейцами, которые отчаянно обороняли орудия, появлялся еще десяток. Эти звери отличались от тех, что атаковали днем ранее. Защищенные более толстыми панцирями, они сжимали похожие на обрубки симбионты, которые плевались незначительными на вид поблескивающими струйками. Однако гвардейцы кричали от мучительной боли, совершенно не сравнимой с их крохотными ранами. Бросая лазганы, они впивались пальцами себе в лица, раздирали руки Оракрит, не обращая внимания, что проливают собственную кровь. Затем они корчились во внезапных судорогах, и каждый солдат падал и лежал, неподвижный и беспомощный. Некоторые падали с бастионов, не делая ни попытки спастись. Катмос вздрогнул, видя, как черепа разбиваются о мостовую. Другие простирались на земле со сломанными ногами и осколками кости, торчащими сквозь одежду. Тех, кто лежал, окостенев на укреплениях, тираниды рвали на куски. Однако расчеты болтеров на соседних бастионах быстро направили огонь на тварей, чтобы не отдать орудия врагу, равно как и отомстить за своих товарищей. Болтер слева от ворот взорвался, оставшиеся боеприпасы добровольно подорвали гвардейцы, не желающие умереть просто так. Биньям извергал повторяющееся монотонное ругательство, делая из своего лазгана выстрел за выстрелом. Катмос установил длинную винтовку на перилах окружающих платформу и аккуратно прицелился в крепкого тиранида с пятнистой головой. Она исчезла с перекрестия, обратившись в фонтан слизи. Башенные пушки внизу закрутились на опорах. Оторвав взгляд от прицела, Катмос осмотрел небо. Сегодня в нем не было видно никаких летающих тварей. Оборонительные лазеры загудели и Катмос осознал, что они нацелены на укрепление по обе стороны от ворот. Лазерные пушки открыли огонь, поворачиваясь из стороны в сторону. Ибо на этих стенах больше не было своих. Все гвардейцы, еще оставшиеся в живых, стали беспомощными жертвами парализующих, причиняющих страшные муки тиранитских ядов. «За мной! За мной!» Лейтенант Джептед был внизу, во дворе, с отделением гвардейцев-ветеранов. Они заняли позицию между тиранидами, прыгающими вниз с укреплений, и несгибаемыми расчетами мортир, которые все еще стояли в плотном порядке в центре, выпуская снаряд за снарядом и целясь в участок сразу за воротами. Гвардейцы стояли плечом к плечу и, не моргнув глазом, уверенно поливали лазерным огнем стрекочущих, молотящих лапами бестий. Мостовую двора усеивали обломки хитина, и она стала скользкой от ихора, изрыгаемого умирающими тиранидами. Ворота внезапно исчезли в облаке черной пыли. Это был не взрыв, скорее вдох, признающий поражение. Губительную завесу понесло во двор, и гвардейцы, попавшие под нее, повалились, задыхаясь, не в силах даже выдавить предсмертные проклятия. Когда пыль осела, в воротах стояла новая кошмарная тварь. Одна когтистая рука сжимала чудовищный меч из почерневшей кости, другую украшала омерзительная плеть, веревки живых мускулов сплетались одна вокруг другой, оканчиваясь бритвенно-острыми когтями. Биньям выругался. Был ли это вчерашний воин тиранид? Катмос не мог сказать, да и на самом деле это ничего не значило. Он поймал его в прицел и увидел убийственную целеустремленность, светящуюся в янтарных глазах под развернутыми веером хитиновыми пластинами, защищающими голову существа. Он припомнил слова комиссара «Крупные особи знают, что делают». Тирзад сейчас кричал что-то другое, но Катмос не мог разобрать слов в шуме сражения. Воин тиранид взмахнул мечом и с воплем запрокинул назад голову. Каждая тварь во внутреннем дворе откликнулась кровожадным криком. Звук распространялся за пределы обычного слуха, сокрушая храбрость каждого гвардейца. «Тираниды возобновили атаку, теперь даже более свирепые, чем раньше». Голос Биньяма дрожал. «Убивай больших», так сказал комиссар. У него было оружие, которое могло это делать, и важнее всего, он имел навыки для этого. Катмос сконцентрировался и сделал глубокий вдох. Выдыхая, пока легкие не опустили, считая пульс, чтобы выстрелить между ударами сердца, он плавно надавил на спуск. Он промахнулся, конечно же. Ветер. «Насколько далеко?» – спросил Биньям. «Без понятия», – сплюнул Катмос. Плечо болело от резкой отдачи оружия, но это было ничто в сравнении с неудачей, которая обожгла его, будто удар плети. «Я буду наводить». «Я буду наводить», – Биньям выхватил магноколь. Катмос выстрелил вторым болтом. «Сдвинь на три метки вверх-направо», – посоветовал Биньям. «Стой! Не стреляй!» Через узкую прорезь прицела Катмос увидел, как лейтенант Джептад атакует воина Тиранида. Чудовище замахнулось костяным мечом. Офицер уклонился от черного клинка, однако его хлестнуло живым кнутом. Он вскинул руки, чтобы защитить лицо, безжалостные кольца стиснули грудь человека, выжимая из него жизнь, таща его к поблескивающим клыкам твари. Гвардейцев, поспешивших на помощь лейтенанту, оттеснила назад волна пускающих слюну меньших тиранидов. Джептад уже не боролся с кольцами хлыста. Руки бессильно повисли, и его тащило вперед, к смертоносным когтям огромного существа. Катмос прочнее установил длинную винтовку. Всей его вселенной было то, что он видел в прицел. Единственный болт подарит Джептаду милосердную смерть и вместе с тем убьет чудовищного воина. Он нахмурился, увидев лицо Джептада. Глаза того внимательно смотрели. Существо наклонилось, разинув пасть с зубами-кинжалами, пробуя воздух языком, как у рептилии. Руки офицера все еще были свободны. По силовым когтям капитана Слейта с треском пробежала голубая молния. Конвульсивным усилием Джептад вскинул руку и вогнал сверкающие клинки глубоко в глотку тиранида. Монстр умер, и от этого предсмертного визга по каждому тираниду пробежала дрожь неуверенности. Гвардейцы, которые все еще сражались во дворе, ухватились за шанс и сделали столько выстрелов, сколько смогли. Но Катмос увидел новый кошмар. Палаточная ткань, прикрывавшая ямы с мертвецами, вздувалась, змееподобные тираниды прорывали полотно двойными парами раздирающих когтей. Разбрасывая гниющие конечности и головы, они, волнообразно изгибаясь, поползли по мостовой. Гвардейцы побежали в атаку, и существа поднялись на тугих кольцах мускулистых хвостов или с убийственной эффективностью использовали клешни на их концах. Один солдат потерял ногу, клешня с легкостью прошла сквозь сапог. На мгновение Катмос задумался, не это ли узнал ликтор, поглотив мозг бедняги Тальвита. Новый способ проникнуть внутрь крепости, которым он поделился с разумом Улья, породившим его. Извивающиеся тираниды веером расползлись по всему двору. Некоторые двинулись на артиллеристов, теперь стоявших спина к спине. Некоторые атаковали гвардейцев, все еще отчаянно пытающихся добраться до лейтенанта Джептада, наполовину придавленного павшим чудовищем. Другие ползли по ступеням, по которым могли добраться до подвала. Катмос узнал голос, который прокричал вызов далеко внизу. Один гвардеец твердо встал на пути у тиранидов. Это был Атарен, собиравший вокруг себя столько людей, сколько мог, уверенно стрелявший из Лазгана. Пока он стоял на ногах, раненые были в безопасности. А это, наверное, Ньял рядом с ним? Сложно было сказать, на каждом была броня и каска, но наклон его плеч казался знакомым. Молодой гвардеец побежал вперед, увернулся от хлестнувших мимо когтей разъяренного тиранида. Стреляя из зажатого в одной руке Лазгана, он какой-то момент удерживал врага на расстоянии. В другой руке у него был тубусный заряд. На миг бросив Лазган, так что тот свободно повис на перевязи, он открутил колпачок трубки и зашвырнул взрывчатку в одну из ям. И трупы, и тираниды разлетелись на куски. Но Ньял не отступил. Повалив тиранида, все еще угрожающего ему последним выстрелом Лазгана, он повернул колпачок следующего заряда. Сердце Катмоса заколотилось, словно отсчитывая пульсом секунды, которая горел запал. Затем Ньял пригнулся и длинным, низким броском метнул его в дальний конец траншеи. На этот раз взрыв был приглушен. Мостовая двора вспучилась, а затем опала, тиранидский туннель был разрушен. Катмос позволил себе обнадеженный вздох, пока не осознал, что второй воин тиранид стоит в разрушенных воротах. Подняв массивное оружие средними когтистыми лапами, он выстрелил в ласпушку металлически блестящим потоком кристаллов. Орудие взорвалось каскадом искр. Его расчет с воплями бросился назад, сияющая кислота лишала плоти руки и лица солдат и разъедала кости под ней. Тирзат вел отряд вниз по ступеням башни, нацелив силовой меч прямо на тварь. Солдаты побежали в атаку на воина, а таран и расчеты мортир последовали за ними, стреляя из лазганов. Меньшее создание, рвущееся в ворота, массово гибли. «Нет», — решил Катмос, «главным героем легенды о подвигах этого дня должен был Джептат, даже если никто не останется жив, чтобы рассказать ее». Он положил винтовку на перила, внимательно посмотрел в прицел и тщательно оценил направление ветра. На этот раз он с первого выстрела вогнал дейтириевый болт прямо в глаз воина. Он потянулся в карман за смертоносным шприцом-ручкой. «Прусциан, достаточно для двоих. Оставь его на другой день». Магнок Альбиньямов скинулся кверху. Внизу, во дворе, вторжение тиранидов утратило свою губительную целеустремленность. Комиссар Тирзат собирал выживших гвардейцев, чтобы снова закрыть ворота, а расчеты болтеров на бастионах не сдавали позиций. Лазерные пушки на башне наклонились вниз, вскрывая выстрелами тиранидские туннели и открывая взгляду бесчисленные скорчившиеся трупы. Ветер изменился, и Катмос почуял жгучий запах озона. Он посмотрел вверх и увидел точки света, словно булавочные уколы, пронзающие безоблачную синеву. Это вырывался огонь из маневровых двигателей. Десантные капсулы с воем проносились сквозь ароматный воздух. Гвардейцы, удерживавшие внутренний двор, разразились радостными криками, и претеры Орфея обрушились на землю со всех сторон от стен. Тираниды бросились прочь, не разбирая дороги. Но ни один из них не был достаточно быстр, чтобы избежать праведной ярости космических десантников и их убийственно-точного огня. Ник Кайм. Реквием Прометея. Ангар зиял в боку корабля, подобной открытой ране, гниющей от ржавчины и разрушения варпом. Он принадлежал Глариону, древнему кораблю, участвовавшему в давно угасших воинах Капского фронтира, который был лишь одним из сотни таких же, составляющих единый конгломерат. Разрушенные надстройки, напоминающие соборы, смешались друг с другом в насильственном акте единения, выступая среди сломанных шпилей, разбитых куполов и расколотых остатков многоярусных палуб. Слияние некогда различных кораблей выглядело таким же несуразным, как и его итог. Ныне представляющие собой единую дрейфующую массу, эти чудовища повсеместно именовались скитальцами. Неумолимый был сущим насекомым в сравнении с этой громадой. Его посадочные опоры опустились на участок палубного настила, достаточно крупный, чтобы вместить целую эскадру десантно-штурмовых кораблей. По аппареле спустились 10 фигур в тяжелой броне. Двигались они медленно, не потому, что были облачены в массивные терминаторские доспехи или из-за инерции при нулевой гравитации, и не потому, что их сапоги притягивались магнитами к настилу палубы. Они были осторожны. Скитальцы всегда являлись вотчиной чуждых тварей, прячущихся в темных, забытых глубинах космоса. Но в этом скитальце таилось нечто большее. Эта масса, слившаяся из множества корпусов, изувеченных следами когтей, населенная колониями странных бактерий, опаленная солнечным ветром, побывала в оке ужаса. Варп изрыгнул ее, будто мать, изгоняющая из себя нарождающееся отродье, и она вернулась в реальное пространство после отсутствия длиной почти в век. «Я чувствую зловоние варпа», — послышался голос претера в камлинке шлема Цугана. Даже не видя лица, Цуган мог сказать, что сержант нахмурился. Не только запах, стены ангара служили видимым доказательством того, что скиталец был запятнан скверный. В свете, источаемом галофонарями доспеха, Цуган различил замороженные вакуумом кровеносные сосуды и странной формы бугры. Щели в гротескных наростах напоминали мгновенно замерзшие рты, разинутые от голода. Подобные искажения пятнали собой каждую вертикальную поверхность и сливались в густую кашу окаменелой биомассы, скопившуюся по краям палубы. Огнемет. Приказ претера был краток, будто обрублен, из-за едва сдерживаемого отвращения. Брат Кулах выступил вперед из боевого порядка и окатил стену очищающим огнем. Как будто спичку поднесли к кучке промасленных дров, огонь пронесся по нечисти, пожирая ее под жуткие шипящие завывания, едва различимые заревом тяжелого орудия. Цуган увидел, как Эмик изобразил поперек груди знак молота вулкана. Никто из огненных драконов этого не сделал, но Апотекарий не принадлежал к ним и был более суеверен, чем большинство. Он встретился взглядом с Цуганом, какое-то время смотрел ему в глаза, а затем отвернулся, когда претер вновь повел их вперед. Было очевидно, что он хочет покинуть корабль как можно быстрее. На то была веская причина. Эмпирей был царством теней, миром, наложенным на реальность, будто грязная пластыковая мембрана. В его потоках обитали безжалостные существа, которым придали облик страх, зависть и жажда власти. Это были паразиты, питающиеся человеческими страстями. Было древнее слово, отражавшее их сущность. Демоны – так их называли. Ни один корабль, скиталец или что-то иное, что странствовало в варпе, не могло остаться совершенно нетронутым. Демоны и их воздействие могли надолго задерживаться в реальности. «Мурашки по коже бегут, а, змееныш?» – спросил Храйдер по закрытому каналу. Цуган стиснул челюсти и проглотил свой гнев. «Обращайся ко мне, Цуган или брат!» – прошипел он. Храйдер так громко рассмеялся, что все его услышали. Великан даже среди терминаторов, он тащил тяжелое орудие своего отделения, устрашающего вида штурмовую пушку, покрытую значками, обозначающими уничтоженные цели. Претор послал потрескивающий разряд по рукояти громового молота, чтобы лучше осмотреться в темноте. Вспышка также осветила зелень его боевого доспеха и сгустила тени в складках плаща из драконьей чешуи. «Прекрати, брат!» – сказал он. Храйдер кивнул, однако пока не закончил. «Оставайся бодрым, змееныш! Мы с тобой очень скоро будем сражаться вместе!» Озера магмы под горой смертного огня на Ноктюрне были холоднее, чем гнев Цугана в тот миг. Если не считать наростов скверны, ангар был пуст. «Далеко ли до Протея?» – спросил Претор. «Он близко, я чувствую его!» На ретинальном дисплее Цугана вспыхнула руна, идентифицируя говорившего. Брат-сержант Нумиан. Его нетерпение, нехарактерное для Саламандры, было очевидно даже под непроницаемым терминаторским доспехом. Претор повернулся всем своим массивным телом. «Брат, ты теперь библиарий?» «Я огненный дракон», – отрезал Нумиан. Голос у него был не такой глубокий, как у Претора, но металлом в нем можно было резать керамид. «И я знаю свой собственный корабль, он неподалеку». Нумиан потопал вперед, и без того низкая температура упала еще сильнее. «Эмек». Претор на сей раз проигнорировал второго сержанта. «Сколько еще?» В отличие от своего предшественника с его едва прикрытым цинизмом, Эмек был оптимистичен и любопытен. «Вытащишь еще несколько геносемян из своих мертвых или умирающих собратьев, и твое настроение изменится, брат», – подумал Цуган, и его внутренний голос отдавал горечью. Эмек сверился с комплексом успиков, встроенных в перчатку его более легкого силового доспеха. «Если верить плану корабля, то примерно пять часов по третьему ярусу Глориона, пока не достигнем точки слияния и не выйдем в кормовой отсек протея». Он поднял взгляд от своих вычислений. «Это если мы будем двигаться напрямик, без стычек, по чистому пространству и не восстанавливая гравитацию. Как только мы найдем активный терминал, ты займешься третьим условием, брат», – сказал Претор. «С другими двумя мы будем разбираться по мере надобности». У каждого терминатора на левой руке был цепной кулак – незаменимая вещь при исследовании скитальцев, где движения могли затруднять переборки и завалы. Это было нужно для выполнения второго условия. «Температурное сканирование с неумолимого показывает, что сопротивление будет слабым. Ксеносы все еще по большей части в спячке». Штурмболтеры, штурмовая пушка и тяжелый огнемет разберутся с условием номер один. «Тогда будем надеяться, что этим все и ограничится». Претор переключил внимание на Нумиана, который стоял в авангарде своего отделения. Пока командовал Претор, но как только они достигнут протея, его сменит второй сержант. Так было решено. Нумиан должен искупить свою вину и нести ответственность в одиночку. Таков был путь Прометея. «Ты уверен, что он здесь?» «Я чувствую это собственной кровью». В голосе Нумиана послышались рычащие нотки. «Он здесь, все еще внутри корабля». «Век дрейфа по волнам варпа. Возможно, он не выжил». Обычно громовой голос Претора смягчился. «Брат, возможно, что мы ищем труп или нечто худшее». Нумиан позволил словам повиснуть в воздухе. Затем он посмотрел мимо Претора и взгляд его вспыхнул, остановившись на Эмике. «Он еще жив, находится в Креостазисе, как я его и оставил». Едва собравшись что-то добавить, Нумиан замолчал. Его напускная холодность почти что исчезла, однако он снова отвернулся. Претор бросил еще один, последний взгляд на Эмика, по бокам которого двигались зеленые, бронированные керамитом бастионы. Двое из отделения Нумиана – Меркурион и Гондар. Силовая броня предоставляла прекрасную защиту на обычных полях сражений, но этот дрейфующий космический скиталец не был обычным. «Берегите его!» Претор не потрудился перейти на закрытый канал. Апотекарий знал, что риск велик. Претор снова пристально посмотрел на Нумиана. Тактичность не входила в число тех качеств, которые Геркулон Претор ценил хоть сколько-то высоко. На данный момент это все еще была его миссия. Громоподобным, повелевающим голосом он возвестил, возглавляя отряд. «Огненные драконы, за мной!» Вспышки, одновременно вырвавшиеся из трех штурмболтеров, осветили искаженное гримасой лицо Претора, и он отшвырнул ксеноса ударом штормового щита. Жгучие органические жидкости зашипели на его броне, когда он расплющил тварь о стену. Коридор был узок. Трубы и толстые кабели свисали с потолка, покрытого разрывами от когтей генокрадов. Решетчатый настил, полуразъеденный кровью ксеносов, лязгал под ногами. По крайней мере, порча варпа здесь отсутствовала. По крайней мере, не была видима. Мощная гравитация, создаваемая нестабильно работающими системами Глариона, притягивала огненных драконов к полу. Благодаря недавно включенным воздухоочистителям, которые снова наполнили ярус кислородом, Претор смог снять боевой шлем. Данные суспензоров на ретинальных дисплеях показывали, что подъемная способность на пределе. Маневрировать было тяжело. Цуган чувствовал соленый вкус на губах, в сражении его лицо покрылось потом, а второе сердце колотилось, подстраиваясь под дополнительную физическую нагрузку. Ксеносы, похоже, не испытывали таких трудностей. Двое закупорили собой короткий коридор, пытаясь оттолкнуть друг друга. Трое терминаторов стояли к ним лицом к лицу, Цуган, его сержант и Вокер, два других, включая вооруженного штурмовой пушкой, расположились позади них, образуя шахматный порядок. Хотя тяжелое орудие Храйдера молчало, залаял штурмболтер Инквиктеза, стреляя между наплечниками стоящих впереди. Подразделение Нумиана тесно сгруппировалось за ними, защищая их сзади. Цуган выстрелил в тварей, разорвав грудную клетку их вожака и оторвав ему конечность. Второй подобрался на расстояние, достаточное для прыжка, и, оттолкнувшись длинными мускулистыми ногами, легко взмыл в воздух. Цепной кулак врезался в его торс, превратив пронзительный вой в придушенное мяуканье, и генократ заскреб когтями по броне Цугана, но уже обессиленно и нецелеустремленно. «Хороший змеёныш», — сказал Храйдер. Очереди штурмболтеров озаряли коридор, словно языки пламени. Цуган чувствовал их жар. Трое ксеносов взорвались под обстрелом. «Смотри-ка, там ещё больше!» Храйдер указал цепным кулаком. Кругом валялось примерно 13 трупов ксеносов, а сами терминаторы не понесли никаких потерь или ранений. Это был авангард, ничего больше. Звери выглядели частично оцепеневшими, ещё не полностью очнувшимися от спячки. Впереди раздался высокий, воющий звук, предвестник новой волны. Генокрады, рассыпавшиеся по палубе, были лёгкой добычей. Они брыкались и дёргались под объединённым огнём. Слишком поздно огненные драконы осознали, что этих тварей просто принесли в жертву. Другие, цепляющиеся за стены и потолки, прижимающиеся к ним, чтобы представлять собой меньшую цель, бросились на них целой стаей. Цуган зашатался, получив скользящий удар по шлему. На внутреннем дисплее на секунду затрещали помехи, затем изображение стабилизировалось. Твари были быстры, гораздо быстрее, чем первые. Он размахнулся цепным кулаком, надеясь кого-нибудь зацепить, но один генокрад перекатился через него и вцепился в спину. Болевые сенсоры доспеха вспыхнули гневным красным цветом, и Цуган закричал. Органические крючья вырвались из пасти генокрада и начали бить по сочленениям брони в поисках уязвимых мест. Огненный дракон не мог дотянуться до врага и вместо этого рванулся назад. Ударившись о стену, он с удовлетворением услышал хруст костей. Цуган едва успел прийти в себя, модифицированное тело начало вкачивать в кровоток ослабляющие боль химикаты, когда на него прыгнула другая тварь, притаившаяся на потолке. Несмотря на имплантат оккулоп, он только сейчас разглядел ее во тьме. Громовой молот претера сокрушил ее прямо в полете и выброс энергии пронизал воздух, осветив взвизгнувшего перед смертью ксеноморфа, будто в застывшем пикт снимке. Огненные драконы, вперед! Прогремел претер, расплющивая другого ударом штормового щита. По отрывистому грохоту болтеров Цуган понял, что его братья рядом и ведут продольный огонь по коридору. Совместными усилиями огненные драконы практически уничтожили вторую волну и использовали краткую передышку, чтобы немного продвинуться вперед. Перед ними виднелась более широкая секция коридора, нечто вроде технического отсека, где будто металлические трупы валялись старые механизмы. Увеличение пространства позволило воинам Нумиана занять позицию рядом с отделением претера. Они разошлись веером. Трое впереди, сержанты в центре, двое позади, включая тяжелое орудие. Претер поднял кулак. «Стойте на месте!» Эхо последних выстрелов постепенно угасало, пока снова не повисла напряженная тишина, прерываемая тихими звуками действующих систем Глориона. «Надо идти дальше!» Сказал Нумиан, выдавая свое нетерпение. Претер тычком перевернул один из генократских трупов. Щупальца вывалились из его ротовой полости, подобно ребристым языкам. Прежде чем включить комсвязь, он заметил слабый свет, угасающий в глазах существа. Это не могла быть просто иллюзия, вызванная напряженными условиями на корабле. Претер активировал связь. «Апотекарий? На месте, господин!» «С ксеносами покончено!» – упорствовал Нумиан. «К чему медлить?» «Он ждал почти столетия, брат. Несколько лишних часов не имеют никакого значения!» – парировал Претер. «Кроме того, они все еще здесь, выжидают!» Было очевидно, что другому сержанту это не нравилось. Цуган помнил Нумиана, каким тот был, когда он впервые телепортировался на Прометей, лунную космическую станцию и владение огненных драконов. Брат-сержант встретил его первым. У него было обветренное лицо с длинным шрамом по правой стороне, который задевал губу и поднимал ее вверх в постоянном оскале. Правый глаз был немного тусклым, и в его красном огне виднелось маленькое черное пятно. Полоса рыжих волос, выбритых дугой, тянулась по правой половине черепа. Цугану это напоминало язык пламени. Несмотря на жар кузни испытаний и врата огня, прием не был теплым. Судя по нынешнему поведению Нумиана, прошедшие годы не смягчили его. Претор включил в свои гало-фонари на полную мощность и нацелил их в отрезок коридора впереди. Истрепанные шланги свисали вниз точно гадюки. Где-то за пределами видимости зашипел пар, вырывающийся из клапана. По словам Эмика, они были примерно в часе пути от точки слияния Глариона с Протеем. Как и боевые братья, Цуган последовал примеру сержанта. Поначалу он не увидел ничего, кроме истерзанного металла, ломаных труб и кабелей, похожих на извергнутые внутренности, залитые резким магниево-белым светом. Затем что-то зашевелилось на краю конуса света, медленно подкрадываясь в полумраке. Во имя вулкана! Взревел Цуган и к боевому кличу присоединился хор его братьев. Генокрады посыпались со стен, словно моллюски с днища древнего корабля, и тут же скачками бросились вперед. В то же время решетки в потолке обрушились вниз, и оттуда густым потоком полились твари. Поводя по сторонам штурмболтером, Цуган припомнил лавовых муравьев Ноктюрна, собирающихся у гнезда, чтобы отводить всякого, кто на него посягал. Вот только здесь лавовые муравьи были крупнее человека, а муравейником был прогнивший скиталец, дрейфующий в глубинах космоса. Каждый снаряд попадал в тело ксеноса. Повсюду отвратительными цветами распускались взрывы, разбрасывая всюду клочья мяса и конечности, но генокрады продолжали наступать. «Что-то ведет их!» Рыкнул Цуган и сделал было шаг назад, когда наткнулся своим наплечником о чей-то другой и остановился. Претор стоял рядом, керамитовая скала перед приближающимся приливом чужаков. «Только вперед, брат! Сопротивляйся, наша воля сильнее!» Он повернулся к другому огненному дракону. «Храйдер, расчисти нам немного пространства!» Выйдя справа от претора, Храйдер шагнул вперед и нацелил штурмовую пушку. Воздух мгновенно заполнился визгом вращающегося ствола с невероятной частотой, изрыгающего высокоскоростные снаряды. Двигая орудия влево и вправо, Храйдер громко возрадовался, распевая летание кредо Прометея и потроша толпы генокрадов, которые начали заполнять коридор. «Кажется, мы расшевелили улей, брат сержант», — заметил он. Цуган услышал, как претор бормочет. «Я знаю единственный способ его расчистить. Нумиан!» Второй сержант кивнул и сделал жест брату Колоху. «Сожги их!» — выкрикнул Нумиан, и огненный дракон включил тяжелый пулемет. Жидкий Прометий вспыхнул, соприкасаясь с горелкой, и поглотил отрезок коридора впереди. Несмотря на жар, некоторые ксеносы все еще упорно атаковали. «Викит!» «Меркурион!» Еще двое огненных драконов ответили на приказ Нумиана, взрывая точными болтерными выстрелами, окутанные пламенем тела, падающие под струей огня. Несколько секунд, и все было кончено. Виск еще долго не смолкал, когда генокрады были уже мертвы, обращены в пепел нестерпимо жарким пламенем огнемета. «Брат, это воздух», — резко сказал Цуган, которого немного раздражала явная наивность Эмика. «Он выходит через швы в панцирях. Молодец, змееныш, видать, в тебе есть больше, чем просто гнев и громкий голос». Цугану захотелось ударить так, чтобы вдавить перед шлемах райдера тому в лицо, но он сдержался. Вместо этого он медленно подошел к притору, который прижал руку к стене. Двое членов отряда Нумиана проверяли, полностью ли безопасен путь впереди. «Брат-сержант, знаешь ли ты, что я чувствую, прикасаясь к стенам этого корабля?» Взгляд притора был твердым, как гранит. Со времени вступления в ряды огненных драконов Цуган успел увидеть сержанта с другой стороны. Наскорий, сражаясь с орками, он выглядел так, будто энергия и пафос в нем переливались через край. Теперь он был угрюмым и погрузился в себя. Смерть Нкелна, когда уже была близка победа, изменила его так же, как убийство Кадая изменило Цугана. Гибель капитанов часто влияла на их товарищей по оружию, даже если те были из другой роты. «Я чувствую скорбь». Претор нахмурился. «Что-то живет внутри корабля, в каждой его частице. Это не саламандра и не генократ. Это не физическое существо, которое я мог бы потрогать или убить». Сержант понизил голос. «Это меня беспокоит и очень сильно. Положи руку на стену, брат, и почувствуешь это», — добавил он, отходя в сторону. Цуган ответил почти шепотом. «Я не хочу, мой господин». На предыдущей миссии на мире святилища Склеп 4 огненные драконы столкнулись с почти неуязвимым врагом. Битва с ним унесла жизни, отняла братьев. Бремя этой потери, как оказалось бесполезной, давило на плечи Претора так же тяжело, как ворот его брони. «Хорошо», — сказал он. Претор еще на мгновение задержал взгляд на Цугане, прежде чем тяжело зашагать прочь, чтобы поговорить с Нумианом. «Всюду боль, брат», — добавил он, уже повернувшись спиной. «Прими ее в пламени войны, или же беги, отдав ей власть над собой. Я не могу сделать этот выбор за тебя». Затем он ушел, оставив Цугана размышлять над его высказыванием. Точка слияния находилась там, где древняя палуба Инженариума пробивала то, что, судя по сенсорам и планам корабля, было средней палубой Протея. Это было хорошо, значит, помещение Креостазиса окажется недалеко от входа. Однако имелось препятствие, несколько тонн обломков не давали пробиться в следующий корабль напрямую из одного корпуса в другой. Такая проблема могла оказаться непреодолимой для обычных исследователей или даже для собратьев Астартес, но не для терминаторов. «Тяжелым орудием охранять подступы сзади», – сказал Претер. «Остальные вскрывайте корабль». Воздух прорезал звук работающих цепных кулаков, и оба отряда принялись за работу рубя и пеля. «Апотекарий, держись подальше», – добавил сержант. «Не рискуй своим грузом, брат». Эмик кивнул и посмотрел на сосуд, закрепленный в его перчатки. Внутри мирно переливался химический раствор. «Если мы найдем взрывостойкую дверь или даже запечатанную переборку, я, возможно, смогу открыть ее отсюда. Это ускорит наше продвижение». Претер кивнул апотекарию, а затем набросился на препятствие с громовым молотом. Эмик снова глянул на сосуд. Маленькая игла для инъекции обеспечит ввод раствора, который был красного цвета и слегка осветился. Эмик мало что знал о его происхождении, но понимал, что это сильнодействующее вещество. Чуть меньше 50 мл в прозрачной трубке из бронестекла размером с большой палец апотекария. Столь многое зависит от столь малой вещи. Они нашли дверь. Это был давно неиспользуемый технический люк в кормовой части протея, который вел к короткому переходу на среднюю палубу корабля. По нему мог пройти только один терминатор за раз, поэтому они двигались медленно. Зато это дало Цугану и тем, кто также шел впереди, возможность разведать обстановку. В отличие от Глориона, в древнем ударном крейсере «Саламандр» все еще сохранялась нестабильная подача энергии. Люма лампы прорезали темноту дрожащими вспышками света, освещая темное помещение корабля. Бронза кое-где была до черна обожжена давним, угасшим много лет назад огнем. Палубу под ногами покрывал ковер сажи, которая шевелилась подобно спящему морю всякий раз, как кто-то из огненных драконов делал шаг. Зола облепила стропила и поперечные балки, будто серый грибок. Они вышли в большую шестиугольную комнату. В разные стороны от нее отходило пять коридоров, оканчивающихся консолями, превращая комнату в нечто вроде центра управления. На стены были нанесены различные знаки и изображения. Символы «Саламандр», «Пламя», «Змей» и «Голова дракона» слабо поблескивали под галлолучами терминаторов. Лампа наверху также была шестиугольной, и свет расходился вокруг, повторяя ее рисунок. Эмик сосредоточенно изучал подсвеченную зеленым консоль, когда к нему подошел Цуган. «Не отходи слишком далеко. Ты слишком беспокоишься обо мне, брат. Я могу и сам себя защитить». Цуган насмешливо фыркнул. «Это и гнеец взрастил в тебе подобное высокомерие». Апотекарий когда-то был воином Дакира, которого Цуган назвал и гнейцем. При мысли о бывшем сержанте на лице огненного дракона появился непрошенный оскал. Эмик предпочел не реагировать. Даже сейчас, когда у него появились новые обязанности, боевые братья из старых тактических отделений все еще неприязненно относились друг к другу. «Что ты делаешь?» Резко спросил Цуган, когда понял, что Апотекарий не собирается отвечать. «Проверяю связь с аварийными системами». Эмик повернулся. «Даже по прошествии столетия все похоже работает. Креостазисная камера в полной сохранности. Корабли вроде протея строились на века». Он прервался и посмотрел в глаза Цугану. «Тебя раздражает, что я посвящен в некоторые детали этой миссии, которых ты не знаешь?» Цуган стиснул кулак, и сервомоторы в его перчатке как будто зарычали. «Любопытство однажды убьет тебя, брат». «Или, возможно, хуже. Возможно, оно погубит твой оптимизм и сломает тебя». Цуган уже уходил, когда Эмик произнес ему в спину. «Это будет до или после того, как ты себя сожжешь в пепел в Солиториуме. Что ты об этом знаешь?» Цуган остановился и огрызнулся в темноту. «Когда я принял мантию Фугиса, то взял и его заметки и данные из Апотекариона. Там упоминается твое имя. Цуган словно одеревенел, но затем голос Эмика смягчился. Скорбь не постыдна, но опасна, когда направлена внутрь». Цуган не обернулся, хотя очень этого хотел. Выяснять, что Эмик знает о его пристрастии к боли, он будет потом. Его внимание привлекло нечто иное. «Что ты знаешь о горе?» Пробормотал он вместо этого и прошел во вход арку, отделявшую комнату от широкой галереи. По обеим сторонам длинного помещения тянулись ряды дверей. Выглядело оно, как изолированный покой для пациентов, проходящих интенсивное лечение. Пол был частично покрыт белой плиткой, кое-где испачканной серым, кое-где расколотой или сорванной с места. Двери, пласталевые, с одиночными смотровыми окошками, тоже были белыми. На некоторых имелись поблекшие пятна, в полумраке, выглядевшие почти коричневыми или черными. Цуган наморщил нос от запаха, похожего на смесь озона и горящего мяса. Глухой отзвук его шагов совпадал с биением сердца. К этим громким ударам присоединилось легкое постукивание, будто пальцем по стеклу. Цуган пошел на звук. Авточувства не предупреждали о каких-либо опасностях, гравитация и содержание кислорода стабильно держались на приемлемом уровне. На протея все было спокойно, и все же. Звук исходил из-за одной двери. В памяти Цугана промелькнул образ, но ухватиться за него было так же сложно, как удержать в руках дым. Сердцебиение участилось. Он двинулся к двери, с каждым шагом та была все ближе. Осознав, что медлит, Цуган обругал себя за слабость. И все же. Ретинальный дисплей Цугана не сообщал ни о каких угрозах. Ни тепловых следов, ни движения, ни выбросов газа или энергии. Длинная камера была чиста. И все же. Он подошел к двери, вытянул пальцы силового кулака, чтобы дотянуться до стекла. Когда до него осталось несколько сантиметров, свет замигал, и Цуган посмотрел наверх, на люмолампы. Когда он перевел взгляд обратно на окошко, в нем было лицо, смотревшее на него. Частично распавшаяся плоть, отслоившиеся мышцы, скорее череп, нежели узнаваемый человеческий облик. И все же, Цуган точно знал, кто это. Коттон. Его мертвый капитан пристально смотрел на него через окно. Цуган с ужасом увидел костяные пальцы, поднимающиеся и воспроизводящее положение его собственных, как если бы он смотрел в некое гротескное зеркало, а вовсе не в стекло. Новый запах подавил зловоние горящего мяса и мельтовыбросов. Жар и серо, звук трескающейся магмы и аромат дыма. Расплывчатая фигура отразилась в стекле позади него. Красная броня оттенка крови, украшенная рогами и чешуей. Воин-дракон. Цуган развернулся так быстро, как только позволил его неповоротливый доспех, целясь из штурмболтера и рыча от нестерпимой муки. Претер отбил оружие в сторону, направив снаряд в пол, где тот взорвался, никому не причинив вреда. Брод! Воззвал он. Цуган видел только врага. Жар поднимался от брони воина-дракона, размывая его очертания. Здесь были отступники, убившие Катана Кадая. Неважно, как они оказались на этом корабле. Все, что заботило Цугана, это то, как они погибнут от его руки, чем кровавее, тем лучше. Цуган убрал штурмболтер и вместо него активировал цепной кулак. Приближались другие. Он слышал их с грохотом бегущих к нему по палубе. Это надо прикончить побыстрее. Претер принял удар цепных зубьев щитом. Искры каскадом посыпались ему в лицо, когда он отбил кулак вверх. — Брат! — повторил он. Это слово, выплюнутое сквозь стиснутые зубы, выражало гнев и вместе с тем неверие. Цуган нажал вращающимися клинками на щит и ярость дала ему силу превозмочь врага. Ублюдок ухмылялся. Он видел клыки за ротовой решеткой боевого шлема воина-дракона. Я вырву их. Потом красный туман перед глазами рассеялся, и взгляду открылся Претер. Мига замешательства сержанту было достаточно, чтобы ударить навершием громового молота в грудь Цугану. Заряд энергии пронизал огненного дракона и заставил его рухнуть на одно колено. Виск цепного кулака утих, и Претер позволил своему молоту упасть рядом. Но затем он придвинулся ближе, вгоняя расколотый край штормового щита под подбородок Цугану и поднимая его на ноги. «Ты с нами?» спросил Претер. Язык Цугана был парализован. Мир вокруг него только начал заново обретать смысл. Остальные смотрели на него, держа оружие на готове. Претер сильнее нажал на щит, поднимая голову Цугана. «Ты с нами?» «Да». Это был лишь хрип, но сержант понял и поверил ему. Нумиана было не так легко успокоить. Он прицелился из штурмболтера. «Все кончено», сказал ему Претер, вставая на линию огня второго сержанта. «Варп!» «Перерозил этот корабль, весь этот скиталец, Нумиан. Все прошло». Претер подтолкнул Цугана в сторону, чтобы его внимательно осмотрел Эмик. Взгляд, который сержант бросил из коса на Храйдера, сказал тому, что он должен идти рядом и присматривать за Цуганом. Нумиан опустил оружие. «Как ты можешь быть в этом уверен?» спросил он, когда Цуган отошел. Претер пододвинулся ближе. «Потому что у меня тоже видение», прошептал он. «Эта дрейфующая развалина жива и наделена сознанием варпа. Что-то направляет его в наши умы. Цугана застали врасплох, вот и все». Нумиан скорчил гримасу. «Он слаб, нельзя ему доверять». «Он прошел через врата огня и выдержал испытание кузни. Он один из нас», настаивал Претер. «Разве ты можешь сказать, что эта миссия и этот корабль не повлияли так или иначе на твое поведение? Я ясно это вижу, но признаешь ли это ты, Нумиан?» Нумиан не ответил. Он пристально смотрел на Цугана, которого биосканировал апотекарий. Остальные огненные драконы уже осматривали помещение, проверяя все палаты и сам центр управления. «Ты ошибаешься в нем, брат?» «Нет никакой ошибки. Сейчас он во власти вины. Знай, что его судьба среди огненных драконов. Я не брошу его». Нумиан гневно выплюнул. «Как я бросил других, к этому ты ведешь, брат?» Претер придвинулся к нему вплотную. «Возьми себя в руки, иначе я приму командование миссии. Все понятно, сержант?» Кипя яростью, Нумиан все же уступил и еле заметно кивнул, прежде чем зашагать в сторону. Претер позволил ему уйти, потратив несколько секунд на то, чтобы совладать собственными эмоциями. Он снова посмотрел на ряды окошек, тянувшиеся по стенам, и гнев его ушел, сменившись сожалением. «Я не брошу его», повторил он лишь для себя. Из окошек на него пристально глядели лица, которые мог видеть только он. Гатхиму и Анкар, сраженные на склепе четыре. Намар и Клайтон, убитые наскорье, и дюжина других, чьи имена стерлись в памяти, но которые остались на его совести. «Мы уже потеряли столь многих». «Это ничего, змееныш». Храйдар стоял у плеча Цугана, пока Эмик осматривал его на предмет ранений. Разжав крепление, апотекарий осторожно снял шлем Цугана. Внутрь немедленно хлынул нефильтрованный воздух. Несмотря на минувшие годы, он все еще вонял аммиаком и антисептиком. От дезинфицированного воздуха кожа Цугана зачесалась, и он понял, что жаждет прикосновения огня. Но не было ни раскаленного прута, ни железа жреца-клеймителя, чтобы утолить его мазохистское желание. «Что значит ничего? Говори ясно, брат, ты как будто темный ангел», ядовито ответил Цуган. «Стой спокойно», сказал Эмик, схватив Цугана за подбородок и направив ему фонарь в глаза. Они вдруг ярко вспыхнули. Апотекарий сверился с показаниями биосканера и сохранил данные для дальнейшего анализа. «Я, это я!» Цуган пристально посмотрел на Эмик, будто подначивая его прийти к любому другому выводу. Однако в его подсознании еще жило воспоминание о лице Кадая, словно старый сон, и он не знал, что его вызвало. «Я не вижу никаких физических отрицательных эффектов. Что до ментальных, то я не могу». «Тогда пусти меня!» Цуган дернул подбородком, освобождая его, и забрал обратно свой шлем. Эмик отошел, заметив на прощание. «Твоя манера поведения, конечно, остается столь же дружелюбной, как обычно». «Ты уверен, что ты воин, Эмик?» усмехнулся Цуган и рывком надел боевой шлем. Крепления автоматически защелкнулись, и он направился к Храйдеру. «А теперь объяснись». Другой огненный дракон не выглядел так, будто почувствовал угрозу. Вид у него был скорее задумчивый. «Размеры тяжести великого доспеха, который ты носишь, это нелегкое бремя, змееныш. Он когда-то принадлежал Иману. Его эгида вплетена в эгиду брони. Я это знаю, я был на ритуале, я стоял пред кузней испытаний и прошел через врата огня. Я ношу знаки Маана на собственной плоти, вместе со многими другими почетными шрамами, данными мне задеяния, свершенные в битвах. Это причина, по которой я сейчас нахожусь рядом с тобой. Я зэг Цуган, бывший брат-сержант третьей роты, ныне огненный дракон. Я не твой змееныш. Миг Храйдер безучастно смотрел на боевого брата, а затем громко расхохотался. Я могу справиться и с доспехом, и с миссией. Запротестовал Цуган, отчего претор оглянулся на него. Через несколько минут они закончат обыскивать и проверять галерею. Тогда можно будет отправляться дальше. У Цугана оставалось только это время, чтобы заново привести себя в порядок. В ответ на хмурый взгляд сержанта он понизил голос. Я увидел нечто, реликт прошлого, ничего более. Старый корабль, старые призраки, вот и все. Храйдер внезапно посерьезнел. Возможно ты прав. Его голос приобрел задумчивый оттенок. На Ликааре, до того, как стать драконом, я сражался вместе с волками Гримхельда Скейнфельда. Это была нелегкая компания. Вели ее зимой, и Ликаар был покрыт толстым льдом. Мы, саламандры, боролись с ним огнем, а волки сражались яростью. Мы хорошо подходили друг другу. На планету вторглись зеленокожие, они порабощали население и тянули из скважин Прометий, как обычные пираты. Цуган перебил. К чему все это? прошипел он. Если ты должен следить за мной, так делай это молча, и избавь нас обоих от этой несуразицы. Позволь мне заново осветить оружие и доспехи без твоей бесконечной болтовни. Слушай, и может услышишь, к чему это все, брат. Да, подумал Цуган, ему есть за что любить фенрисейцев. Им тоже нравятся непомерно длинные саги. Нас было мало, продолжал Храйдер, но до этого орки и их низкорослые собратья воевали с рабочими, вооруженными лишь кирками и ледорубами. Они были плохо подготовлены к битве с Астартес. Однако там было кое-что, о чем мы не знали. Тварь, кракен, спавшая подо льдом. Наши сражения потревожили его сон и заставили подняться к поверхности. Голос Храйдера помрачнел. Он застал нас врасплох. Я был среди первых. Прежде чем заговорил мой болтер, тварь схватила меня и потащила своими щупальцами. Более слабого человека расплющило бы, но мой доспех и дарованная императором стойкость спасли меня. Если бы не вмешался Гримхельд, который метнул свой рунический топор, чтобы разрубить щупальца чудовища, сомневаюсь, что я бы выжил. Не всем на поле боя так повезло. Волнующий рассказ, как пить дать, с сарказмом произнес Цуган. Но мы уже готовы выдвигаться. Ты как всегда не видишь то, что прямо перед тобой Цуган, ответил Храйдер. Я все еще помню этого Кракена. Я хочу, чтобы он нашел меня в моем салиториуме, чтобы я мог встретиться с ним лицом к лицу и победить его. Цуган не пошевелился, все еще не понимая. Храйдер положил руку на его наплечник. Если тебя преследуют призраки, это не делает тебя уникальным. Они есть у всех воинов, но только то, как мы с ними справляемся, делает нас сынами вулкана. Цуган сбросил его руку движением плеча и пошел искать претера. Он с нетерпением желал идти дальше. Как скажешь, брат. Рассеявшиеся по помещению огненные драконы снова сгруппировались и приготовились выступать. Храйдер уже собирался следовать за ними, когда краем глаза уловил нечто уползающее прочь. Авточувства молчали. Когда он попытался проследить за этим, что бы оно ни было, оно исчезло. Остались лишь легкий запах океана и льда и густая вонь чего-то древнего, давно позабытого. Это ничего, сказал себе Храйдер. Корабль начинал воздействовать на них. Просто старый призрак. Если верить плану корабля, то, следуя через юго-восточный проход медицинской палубы, они вышли бы в аварийный ангар, а затем в камеру креостазиса. Оценив другие варианты в медицинском отсеке, они пришли к выводу, что это самый рациональный маршрут, поэтому Нумиан санкционировал его как оптимальный способ добраться до цели. Хотя это для него не так уж многозначило, он становился все более одержим целью с тех самых пор, как они взошли на борт протея. Претер согласился с этим мнением. Он вел свое подразделение отдельно от Нумиана и его отряда, на этот раз заняв позицию в арьергарде, в то время как другой сержант шел впереди, точно гончая по следу. Умерь шаг, брат, корабль серьезно поврежден и может не выдержать такой нагрузки, сказал Претер по комсвязи. Нумиан ответил через тот же закрытый канал. Впрочем, это не твоя вина, да, Претер? Ты недалеко продвинешься, если... Что-то мелькнуло в тенях прохода, длинного, узкого и слабо освещенного и заставило Претера прерваться. Обоим отделением остановиться! Хор грохочущих шагов сменился тихими шумами корабля, когда огненные драконы встали. Что это? Крады? В голосе Нумиана слышалось раздражение. Сенсоры Претера молчали. Если ксеносы присутствовали, то были невидимы для всех обычных способов восприятия. Что тут происходит? Прошептал он про себя. Он заметил, что Храйдер тоже зорко всматривается в тени. Безопасно идти дальше или нет? У меня на сканерах ничего. Сказал Нумиан. Претер посмотрел на огненного дракона слева. Цуган? Тот вперил взгляд вперед. Голос его был тихим. Я чувствую запах горелого мяса и озона. Сообщи мне статус криокамеры. Повисла пауза, пока Эмик искал данные. Полностью функционирует, господин? Идем мы или нет? Нумиан не заботился тем, чтобы скрыть нетерпение. Претер помедлил. Закрытые двери аварийного ангара были менее чем в ста метрах. Впереди не было ничего, кроме темноты. Что-то шло не так, но разве у них был выбор? Веди нумиан. Ангар был огромен. Несколько причалов, состоящих из шлюзов, терминалов дозаправки и площадок для технического обслуживания занимали все его пространство. Большая часть, впрочем, приходилась на зону посадки, находящуюся прямо под сегментированным, укрепленным адамантием потолком. Имелись в наличии и силовые щиты, последняя преграда, спасающая от губительного воздействия реального космоса, когда все помещение открывалось пустоте. В доках стояло шесть кораблей, все модифицированные громовые ястребы, с которых были сняты оружейные системы, принесенные в жертву большей грузоподъемности. В каждом доке стояло по одному, образуя два ряда по три корабля, носами внутрь, так, что ряды пересекались под углом и были направлены прямо на приближающихся огненных драконов. В отличие от других дверей протея, Эмик не смог открыть вход в аварийный ангар при помощи внешней консоли. Ее пришлось взломать. Воздух вырвался изнутри как предсмертный хрип. Сенсоры доспехов показали, что он насыщен углекислым газом и азотом. Модифицированные штурмовые корабли были не одиноки. Им составляли компанию мертвецы. «Это не ангар, это морг», сказал Храйдер, освещая фонарями, встроенными в его доспехи, более темные участки. Скелеты в обрывках одежды, некоторые в солдатской форме, другие одеты в то, что осталось от роп, скопились вокруг забитых пылью посадочных опор кораблей, стоящих в доках. Несколько валялись на открытом пространстве, посмертное окоченение гротескно скрутило их конечности. Некоторые были вооружены лазганами и другим легким оружием, или же когда-то его имели. Было и другое оружие, не имперского образца. Нумиан не выказывал уважения мертвым. Он двинулся прямо через помещение, намереваясь пересечь 400-метровый ангар и достичь криостазисной камеры за ним так быстро, как только возможно. «Я ждал этого целый век», думал он. «Уходим, мы ничего не можем сделать для…» Он прервался на полусловие, когда наткнулся сапогом на труп, который не ожидал здесь найти. «Ксеносы?» Цуган тоже увидел его, даже не одно, а несколько чужатских тел. По стройным очертаниям и сегментированной броне он распознал Эльдар. Они не так сильно пострадали от разложения, как люди, и более походили на иссохшие трупы, нежели на лишенные плоти скелеты. Эльдар посерели и съежились, глаза их превратились в темные ложбины, а волосы стали тонкими, как осенняя паутина. На некоторых были надеты конические шлемы с раскосыми смотровыми щелями, соответствующими чуждым чертам лица. Эмек наклонился над ним из тел. Он стер налет пыли и обнаружил странный символ, который был ему незнаком. Какая-то каста элитных воинов? Что они здесь сделали? Претар оценивающий осмотрел обстановку. Сначала сражались против нас, потом бились за свои жизни. Здесь в стене следы когтей, слишком большие и широкие для любого из этих тел. Он обменялся встревоженным взглядом с Нумианом. Времени немного, тихо пробормотал второй сержант. Полосы рассеянного света, рассекающие сверху пронизанный пылью воздух, мигнули и погасли. Питание отключилось, заполнив комнату внезапной и абсолютной тьмой. Цуган почувствовал, как его облаченное в массивную броню тело начало подниматься. Гравитация, как и освещение, отключилась. Копья магниево-белого цвета, испускаемого галофонарями, пронзили, перекрещиваясь мрак. Терминаторы начали парить в воздухе. Несмотря на свою массу, они неуклонно поднимались. Ничем не удерживаемые в доках, громовые ястребы взлетели словно в замедленном запуске, подобно тяжеловесным дирижаблям, выпущенным на пронзительно воющий ветер. Они бесшумно отрывались от посадочных площадок, и малейшее движение воздуха меняло траекторию их неуклюжего полета. Цуган попытался включить магнитное притяжение на сапогах, но по ретинальному дисплею пробежало сообщение отказ системы, написанное символьным кодом. «Магниты не работают», прорычал он братьям. Свет, исходящий от доспеха, прерывисто замигал. «Галофонари тоже отказывают». Последняя вспышка перед тем, как свет окончательно погас, осветила широкий бок громового ястреба со стоном двигавшегося над Сугана словно металлический айсберг. Он врезался в корабль и отлетел в сторону. Удар был жестче, чем ожидалось, и тело отозвалось на него болью. «Держитесь подальше от ястребов, используйте сенсоры движения». Предупреждение Нумиана оказалось запоздалым для Сугана. «Выпускайте газ из пневматических систем, чтобы направлять движение, а затем зафиксируйте страховочные тросы», добавил он. Суган уже вращался по спирали, ожидая, пока займет более или менее вертикальное положение, чтобы стравить часть газа, питавшего некоторые системы доспеха, дыхательную, двигательную, силовые механизмы. Все они были жизненно важны в той или иной степени, однако имелись в определенном избытке, из-за чего выброс небольшого количества газа не был критичен. В считанные секунды призрачные клубы газа начали разноситься по помещению, огненные драконы пытались сгруппироваться. Один из дрейфующих кораблей столкнулся со своим собратом по эскадре и сдав оглушительный грохот. Впрочем, это не помешало Цугану расслышать, как кричит Храйдер. «Зверь, я вижу его, вступаю в бой!» Воздух рассек залп штурмовой винтовки, дульная вспышка озарила темноту. Выстрел отшвырнул Храйдера назад, он крутанулся и врезался в одну из стен. «Во имя вулкана!» протянул он, еще не совсем придя в себя от столкновения, и снова нажал на спуск. «Остановись и прекрати огонь! Отключить все оружие!» Претор плыл к нему так быстро, как только мог, оставаясь за пределами зоны смертоносного огня Храйдера. Цуган тоже был невдалеке и двинулся на помощь. Он слышал, как сержант бормочет. «Оставьте меня, братья! Оставьте меня! Вы рядом с вулканом, чей огонь бьется в моей груди!» Он не понимал, к кому обращается Претор. Остальные огненные драконы оказались рассеяны по помещению. Некоторые пытались пристегнуть тросы к чему-нибудь неподвижному, другие вели себя странно, стремительно сменяя друг друга, в ком связь сыпались их сообщения. «Не могу двигаться! Мои доспехи как камень! Система отказывают! Кислород загрязнен! Ксеносы! Крады в трюме! Разрешите атаковать!» В последнем голосе Цуган узнал Нумиана. «Все мертвы! Оставить корабль! Вся команда мертва! Мои братья!» Эмек, которого Цуган успел разглядеть краем глаза, исчез внизу, направившись к чему-то на палубе. В целом, он двигался гораздо лучше, чем более тяжелые терминаторы. Он также был одним из немногих, на кого не повлияло то, что их атаковало, что бы это ни было. Потом он увидел его. Лицо лоскутное, испещренное шрамами месиво, глаза с алыми веками, горящие ненавистью, красно-черный доспех с чешуей, покрывающий нагрудник, рогатые наплечники и длинные когти цвета киновари на латных перчатках. Ошибки быть не могло. Это Нигелан. Предводитель воинов-драконов здесь и его трижды проклятое варп-колдовство окутало их всех. Цуган должен очистить протей от предателей. Он покончит с ними всеми. Губы Нигелана шевелились. Голос, похожий на треск пергамента, резонировал в голове Цугана. Я ничего не боюсь, ничего! Выплюнул он в ответ на обвинение, которое мог слышать только он. Отступник улыбнулся, показывая маленькие клыки. Я убью тебя, чародей! Цуган ухмыльнулся, наводя штурмболтер на ненавистного врага. И тут Цуган замер как вкопанный. Его оружие, перчатка и наруч, вся рука... Нет! Так велико было его смятение, что он едва смог это выдавить. Красная и черная броня покрывала тело Цугана, заняв место привычной зелени саламандр. Крошечные крупицы пыли посыпались из трещин в сочленениях, и он чувствовал, как под доспехом с него слазит кожа, как со змией. Ноздри заполнила медная вонь, источаемая его собственным телом. Он знал этот запах. Тот преследовал его во снах, обещая кровь и предсказанное предательство. Боевой шлем Цугана лишился облика дракона, он был гол и оканчивался тупоносой мордой, вырезанной из кости. Сокровавленных цепей, обмотанных вокруг тела, свисали черепа. На этот раз он закричал громче, мимо пролетел громовой ястреб, на миг скрыв Нигелана из виду. На боку машины непостижимым образом отразилось лицо. Цуган всмотрелся в него и вместо себя увидел Горг Хана, отступника, который убил его капитана. Это был он, он был им, выродок, убийца. Штурмовик пролетел мимо. Нигелан смеялся, стоя на палубе внизу. Цуган рванулся к чародею, хватаясь за все, что можно, чтобы подтянуться ближе, сбрасывая пневматическое давление из доспеха. Два столкнувшихся корабля едва зацепили его, но Цуган почти не заметил этого в своем стремлении добраться до Нигелана. Вокруг него братья сражались с собственными фантомами. Воинственные завывания Храйдера стали похожи на белый шум. Цуган ни на что не обращал внимания. Они ничего не значили. Что-то покасательное ударило в наплечник, отдаваясь мучительной болью через весь доспех, но он претерпел и выдержал ее. Значение имело только месть. Жизнь за жизнь. Этими словами он воспользовался, чтобы оправдать убийство. Цуган оказался достаточно близко, чтобы добраться до своей жертвы. Схватив предателя за шею, он стиснул ее. Смейся теперь, ублюдок, смейся! И Нигелан рассмеялся. Он смеялся, и кровь текла из его рта, а на лбу вспухали вены по мере того, как Цуган медленно сокрушал его шею. Голос Эмика пробился сквозь пелену, упавшую на все помещение и огненных драконов. Восстанавливаю питание, держитесь! Гравитация вернулась, как и освещение. Терминаторы упали, рухнули штурмовые корабли, будто астероиды с неба. Кусок фюзеляжа громового ястреба едва не попал в Цугана, разменувшись с ним менее чем на метр. Обломки, отколовшиеся от корпуса штурмовика при ударе оземь, дождем осыпали доспехи, но они выдержали обстрел. В руках у него был труп со сломанной шеей, и когда он ослабил бешеную хватку, голова мертвеца отвалилась. Цуган выпустил жалкое тело мертвого серва. Отвращение перешло в облегчение, когда он увидел заново наполнившую его уверенностью зелень боевого доспеха. Галлюцинация прекратилась. Он снова был собой, хотя ментальная травма все еще ныла, как будто ожидая, что ее снова разбередят. Что случилось? Прежде чем ответить, претер отпустил Храйдера, который тоже пришел в себя, но был потрясен тем, что с ним произошло. На борту этого корабля кое-что есть, нечто, что удерживается в состоянии покоя его системами, признался претер. Как здоровое тело обороняется от вторжения извне, так же делает и это судно. Как это возможно, брат сержант? Это же просто корабль. К нему подошел Нумиан. Огненные драконы собрались вместе, чувствуя себя сильнее рядом с товарищами, и все они желали знать, что за феномен таится в коридорах Протея. По счастью, терминаторы избежали гибели под рушащимися громовыми ястребами. Корабль, который был в варпе, ответил он претору, его зловоние распространяется с каждым оборотом систем жизнеобеспечения, и это еще не все, сказал Нумиан. Этот миг был полон предчувствия, как будто вот-вот должно было раскрыться нечто ужасное. В конце концов, претор нарушил молчание. Если вы увидите, то объяснить будет проще. Увидим что? спросил Храйдер, к которому уже возвращалось самообладание. Вторжение в их разумы было столь мощным и мучительным, что обычного человека превратили бы в бессвязно бормочущую развалину. Однако же, космические десантники были созданы из более прочного материала. Их способности подверглись испытанию, но они не чувствовали каких-либо длительных последствий. В камере Креостазиса, сказал Нумиан. Мы сейчас отправимся туда. Пойдем. Он повел их по причалу, теперь заваленному обломками упавших громовых ястребов и усеянному небольшими очагами возгораний. Эмик подал голос. С показателями подачи энергии что-то не так, сказал он ни к кому конкретно не обращаясь. Апотекарий стоял перед основной консолью управления в помещении и просматривал поток данных относительно недавнего отключения энергии. Оно не было вызвано случайным перепадом в сети? Спросил претер. Эмик повернулся к нему. Нет, господин, питание систем корабля было перенаправлено в другой отсек. Похоже, будто кто-то использовал эту энергию, чтобы открыть ранее запечатанную переборку. Генокрады так себя не ведут. Они гнездятся, не выходя за пределы области, которую колонизировали. Изучение окрестностей не в их природе, сказал Нумиан. Цуган ступил вперед, в круг, образовавшийся между двумя сержантами и апотекарием. Его тон был слегка раздраженным. И что это точно значит? Претор ответил, не глядя на него. Взгляд его был прикован к дальней взрывостойкой двери и пути вперед к камере Креостазиса. Это значит, что мы не одни на корабле. Кто-то еще поднялся на борт Протея. Остаток путешествия к Креостазисной камере они проделали в тишине. Узнать, кто или что еще было на борту Протея или как далеко оно было от огненных драконов было невозможно. Теперь они проявляли предельную осторожность. Каждое ответвление, каждую нишу проверяли и перепроверяли. Несколько минут, несколько отрезков тесных и узких коридоров и наконец они достигли части корабля отведенной под Креостазис. Перед камерой был перекресток от которого расходились четыре коридора. По одному они пришли сюда. Еще два тянулись влево и вправо. По словам Эмика, тот, что уходил вправо от того места, где находились огненные драконы, вел к хранилищу спасательных капсул. Левый уходил в глубины протея, к технической подпалубе. Короткий отрезок коридора, примерно в метр длиной, шел дальше вперед, к самой Креокамере. Комната была очень надежно запечатана. Ее отсекала практически непроницаемая переборка, не давая проникнуть внутрь праздным исследователям. Ранее протей был кораблем Нумиана. Брат-сержант владел кодами доступа, которые могли открыть помещение, и то, ради чего они прошли весь этот дальний путь, да еще вместе с апотекарием. Переборка втянулась в толстые стены коридора по обеим сторонам, исчезнув в ранее скрытых от глаз пазах, которые закрылись после завершения процедуры. Холодный воздух, подернутый дымкой жидкого азота, сочащегося из помещения, манил их ближе. Комната была не особо велика или чем-то примечательна. Она имела квадратную форму, и в ней стояло 20 прозрачных цилиндрических камер, похожих на гробы, куда мог бы войти космический десантник в полной броне. Там могли размещаться члены команды во время долгого путешествия по космосу. Там же держали тяжелораненых, пока не добирались до космической станции или дока, где имелось более совершенное медицинское оборудование, чем то, которое было на крейсере. На тот момент, когда огненные драконы проникли в комнату и разошлись в стороны, в ней был только один обитатель. «Мы привели тебя не для того, чтобы ты кого-то спасал, братенек», сказал претор, стоя рядом с единственной занятой криокамерой. Внутри, за подернутым кристаллами изморозе стеклом, виднелся силуэт чужака, мертвенно спокойного и лишенного шлема. Мендалевидные глаза Эльдар были закрыты. Его вытянутое, заостренное лицо походило и на мужское, и на женское, и было странно симметричным. Поверх сегментированной брони, покрытой необычными, чуждыми рунами, чужак был облачен в мантию. Руки сложены на груди. Существо напоминало некое странное спящее дитя, на вид одновременно неприятное и обманчивое. Нет, никак не спаситель, произнес Эмик с новообретенным пониманием, взирая на сыворотку в своей перчатке. Я здесь в качестве палача, и теперь ты это знаешь, нарушил тишину Нумиан, не желая ждать ни секунды. К реокамере тянулись трубы, закачивая растворы и газы, необходимые для того, чтобы поддерживать существо в состоянии анабиоза. Как и у всех остальных, у него имелась консоль, управляющая работой камеры. Маленькое гнездо, гостеприимно окруженное латунным кольцом, позволяло вводить добавки в смесь жидкого азота и жидкости, которые сохраняли жизнь обитателю камеры. Претор положил руку на плечо Нумиана. Подготовь его к тому, что должно быть сделано. Мы будем охранять вход. Если те, кто проник на корабль недалеко, он не договорил то, что подразумевал. Затем отдал огненным драконам приказ выйти и оставить Эмика и Нумиана наедине с замороженным чужаком. Цуган удалился с неохотой, желая знать, почему единственный чужак так важен и почему они попросту не вогнали цепные кулаки в стекло и не убили его без всяких ненужных церемоний. Смерть чужаку. Тихо сплюнул он, уходя. Нервно-паралитический яд убьет мозг этого существа, объяснил Нумиан. Смертоносный и быстродействующий, но его можно ввести только через латунное гнездо. Он указал на кольцо на консоли. Я думал, что моя миссия оживить одного из наших потерянных братьев, сказал Эмик, не понимая неуместность этой фразы и разглядывая неподвижное, чуждое тело Эльдар. Он немного знал об этой расе и узнал в нем провидца, что-то вроде эльдарского колдуна. Это существо насылало на нас свои психические эманации с тех пор, как мы высадились на протей. Да, ответил Нумиан с необычным спокойствием. Теперь, когда конец был так близок, он, наконец, успокоился. Из-за воздействия варпа он привязан к кораблю, ибо это он, мужчина, претарчуял его, как и я, но я не говорил об этом. Криопроцесс единственная вещь, сдерживающая эту тварь. Без него, даже при малейшем его нарушении, Эльдар бы свободно обрушил на нас свое колдовство. Я потерял почти три тысячи людей на этом корабле, чтобы пленить это существо. Жестокая судьба ввергла нас в варпшторм, как раз, когда его пытались освободить сородичи Ксеносы. Я никак не мог помочь мужчинам и женщинам на этом корабле. Я также потерял боевых братьев. Мой приказ прекратить эвакуацию обрек их всех. Даже теперь, когда минуло много лет, все эти жизни, все то, кого саламандры поклялись защищать, это остро ощущалось с Нумианом. Возможно, провидец больше и не был военнопленным, но он по-прежнему был врагом. Эмик заметно напрягся. Что надо сделать, чтобы убить его? Нумиан начал процедуру открытия порта для принятия сосуда. Он снял боевой шлем, чтобы лучше видеть и управлять консолью. Это займет лишь мгновение. Подготовь сосуд, сказал он. Эмик извлек его из перчатки и подготовил шприц на конце. Готов, господин, уже почти, начал Нумиан, когда энергия, питавшая криокамеру, полностью отключилась. Снаружи погас свет. Едва развернувшись, чтобы войти обратно в помещение, претор увидел, как апотекарий отшатывается от криокамеры и вспышка дуговой молнии сбивает его с ног. Она вырвалась из стазисной камеры. Крик эхом отразился по всей комнате и Эмик завертелся на месте и упал на пол. Еще одна молния хлестнула подобно плети и по поверхности камеры прокатились бушующие волны психической энергии. Нумиан пошатнулся, когда в него врезался разряд, но остался на ногах защищаемый крестом терминатора. Назад! Не желая подвергать новым испытаниям силу личного оберега, Нумиан схватил Эмика за лодыжку и поволок его по полу. Штурмболтеры! Взвыл претер. Цуган вступил внутрь и выпустил очередь. Взрывчатые снаряды остановились в нескольких сантиметрах от замерзшей креанической камеры и без всякого вреда детонировали в воздухе. Взрывы отразились наружу, как будто наткнувшись на какое-то миниатюрное пустотное поле и рассеялись, обратившись в ничто. Нумиан увернулся от очередного разряда молнии, практически вышвырнув Эмика через порог и бросившись из камеры следом. Переборка захлопнулась позади и претер тут же ее запечатал. По крайней мере, двери все еще работали, по-видимому, регулируемые другой частью внутренней энергетической сети корабля. Несмотря на то, что камера была запечатана, а энергия все еще была отключена, Суган чувствовал, что видения возвращаются. Хотя логика твердила, что они нереальны, чувства восставали против этого. Они говорили ему, что он ощущает запах меди, видит, как тени сливаются, порождая врагов в длинном коридоре впереди, чувствуют горький привкус серы, обжигающей небо. Будьте крепки разумом, братья, сказал претер. Нумиан осматривал Эмика. Апотекарий тяжело ранен, сказал он, и на него снова нахлынули застарелая вина и чувство беспомощности. Большая трещина разделяла надвое нагрудник апотекария. Ее переполняла кровь. Был след ожога, длинный черный рваный зигзаг, пятнающий броню, будто он сам был раной. Часть шлема Эмика откололась. Глаз, затянутый алым, моргал, источая кровавые слезы. Я ранен, прохрипел он. Попытался посмотреть по сторонам, но не смог. Кровь клокотала в горле, и он слышал медленное биение второго сердца, пытавшегося справиться с травмой. Цуган смотрел на него, чувствуя, что гнев, который он испытывал в отношении апотекария, исчез, и его заменила тревога. Он был ему братом, и теперь, когда Цуган смотрел в лицо его возможной смерти, он понимал, что низко вел себя с апотекарием. Это было поведение, недостойное саламандры с вулкана. Возможно, Эмик и был когда-то связан с Игнианом, но он не был тем, кого ненавидел Цуган. Он умирает, произнес Цуган. Нумиан проигнорировал его. Надо восстановить питание в криокамере, сказал он Претору. Я не оставлю дело незавершенным. Претор кивнул. Огненные драконы столпились в коридоре. Они сформировали защитный периметр, следуя отработанной тренировками методике. Что саламандры умели делать и умели делать хорошо, так это держать оборону. Стойте здесь, сказал он, и будьте готовы снова выдвигаться по моему сигналу. Планы корабля у меня, я со своим отрядом доберусь до энергетического центра корабля. Он многозначительно нахмурился. Затем я найду того, кто отрубил питание и сделаю с ним то же самое. Крови будет много. Во имя вулкана, брат, сказал Нумиан, когда они пошли прочь. Нам понадобится его воля на это, ответил претер, слязгом двигаясь по коридору. Немногим далее в сторону уходило ответвление, ведущее с медицинской палубы в глубины холодного сердца протея. Цуган внимательно вглядывался в тени. Эта часть протея была по большей части неповрежденной и несколько жутковатой, как будто вся жизнь в ее пустых коридорах попросту исчезла. Ни борьбы, ни повреждений, просто пустота. «Не вижу признаков заселения крадами», сообщил брат Вокер. Он шел в паре с Цуганом и они вместе двигались к энергетическому центру под предводительством претера. «Будьте наготове», посоветовал сержант. Позади них, в темноте, Храйдор водил штурмовой пушкой по сторонам. Последний член отряда, брат Инвиктес, шел в полушаге впереди него. «Здесь мы встретим не ксеносов», заключил претер. На расстоянии от криокамеры стало легче. Хронометр говорил огненным драконам, что они покинули отряд Нумиана ровно 33 минуты назад. Цуган достаточно точно рассчитал, что за это время они ушли примерно на несколько сотен метров. Но несмотря на дистанцию, в нем все еще жили те же ощущения, явившиеся из прошлого и давившие на его решимость. Впереди мелькнула тень, но прежде чем он нацелил штурмболтер, она как будто растворилась в дыму. В рециркулируемом воздухе висел густой запах меди. Был ли он создан психическим воздействием или реален, Цуган не мог сказать. Он видел, как претер вглядывается в темноту, также видя призраков в самых темных углах и сознательно отводя взгляд. Показатели пульса и дыхания Храйдера, отображающиеся на тактическом дисплее Цугана, были повышены. Претер тоже это видел. Держитесь, братья! Он не обращался к кому-то в отдельности, но Цуган знал, для кого он говорит это на самом деле. Наши умы враги нам. Полагайтесь на инстинкты. Воспользуйтесь своей обычной ментальной тренировкой, чтобы найти равновесие. Мы родились откованные вулканом. Мы прошли сквозь врата огня и испытания кузни. Наша отвага несгибаема, ибо мы огненные драконы. Серия утвердительных клятв была ответом брату-сержанту, однако все чувствовали напряженность атмосферы, как будто под кожей ползала змея. Храйдер отозвался последним. Пока что они не встретили сопротивления. Планы указывали, что энергетический центр не так уж далеко. Но шаря лучами гало фонарей во тьме, Цуган не мог избавиться от тревожного чувства гнездящего внутри. У двери к криокамере в нетерпении ждал Нумиан. Эмик привалился к стене и все еще истекал кровью. Апотекарий был в сознании, однако не совсем ясным. Он использовал все целебные мази и бальзамы из нортециума, какие только мог. Братья, повинуясь его сбивчивым инструкциям, приложили все возможные усилия, чтобы помочь ему. Теперь Эмик был в руках вулкана. Либо он выдержит наковальню и сойдет с нее откованным заново, либо будет сокрушен. В любом случае, Нумиан поместил сосуд в латунную внешнюю оболочку и прикрепил его магнитом к своему наручу. Устройство было маленьким, но не настолько тонким, чтобы он не мог применить сыворотку самостоятельно. Это будет сложно и лучше было бы поручить дело Апотекарию, однако этот вариант был более неприемлем. Сержант Нумиан донеслось по Камлинку из длинного коридора, где братья Меркурион и Гондар охраняли ответвление, по которому преторы его отряд двинулись к энергетическому центру. Докладывай, брат. Вижу контакты на сканерах. Быстро приближаются. Нумиан включил собственный биосканер, одно из устройств, встроенных в терминаторскую броню. Он увидел несколько тепловых следов, далеких, но весьма реальных. По его расчетам, они приближались из отсека, который ранее был запечатан. Организовать защиту, сказал он братьям Колоху и Викиту, стоящим рядом. Удерживать позиции, отступать только по моему приказу, приказал он стоящим в авангарде. Что-то не так, подумал он. Провидец был активен, и он ожидал атаки видениями и ментальными муками. Он ожидал услышать вопли умирающих, узреть горящие лица тысяч людей, которых он обрек на смерть. Но ничего не было, лишь терзающее чувство, что нечто не в порядке. «Удерживать позиции», повторил он, ощущая, как внутри усиливается чувство тревоги. Храйдер что-то прошептал, но недостаточно громко, чтобы Цуган услышал. Терминаторы двигались по последним нескольким коридорам в тесном строю, как древние романские легионеры. Некоторые воинские учения терры глубоко проникли в культуру ноктюрна. Отставал только Храйдер. Они прошли мимо нескольких ответвлений, каждая из которых вело в другую часть корабля, каждая была темным и глухим, и все из них надо было проверить и просканировать, прежде чем идти дальше. Цуган уже собирался отправить претеру беззвучное предупреждение о вызывающем беспокойство боевом брате, когда на него сошло мгновенное прозрение. Ноющая боль в затылке, зуд, который он ощущал шеей и плечами, незримое напряжение, которое пронизывало воздух, ему это было знакомо. Он чувствовал это раньше. Наблюдатели, наблюдатели в тенях. Что-то двигалось во тьме, почти недосягаемое для чувств. У Цугана создалось впечатление, что оно едино с тенями, будто ночь, сливающаяся с ночью. Силуэты, на которые он не обращал внимания ранее, не были галлюцинациями, они были реальны. Претер также видел и игнорировал не призраков во мраке, но нечто весьма осязаемое и очень опасное, достаточно опасное, чтобы обмануть авточувство Саламандр. Предупреждение Цугана опоздало, что-то обрушило на них свое воздействие и удар наибольшей тяжести пришелся на Храйдера. Я вижу его! Закричал он, сломав боевой порядок отряда и с грохотом бросившись назад, туда, откуда они пришли. Гримхилд! Он помахал воображаемому космическому волку через плечо, призывая следовать за собой. Кракен, бери топоры кровных братьев, я держу его на прицеле. Они так и не узнали, как долго несчастный Храйдер находился под незримым влиянием провидца. Претар обернулся и увидел, как он исчезает в другой развилке, ведущей в неизвестную часть корабля. Брат! крикнул он, но Храйдер пропал в собственной версии реальности. До них донеслась громкая стрельба из штурмовой пушки, когда тот вступил в бой с воображаемой тварью из глубин. Претар уже двинулся в путь. За ним! Куда он пошел? спросил Цуган. К своей смерти, если это продолжится, мы здесь не одни. Цуган кивнул и последовал за сержантом. Развилка, которую выбрал Храйдер, вела в длинный коридор. Когда ее достигли остальные, его еще было видно, он стрелял из штурмовой пушки очередями, прежде чем шумно побежать дальше. Я могу подстрелить его, например, выбить поршень из ноги. Цуган уже прицеливался. Это его замедлит. Претар покачал головой. Снова послышался шум бегущих ног. На этот раз они все услышали, так же, как и пронзительный крик, который как будто издавала стая механических птиц. Во имя вулкана. Сержант нахмурился, пытаясь определить источник резкого звука, когда вдруг переборка захлопнулась, остановив их. Они потеряли Храйдера из виду, хотя Цуган мог поклясться, что видел, как за миг до этого вокруг него сомкнули стени, словно отделившиеся от самых стен. Удерживайте развилку, приказал претер Инквитезу и Вокару. Они тут же заняли позиции. Он повернулся к Цугану. Выбей ее, сейчас же! Цуган вогнал в металл цепной кулак, и каскад иска разорил коридор. Потребовалось несколько минут, чтобы прорваться сквозь переборку. Он первым выглянул на другую сторону. Ушел! Рыкнул Цуган, но потом заметил следы крови на решетчатом полу. В коридоре был сводчатый потолок, усеянный трубами, усеянный трубами и узкими вертикальными воздуховодами. Цепи, свисавшие из темноты, слабо позвякивали. Претеры Цуган руками расширяли прореху в переборке, пока то не увеличилось достаточно, чтобы они могли пролезть. На это тоже ушли драгоценные секунды. Торопясь, они преодолели коридор еще за две минуты. Оставив остальных позади и приблизившись к тесному тупику, они нашли тело Храйдера. Ксеносы быстро приближались, десяток за десятком. Длинный коридор предоставил отряду Нумиана неплохие условия для ведения огня, а потолок был достаточно прочным, чтобы можно было не беспокоиться насчет внезапного нападения сверху. Если генокрады приближались только с кормы протея, они смогут их сдержать. В нескольких метрах от двери креанического помещения был перекресток, откуда коридоры отходили влево и вправо. Здесь Нумиан разместил Эмика двух огненных драконов и встал сам. Слева от него было помещение, где хранились спасательные капсулы. Атака из этого направления была маловероятна. Но если ксеносы явятся из правого коридора и одновременно из направленного к корме, битва наверняка будет гораздо короче. Он уже слышал их, стрекочущих, суетящихся, скачущих, уже недолго. Примерно 50 метров отделяло их от братьев Меркуриона и Гондара у следующего ответвления. Еще где-то через 100 метров длинный коридор оканчивался пятном тьмы, которое свет галофонарей уже не мог рассеять. Ждите, пока не сможете хорошо прицелиться, затем введите огонь на подавление, чтобы замедлить их, приказал Нумиан по комсвязи. Посмотрим, братья, сможем ли мы забить путь впереди трупами ксеносов. Воинственная есть, раздавшаяся в унисон, сказала ему, что приказ был услышан и что огненные драконы приносят последние клятвы. Дверь позади, где пребывала в частичной спячке его жертва, касалась спины Нумиана и казалась горячей на ощупь. Все это ради возмездия. Нумиан стиснул кулак, сокрушая сомнения. Нет слишком высокой цены. Они идут! Коридор впереди внезапно озарили вспышки грохочущих штурмболтеров. Мельком среди тел и выстрелов Нумиан видел, как взрываются беснующиеся ксеносы. Они и не думали отступать. Даже на расстоянии он заметил лихорадочное сияние в их глазах. Оно даровало тварям агрессию и целеустремленность. Нумиан понял, почему они едва ощущали психические эманации провидца. Он стал частью корабля и распространил свою власть на его обитателей. Эльдар направлял свою силу через крадов, пробуждая и ведя их, заменив собой разум улья. Болтерный огонь Гондара и Меркуриона длился еще несколько секунд, прежде чем они начали отходить назад. При этом они периодически выпускали очереди один за другим, так что залпы перекрывали друг друга. Нумиан практически не видел целые трупы среди крови и оторванных конечностей, таково было разрушение, учиненное их оружием. Боеприпасы на исходе, предупредил Меркурион. Да, брат, ответил Гондар. Нумиан двинулся было вперед, но дисциплина взяла верх и он остановился. Вместо этого он заговорил в ком линк. Отступайте, вернитесь в строй, братья. В тоне сержанта слышалась настойчивость, говорившая, что он знает, что к ним приближается. Генокрады были повсюду, перебирались через мертвых, карабкались по стенам, полу и потолку. Такая ярость. «Огонь вулкана бьется», начал Меркурион. Он поспешно вставлял в штурмболтер новую обойму, а Гондар прикрывал его, когда один крат подобрался достаточно близко, чтобы содрать с него половину шлема вместе с кожей лица. Брат Меркурион пошатнулся и выстрелил еще несколько раз из штурмболтера, прежде, чем второй ксенос пробил дыру у него в груди. Третий прыгнул ему на спину. Затем они облепили его, и огненный дракон исчез под грудой тварей. «Вернитесь в строй! Вернитесь в строй!» Но мольбы Нумиана были напрасны. Несколькими мгновениями позже пал и Гондар. Генокрады окружили его, и не было надежды, что он выстоит дольше. Его штурмболтер освещал коридор еще шесть секунд, прежде чем замолкнуть. Нумиан сдерживал гнев, не желая, чтоб тот заставил его броситься в набегающую волну крадов навстречу смерти и тщетной славе. «Брат Колах!» Огненный дракон с тяжелым огнеметом выступил вперед. Нумиан глухо произнес «Сожги это!» Храйдера разрубили на части. Цепные зубья усеяли шрамами его броню. Самые глубокие разрезы приходились на наиболее уязвимые сочленения. Терминаторская броня была серьезно повреждена, следы огня говорили о том, что в него стреляли плазмы с близкого расстояния. Участки частично расплавившегося керамита, оставившие зияющие каверны высеченные плоти Храйдера, были следом воздействия мельты. Убийцы набросились на него со всех сторон и разорвали его кусок за куском. Все вокруг жуткой сцены было окрашено кровью, которая отсвечивала темным, будто внутренности цветом в резком свете галофонарей. В конце следующего коридора у развилки издевательски позировала одинокая фигура. Она была облачена в архаичный силовой доспех, темный, как сумерки, или даже темнее, сложно было точно сказать. Боевой шлем, которому придали облик какого-то воющего демона, чья грубо высеченная ротовая решетка застыла в немом вопле, выглядел вытянутым, почти как голова птицы, и птичьими же казались его когтистые стопы и перчатки. Отвратительная тварь начала издавать щелкающие звуки. Ее движения были странными, несколько синкопированными, и когтистая стопа скрижетала по металлу в такт. Рот цугана свело в оскале, который скрыл шлем. Затем он, очертя голову, ринулся вперед по коридору под рев штурмболтера. Крича птичьим, механизированным, однотонным голосом, раптор взлетел в воздух, тяжело хрипящие двигатели на спине закашляли клубами дыма и пламени. Цуган промахнулся и выругался. Над ними громко зазвенели цепи и трубы. Цуган выстрелил в темноту под сводом, где, как ему показалось, он заметил движение. Жестокий смех, похожий на карканье стервятника, источник которого нельзя было отследить, был ответом на его промах. Затем раздался еще один взрыв птичьих воплей, синтезированных в окс-решеткой шлема. «Предатели хаоситы!» прорычал Цуган претару, скашивая звенья цепей следующим залпом. Они посыпались на его броню, будто железный дождь. Ответ сержанта отрезала переборкой, рухнувшей между ними. Попался. Цуган изрыгнул еще одно проклятие, когда несколько силуэтов в доспехах сородичей первого раптора обрушились сверху на крыльях лезвиях. Падая вниз, они как будто вытекали из теней и лишь в последний момент включали прыжковые ранцы, чтобы прервать полет. Воздух наполнил озоновый запах мельты и зловония окровавленных, смазанных маслом зубьев цепей. Клинки уже гудели, рычали в поисках добычи. «Вы так легко меня не убьете от родья ада», поклялся он, пытаясь оттеснить прочь другие ощущения, давящие на край сознания, медную вонь, серную поволоку. Эти враги были настоящими. Повелители ночи, насаждающие террор трусы, недостойные имени Астартес даже в те времена, когда они были верны трону. Рапторы были стайными хищниками и он попал в их ловушку. Клинки рванулись к нему. У Цугана едва было время увидеть их, не говоря о том, чтобы защититься. Претару потребовалось три удара громовым молотом, чтобы выбить дверь и со скрежетом, сорвав ее с укреплений, на полной скорости швырнуть в коридор. Как и большинство сынов вулкана, он обладал огромной силой, но даже среди огнерожденных претар славился невероятными подвигами. Ведомый же яростью и решимостью, он становился одним из самых могучих воинов. Ближайший раптор такого не ожидал. Шесть тысяч килограммов металла в полметра толщиной врезались в предателя и практически разрубили его пополам. Из-под подобного черепу лицевого щитка вырвался предсмертный хрип. Цуган вовремя увидел импровизированный снаряд и рванулся в сторону, однако в полете дверь все равно задела переднюю часть его нагрудника и оставила вмятину на керамите. Повреждения, нанесенные его броне цепными клинками, были незначительными. Огненный дракон воспользовался преимуществом перед изумленными противниками, хотя замешательство длилось всего несколько секунд, и выпотрошил одного из них выстрелом из штурмболтера. Стиснув наплечник раптора кулаком, он вогнал ствол тому прямо в живот и надавил на спуск. Цуган отшвырнул труп прочь, тогда как еще один попытался взлететь, чтобы занять более удобную позицию. Он уже выгнулся, чтобы прицелиться из плазмогана, когда Цуган протянул руку и схватил его за лодыжку. Он швырнул предателя наземь, не приложив к этому особых усилий. Цепляясь когтями за пол в поисках опоры, тот отлетел прямо к претеру. Сержант обезглавил тварь краем штормового щита. Узрите гнев вулкана! Взревел он, отшвыривая в сторону еще одного раптора, который прыгнул на него, намереваясь вцепиться. Теперь Цугана не стесняла толпа, и он стрелял налево и направо выверенными залпами. На ретинальном дисплее вспыхнули предупреждающие значки, пики интенсивного термического воздействия. Мельтострелок увернулся от первой очереди, выпустив небольшую реактивную струю из прыжкового ранца, чтобы остаться в воздухе, но затем претер атаковал из-под тишка и впечатал его в стену. К этому времени с опорного пункта вызвали Вокера и Инвиктеза, которые аккуратно всаживали очереди в гущу рукопашной из конца коридора. Умирая, рапторы дергались и дрожали, будто странные металлические куклы. В схватке лицом к лицу с полным отделением терминаторов у них не было шансов на победу. Коварная засада обернулась горьким, безнадежным поражением предмощью огненных драконов. Предателей осталось всего четверо. Саламандры наступали. Двое, испуская пылающие струи из прыжковых ранцев, попытались взлететь к своду. Огонь штурмболтеров, концентрированный на малой дистанции, разорвал их броню, будто жесть. Третий кинулся на претора, но его цепной клинок не выдержал столкновения с прочной броней сержанта. Сломанные металлические зубья посыпались на пол, а вскоре к ним присоединился изломанный труп раптора. Цуган оказался лицом к лицу с единственным выжившим предводителем рапторов, что носил вытянутую маску демона. Тот склонил голову, содрогнулся всем телом и пучок проводов, торчащих у его шеи, заискрился. Затем это гнусное птицеподобное создание заверещало на него. Насмешка заставила цугана замахнуться, ему хотелось ощутить, как плоти, кости твари размелются лезвиями цепного кулака. Но вожак рапторов рассчитывал именно на это и избежал удара, подхватив при этом мельтоган павшего сородича. Выглядело это, будто существо собиралось обратить оружие против огненного дракона, пока оно не включило прыжковые двигатели и взмыло к своду потолка, на ходу прожигая металлическое покрытие, создав себе таким образом путь для побега. Массивная фигура цугана не давала другим хорошо прицелиться и снаряды штурмболтеров безо всякого вреда для раптора обрушились на трубы наверху. Затем огненные драконы вновь остались одни. Молодушные отродья и растрители, что они делают на борту протея? Претор не отвечал, он слушал комлинг. Ну миан в беде, сказал он закончив. Предателям придется подождать. Цуган ощетинился. Месть Захрайдера придется подождать, твердо повторил претор. Мы нужны нашим братьям, тем, что еще живут и дышат, чтобы пробиться к энергетическому центру. Они уже собирались вернуться по своим следам, когда коридор сотрясло взрывом, настолько громким, что он срезонировал в броне Цугана. Посыпались крупные обломки металлического мусора. Впереди взвился черный клуб пыли и пламени. Претор пристально вгляделся в дым и завалы, отсеивая помехи, возникшие в результате взрыва, и что-то пробормотал. Остальные члены отряда заняли боевые позиции, ожидая очередного нападения. Сержант считал показания сканера на ретинальном дисплее. Сделав это несколько раз, он выругался, изрыгнув старое ноктюрнское проклятие. «Брат сержант?» спросил Вокер. «Путь назад закрыт». Претор закричал на Вокера, и от ярости горящие угли его глаз вспыхнули ярким пламенем. «Мы не можем идти предатели обрушили коридор, и если мы не найдем другого пути к энергетическому центру, то Нумиан и его отделение погибнут». Передышка не могла длиться долго. Очистительное пламя тяжелого огнемета брата Колоха хорошо выполняло свою работу. Испепеленные тела гинокрадов усыпали коридор впереди, но их наступало больше, гораздо больше. Через наушник комсвязи Нумиан слушал мрачный доклад претера. Разговор происходил в несколько коротких фраз с одной стороны. «Понимаю, брат, и не пытайся, попытка пробиться займет слишком много времени. К другой маршрут, такого, чтобы ты добрался сюда достаточно быстро, здесь нет. Ты должен, я могу эвакуировать брата Эмика со скитальца. Его жизнь единственная, которую ты сейчас можешь спасти». «Во имя вулкана», эхом прошептал Нумиан последнюю передачу, уже оборвав связь. Он проверил биосканер на ретинальном дисплее, посмотрел на смертоносный сосуд с ядом, прикрепленный магнитом к его броне. Враг был в считанных метрах. Он должен убить его. В любых других обстоятельствах сержант огненных драконов должен быть в состоянии его убить. Шум во мраке впереди становился все громче. Нумиан сказал брату Викиту «Доставь ипотекария к спасательным капсулам, убедись, что он на верном пути и возвращайся обратно в строй. Перед тем, как все закончится, мне понадобишься ты и брат Колах». Это было рискованно. Поместить Эмика в одну из капсул, возможно, нефункционирующую, при том, что нельзя было гарантировать его спасение, когда он окажется дрейфующим в пустоте. И с такими ранениями это был единственный вариант. Нумиан знал, что шансов у него немного. Викит ушел, забрав с собой ослабевшего, почти впавшего в кому апотекария. Нумиан положил руку в латные перчатки на наплечник Колаха. «Ничто не должно пройти, брат». Колах кивнул. Судя по звукам, крады приближались. В темноте впереди можно было различить их неясные силуэты. Нумиан повернулся и приблизился к двери переборки, готовый вот-вот произнести коды активации. «Закройте ее за мной», тихо сказал он. «И не открывайте, что бы ни случилось». «Во имя вулкана», произнес Колах. «Всегда за вулкана», ответил Нумиан. Стрекотание приближающихся тварей бурно нарастало. Он открыл дверь и вошел в криокамеру. Как только он переступил порог и дверь наглухо закрылась за ним, ударила дуговая молния. Поначалу боль была притупленной, затем усилилась, став куда более настойчивой и жгучей, и каждый шаг давался Нумиану с мучительным трудом. Крест терминатора наделял его некоторой защитой, но лишь благодаря твердой воле, присущей саламандрам, он продолжал двигаться по окутанному туманам полю. По его броне, как будто пробежали добила раскаленные пальцы, психическая молния выискивала открытую плоть и уязвимые места. Сочленения некогда непробиваемого доспеха Нумиана начали постепенно давать слабину. Через треск энергии он расслышал доносящийся снаружи шум битвы. Выстрелы болтеров и залпы огнемета сливались с боевыми кличами его братьев и визгом ксеносов, подходящий реквием для их последней битвы в этом адском месте. Это не был корабль, который он помнил. Эта мерзость более не была протеем. Здесь продолжали жить лишь призраки, которых нумиан понял это слишком поздно, но теперь он, по крайней мере, должен был завершить свою миссию. В считанных шагах от креокамеры он увидел оцепенелого и, как всегда, безмятежного провидца. При взгляде на чужака никто бы не догадался, что за хаос царит в его разуме, сражающимся с пришельцем, явившимся его убить. «И все же я убью тебя», поклялся Нумиан. Когда психическая молния ослабла, на смену ей вернулись кошмары и ментальные муки. Лица, прогнившие и сушеные разложением, пристально воззрились на него обвиняющими глазами. Внезапно появились сотни их, заградивших путь к креокамере, вонзающих мертвецкие когти в сержанта огненных драконов. Сервы, члены команды, жрецы-клеймители и даже товарищи-космодесантники удерживали Нумиана на расстоянии своим гневом и его чувством вины. Нумиан заскрипел зубами. Тело невыносимо болело, как будто кто-то обнажил его нервные окончания и испепелял их одно за другим. Он не мог видеть консоль сквозь толпу призраков, однако чувствовал ее. Она все еще была готова принять в себя смертоносную сыворотку. Провидец удвоил старания, посылая в Саламандру все новые трещащие дуговые молнии. Нумиан кричал при каждом новом ударе и плоть его слизала с костей. Перчатки окутало пламя, но сквозь кровавую дымку он достаточно хорошо видел свою цель. «Я твоя смерть!» Прохрепел он и вогнал сосуд в круглое гнездо. Тот быстро опустел, токсин проник в механизм будто голодный паразит. В тот же миг провидец содрогнулся в конвульсиях. Судороги выглядели неестественными в сочетании со спокойным выражением лица. Через несколько секунд он затих. За дверью давно уже затихла битва. Генокрады не смогли прорваться и закончили тем, что скребли когтями твердую обшивку, пока им это не наскучило, после чего двинулись дальше. Нумиан терял сознание. Откуда-то глубоко снизу доносился грохот кузни, звук наковальни, который касается молот. «Скоро я буду там», подумал он. «Скоро я присоединюсь к вам всем, братья мои». Цуган молча прижимал руки к своим ноющим ранам, стоя пристегнутым в санктуарине неумолимого. В отсеке, где находились воины, царило подавленное настроение. Не менее шести огненных драконов погибли, пытаясь свершить столетнее воздаяние. Почему-то он чувствовал, что чаши весов неуравновешены. Он жаждал пламени солиториума, жара, который бы очистил его от боли и бессильной ярости, затаившейся внутри. Голос Валкейна, пилота, прервал его мрачные раздумья. Покинув останки протея и вернувшись на ангарную палубу Глориона по другому маршруту, они попытались восстановить связь с Нумианом. Бестолку. Апотекарий Эмек все еще мог быть жив, поэтому они тщательно прочесали пространство космоса вблизи того места, откуда выбросило его спасательную капсулу. Сейчас, два часа спустя, они нашли его. Экстренная руна идентификации соответствует сигнатуре протея. Голос брата Валкейна звучал неровно, искаженный комлинком. Претер заговорил в приемное устройство у переборки. Проведи биосканирование и подведи нас ближе. Прежде чем Валкейн ответил, прошла почти минута. Есть жизненные показатели. Цуган увидел, что Претер на миг прикрыл глаза, как будто с его плеч сняли груз. Сколько до него? спросил он пилота. Примерно три минуты семнадцать секунд, господин. Верни нам нашего брата Валкейн, верни его в кузню. Во имя вулкана. Во имя вулкана. Ответил Претер, прерывая связь. Повернувшись, он встретился взглядом с Цуганом. Легкий кивок сержанта сказал огненному дракону все, что ему нужно было знать. Эмик по крайней мере выжил. Когда его извлекли из спасательной капсулы, он лежал ничком в медиконтейнере, прикрепленный к полу, будто какой-то груз. Лицо апотекария и большая часть его левого бока сильно пострадали. Цуган он пожалел о том, как сказал Эмику, что однажды тот сломается. Он не хотел, чтобы эти слова оказались пророческими. Претар внимательно наблюдал за ним. Глаза сержанта, не скрытые шлемом, горели огнем, не уступая ярости самого Цугана. Так много смертей во имя чего-то столь бесплодного и приходящего. месть блюда, которое не насыщает. Она оставляет тебя холодным и пустым. Да, жажда мести все еще горела в Цугане всепоглощающим пламенем. В тот момент она пылала в них всех. Их боль получила имя. Цуган знал это имя и не было нужды его произносить. Повелители ночи. Брейден Кэмпбелл Подарок для госпожи Баэды Лорд Мальврик был могуч, богат и совершенно мертв внутри. Несмотря на то, что народ, к которому он принадлежал, был известен страстностью и жаждой жизни, время охладило его. Каждая прожитая столетия иссушала его как физически, так и духовно, пока от него не остался вечно хмурый, слегка сгорбленный старик, встречавший каждый новый день с мрачным равнодушием. Именно поэтому он так удивился, когда внезапно понял, что влюблен. Мальврик и его дочь Савар почтили своим вниманием очередные гладиаторские игрища, которые в Каморре никогда не прекращались. Из их ложи, расположенной высоко на изогнутой стене арены, открывался великолепный вид. Савар увеличенно наблюдала, как бойцы внизу кромсают один другого бритвенными цепами, выпускают потроха гидроножами и режут друг друга на крупные кубики окровавленного мяса осколочными сетями. Она была молода и полна жизни, и чувства ее были остры. Даже в высоте, вдали от поля боя, Савар могла ощущать источаемую ими эротическую микстуру из пота и крови, могла распробовать страх и адреналин паром исходящий от участников боя. В деталях видеть жилы, плоть и кость каждой отрубленной конечности. Малеврик с другой стороны давно уже утратил большую часть своих чувств. Такое случается с эльдарами его возраста, когда их перестает интересовать жизнь. Вкусы, запахи и ощущения ныне оскудели, как будто доходили до него через толстое покрывало. Даже зрение стало мутным, недовольно и покорно ворча, он пошарил в складках мантии и вытащил изящно украшенный маленький бинокль. Какое-то время он тоже наблюдал за балетом резни, но тот не опьянял его так, как савр. Малеврик видел подобную работу ведьм уже сотни раз и на многих мирах галактики. Сперва он ощутил лишь глубокое чувство неудовлетворенности, но потом, когда его дочь начала громко выражать свое веселье, он почувствовал нечто иное зависть. По правде говоря, в последнее время он чувствовал ее довольно часто. Хорошо осознавая собственную дряхлость, он ненавидел почти всех, кто его окружал, ненавидел за их молодость. Единственным исключением была Савар, единственный член Кабала, кого он мог бы пощадить в случае попытки убийства или переворота. Одна лишь мысль о ней заставляла подергиваться морщинистые уголки его рта, то было самое слабое, самое далекое эхо улыбки. Из всех вещей, какими он владел, из всех тех, кто служил ему, она была самой ценной. Есть такое слово, одно единственное слово, которое используют другие, низшие обитатели галактики, чтобы описать это чувство, но в этот миг оно ускользнуло из его старой головы. Мальврик отвлекся от сражения и начал смотреть по сторонам. Его блуждающий взгляд наконец добрался до других лож, где восседала элита темного города. В конце концов, в театр приходят, чтобы показать себя, и он от нечего делать, решил посмотреть, кто пожаловал сегодня. Внезапно что-то остановило его взор, и он выпрямился в кресле. Напротив, над другим краем арены сидела женщина. Она была одна, по сторонам от нее стояли двое рослых инкубов телохранителей. Черные волосы, пронизанные серыми прядями, были собраны в высокий хвост на макушке и густыми волнами рассыпались по шее и плечам. Кожа была безупречно бледной, гладкой и тугой, будто натянутой на барабан. Глаза темные и чуть светящиеся, губы окрашены в цвет обсидиана. Она откинулась назад в своем похожем на трон кресле, и Мальврик увидел, что она облачена в идеально подогнанные доспехи. Ножные латы были в форме сапогов с тонкими высокими каблуками, а верхняя часть доспеха больше напоминала бюстье, чем защитный нагрудник. Руки от локтей до кончиков узких пальцев скрывали черные вечерние перчатки, а вокруг нее струился шлейф угольно-черного многослойного платья. Большая подвеска, очевидно, генератор теневого поля, лежала меж бледных грудей. «Кто это?» выдохнул он. Савар резко повернула голову и подняла бровь. Ее отец чем-то по-настоящему заинтересовался, а это редкое событие. Она быстро проследила за его взглядом и тоже уставилась на похожую на изваяние женщину напротив. Глаза Савар были помоложе, и ей удалось разглядеть затейливый паутинный узор, выведенный серебряными нитями на платье этой женщины. Она покопалась в памяти, сравнивая лица и имена. Будучи самой преданной помощницей отца, его единственным иерархом, она обязана была знать в лицо каждого из врагов Мальврика. Через несколько секунд она поняла, что не может ее вспомнить. «Я не знаю ее», тихо сказала Савар. «Выясни», тихо произнес он, продолжая смотреть через бинокль. «Немедленно». Савар кивнула и тут же принялась собирать оружие. Стиснув в одной руке светящуюся алибарду, второй она проверила висящий на поясе пистолет. «Просто то, что было в ней постепенно собиралось для него в единое целое, то, как чувственно и медленно она глотала, цвет ногтей на тонких пальцах, которыми она отбросила локон с лица, легкая пульсация трубки, вводившей наркотики в ее сонную артерию. Как будто чем дольше он наблюдал за ней, тем моложе становился. Его тело воспряло, пульс участился, мускулы напряглись. Он облизал губы, чувствуя, как впервые за 10 лет рот увлажняется слюной. Что-то накатило на него нежданной волной, некое чувство, которое так давно пропало из его жизни, что его даже затрясло, будто ударило током. И тогда, без единой капли сомнения, он осознал, что должен обладать этой женщиной, должен впечатлить ее и установить над ней безраздельную власть. Теперь его единственной целью в жизни стало сделать ее своей желанной, но вместе с тем, принадлежащей лишь ему собственностью. Он был полностью с головы до пят, что это за слово, которое используют мунки. Вдруг женщина нахмурилась, чуть наклонила голову в бок и прямо посмотрела на Мальврика. Старый Архонт ухнул и уронил бинокль. Неловко собрав свои вещи, он поспешил в вестибюль. Его собственные инкубы, как всегда, безмолвно следовали за ним. «Слишком долго», пробормотал он, ругая себя за недостаточную скрытность. В считанные минуты он оказался снаружи, забрался в свой улучшенный рейдер и стал ждать Савар. Когда она явилась, у нее едва хватило времени ухватиться за поручень, прежде чем Мальврек подал сигнал пилоту. Машина слегка качнулась, а затем резко взмыла в воздух. «Ты куда-то спешишь?» поддразнила его Савар. Ветер взметнул ее волосы и юбку, развивая их подобно пурпурным волнам. «Что ты выяснила?» требовательно вопросил Мальврек. Он пододвинулся к ней поближе, чтобы расслышать ответ. «Я не смогла подобраться к ней вплотную», начала Савар. «Из-за телохранителей?» «Из-за свиты. Она, конечно, сидела в ложе одна, но в коридоре рядом было полным полно народу, причем не только слуги. Там были представители по меньшей мере полудюжины различных кабалов, и все явно хотели повидать ее или поговорить с ней. Однако мне удалось кое-что узнать. Зовут ее Баэда, и она буквально на днях переехала в Каморру из какого-то внешнего города в паутине. Из Шаа дома, полагаю. Судя по всему, там она была супругой Архонта, и когда тот в конце концов умер, она унаследовала весь кабал. Говорят, теперь в ее распоряжении огромные ресурсы». Мальврик кивнул и сощурился. Это, конечно же, объясняла, почему столь многие пытаются ее добиться. К ним приехала богатая вдова, и теперь самые выдающиеся холостяки темного города намеревались заявить на нее свое право. Его интересовало лишь, кто составляет ему конкуренцию. Савр, как всегда, словно читала его мысли. «Я видела там воинов с эмблемами разных кабалов. Всевидящее око, ядовитый клык и раздирающий коготь, то есть лорд Ранисолт, лорд Хоэнлор и лорд Зиент. Мальврик знал их. Каждый из них был юным выскочкой, который добился власти над кабалом при помощи манипулирования и убийств. Они были настолько серьезными противниками, насколько были молоды и красивы. «Мне нужно вернуться в форму», сказал он. Через какое-то время Мальврик наконец почувствовал, что достаточно подготовлен ко встрече со вдовой. Он не взял с собой ни телохранителей, ни воинов. Только Савар несла за ним большой ящик, держась на почтительном расстоянии. «Если заявиться к женщине с целой армией это не только выдаст страх и не уверенность», решил он, «но и будет довольно грубо». Безобразный, изуродованный слуга открыл им дверь и повел через похожие на пещеры покои. Проходя мимо богато украшенного зеркала, Мальврик на секунду задержался, чтобы оценить свой вид. «Его хирурги-гомункулы поистине превзошли себя», подумал он. «Посмотреть хотя бы на скобы, вогнанные в затылок, которые туго натягивали на череп увядшее лицо. С полдюжины воинов лишилось скальпов, и теперь вместо жидких сальных волос его голову украшала великолепная грива цвета вороного крыла. Сеть инжекторных трубок закачивала в него смесь наркотиков и снадобий, приводя мышцы в тонус и придавая глазам здоровое зеленое свечение. Он оскарился, любуясь своими новыми зубами из нержавеющей стали. На нем был самый лучший боевой доспех, а в дополнение к нему золотистый табарт, развивающийся пурпурный плащ и самые большие наплечники, какие только можно было достать. «Бедняжка!» усмехнулся он про себя, «У нее нет ни единого шанса». Его ввели в огромную комнату, полную роскошной мебели с высокими спинками. Из арчатых окон открывалась панорама Каморры, а перед ними стояла Баэда, упиваясь этим зрелищем. «Лорд Мальврек!» произнесла она, надменно не поворачиваясь к нему. Голос у нее был глубокий и мягкий. «Госпожа Баэда!» громко объявил он. «Я приветствую вас в нашем прекрасном городе!» Она наконец повернулась к нему лицом. На фоне алебастровой кожи ее глаза казались настолько черными, что были похожи на пустые глазницы. Лицо было лишено выражения, как у безмолвной статуи. И все же сердце Мальврека забилось сильнее, и его инжектор автоматически подстроился под возросший уровень эндорфинов. «И?» спросила она несколько нетерпеливо. Мальврек продемонстрировал ей новые зубы. «И я пришел, чтобы заявить о своих брачных намерениях». Она не впала в экстаз и не рухнула перед ним на колени, как это происходило в фантазиях Мальврика, но фыркнула, прошла через комнату и удобно устроилась на небольшом диване. «Разумеется», сказала она с легким кивком. Мальврек приблизился к ней и распростер руки. «Леди, я богат и могущественен, и в мой кабал входит не только множество славных воинов, но и наемные ведьмы и бичеватели. Я повелеваю армадой боевых машин и флотилией звездных кораблей. Те, кто знает меня, страшатся меня, и о моем мастерстве в бою слагают легенды по всей галактике», закончила она. «Я уже слышала эту речь». «Вы слышали?» пораженно спросил Архонт. «От мужчин более льстивых, чем вы». Она взглянула на Савар, стоявшую позади, и холодно произнесла. «Вы, по крайней мере, явились со свитой лишь из одной рабыни, хотя стоит еще подумать, говорит это об уважении или же о высокомерии». Глаза Савар вспыхнули от возмущения. «Я не рабыня», прошепела она. Мальврек поднял руку, успокаивая ее. «Савар моя дочь», спокойно сказал он. «Она служит мне по собственной воле, так же, как должны служить и вы». Брови Боэды выгнулись дугами. «Однако же дерзкий мужчина в этом городе, вы должно быть полагаете, что я первый раз встречаюсь с подобными заигрываниями». «Ни в коем случае», ответил Мальврек, «я знаю, что лорд Ренесолт, лорд Хоэнлор и лорд Зиэнд домогались вас». «И это лишь немногие». «Они больше не будут вам докучать», тихо сказал Мальврек. Савар вышла вперед и открыла ящик. Внутри была аккуратно разложена кожа мальврек». На кратчайшее мгновение на лице Баэды проступило изумление, однако она немедленно вернула себе хладнокровие и внимательно посмотрела на Мальврика. «Все, что принадлежало им, стало моим», сказал он и с ног до головы смерил ее голодным взглядом. «Так же, как станете и вы». Спугающей быстротой Баэда поднялась на ноги. Мальврек и Савар вдруг осознали, что там, где раньше были лишь тени, теперь стоят инкубы. Напряжение в воздухе стало осязаемым. Баэда заговорила слегка неестественным голосом. «Вы страстный, лорд Мальврек, но не производите впечатления». Осквабившись, Мальврек коротко кивнул, развернулся на каблуках и пошел к двери. Савар последовала за отцом. Она отбросила ящик, и тот с грохотом покатился по полу, рассыпая на паркет останки соперников Архонта, похожие на засушенные цветы. Планета Франчи была холодна, дни ее дождливы, а ночи туманны. Она была покрыта обширными горными хребтами, густыми лесами и бурлящими серопенными океанами. Короче говоря, это был мир, который оценил бы любой темный Эльдар, и Малеврик твердо вознамерился сделать из него подарок для Баэды. Фактически, Франчи обладала одним единственным недостатком, на ней жили люди. Поэтому старый Архонт принялся за работу. Первым делом его воздушные войска обстреляли и разбомбили их жалкие укрепления и бастионы. Затем, когда остались одни только руины, он обрушил на выживших защитников свои основные силы. Рейдеры беззвучно скользили над сокрушенными городами, без всякого разбора, забрасывая гранатами и бункеры, и здания. Сферы из искаженной призрачной кости взрывались, обращаясь в белый, как мел, порошок, настолько тонкий, что даже самые лучшие фильтрационные системы Империума не могли его удержать. Он находил путь в глаза, уши и легкие, а попав туда, вызывал столь ужасающие галлюцинации, что жертвы его могли лишь кричать и рыдать. Они катались по земле, раздирая ногтями собственные лица и выцарапывая себе глаза, а воины Мальврика поливали мирных жителей Франчи градом ядовитых кристаллических осколков или насквозь пронзали штыками. Тех, кого не убили на месте, волокли прочь и сковывали шипастыми цепями. Им не достанется быстрой и безболезненной смерти. Когда темные эльдары увезут их в Каморру, они будут влачить жалкое существование еще долгие годы, а то и десятилетия в качестве рабов, игрушек и еды. В общем, все это было очень волнующе и прекрасно, и приспешники Мальврика были просто в восторге. Он сам, впрочем, странным образом не ощущал никакого интереса. Он знал, что должен быть прямо там, в гуще боя, наслаждаться смертью и хаосом. Вместо этого он стоял в одиночестве посреди городской площади, заваленной рухнувшими статуями и кучами мертвых людей, и наблюдал, как другим достается все веселье. Его мысли по-прежнему были заняты Баэдой. Он бродил по щиколотку в раскиданных по земле внутренностях, чей аромат для него был словно запах весенних цветов, но все, что он видел пред собой, ее лицо. Неподалеку какой-то комиссар пытался высвободиться из-под придавивших его трупов собственных подчиненных. Один из сиборитов Мальврика, которого явно радовало происходящее, подбежал к нему и выстрелил прямо в лицо, отчего голова человека лопнула, будто перезрелая дыня. Послышались восторженные вопли других воинов, наблюдавших, как во все стороны разлетелся рубиновый фейерверк из фрагментов кости и мозга. Все, что ощущал Мальврик, жгучее желание швырнуть вдову на пол и задавить, задушить ее весом своего тела. Для него резня на Франче была работой, а не игрой. Он зачищал планету так, как некто может полировать серебро, ибо его подарок должен быть безупречен. Иррационально, да, и Архонт знал это, но он должен был ее впечатлить. В конце концов, ведь он, он, слово манки опять ускользнуло от него. Теперь его солдаты начали резать трупы ножами, чтобы взять какие-нибудь мелкие трофеи, например, пальцы, уши или зубы. Он посмотрел на них, вынырнув из глубин отвлеченных мыслей, и собирался было что-то сказать, как раздался взрыв. На мгновение Мальврик узрел, как его воинов объяло пламя, затем земля под ним вздулась, и он очутился в воздухе. Подчиняясь инстинктам, он подтянул конечности к телу и полетел на ударной волне. Его личное силовое поле вспыхнуло сгружив хозяина плотным коконом черной энергии и обеспечив надежной защитой. Даже когда он упал на земь, теневое поле впитало в себя энергию удара, который иначе сокрушил бы все кости в его тощем теле. Мальврик перекатился и встал на ноги. Поле стало прозрачным, каким-то образом почувствовав, что его владелец пока что в безопасности. Из пилены дыма с грохотом прямо на него. Позади машины можно было разглядеть несколько десятков человеческих силуэтов. Мальврик бросил взгляд назад, но там, где секундой ранее были его воины, теперь остался лишь дымящийся кратер. Повсюду раскидало части тел, как людей, так и темных эльдаров, неотличимых друг от друга в смерти. Разум Мальврика захлестнула ярость, он приказал, чтобы все боевые машины франчи были нейтрализованы до того, как основные силы войдут в город, но очевидно, кто-то что-то упустил. Сколь недоразвиты ни были технологии Монки, он по неприятному опыту знал, если это механическое чудище не уничтожить сразу же, его пехота едва ли сможет выжить. Гвардейцы, прятавшиеся за танком, теперь рассыпались вокруг него. Они были легко вооружены, кроме одной троицы, которая спешно устанавливала какую-то боевую пушку. Мальврик был один и на открытом пространстве. Он ощерился, преисполнившись отвращения к себе за то, что позволил этому случиться. Он не концентрировался на том, что происходит здесь и сейчас, отвлекаясь на мысли о том, как бы совратить вдову и расшевелить ее чувства. А затем, как он это часто делал, Архонт направил свое отвращение наружу, изрыгая его на гвардейцев. Из танка донесся ляск, говорящий о том, что в пушку вогнали новый снаряд. Мальврик знал, что у него есть только один шанс. Он резко дернул шеей, активируя инжектор наркотиков и бросился в атаку. А люди ответили всем, чем могли. Они извергли бурю лазерного огня и тяжелых разрывных болтов. Вокруг свистели снаряды автопушки. С оглушительным ревом танк выстрелил из главного орудия и люди, съежившиеся по сторонам от него, вздрогнули и закрыли глаза. Площадь взорвалась. Какое-то мгновение не было видно ничего, кроме пыли и дыма, но затем оттуда выпрыгнул, взвился в воздух один единственный силуэт и приземлился прямо посреди гвардейцев. Правая рука Мальврика была защищена огромной перчаткой с пальцами в виде коротких мечей. Он взмахнул оружием, активируя его приносящие чудовищную боль электрические свойства и убил троих прежде, чем остальные успели хотя бы моргнуть. Их тела, беспорядочно дергаясь, повалились наземь, точно брошенные куклы. Потом все солдаты накинулись на него, колотя кулаками, пинаясь, тщетно пытаясь ударить его прикладом. Мальврек был спокоен, собран и контролировал свое дыхание, парируя удары. Он подумал, что люди почти комичны в своей ярости, они больше брызгали слюной, ругались и хрюкали, чем наносили урон. И все же они теснили его, не поддаваясь и не отступая. Они бешено колотили по защитному полю, хотя с тем же успехом могли тесать камень голыми руками. Это было в некоторой степени достойно восхищения, поэтому Мальврек убил немногих, предпочитая калечить. Он сбил наземь еще одного бойца, попутно лишив того ноги. Каждый раз, когда он рубил или колол, падал очередной гвардеец. Они лежали кучей у него ног, вопя и причитая, шепча молитвы богу императору или призывая своих матерей. Внезапно на наруча Мальврика вспыхнули сигнальные огоньки. Его теневое поле было надежным, но не безотказным. Оно могло выдержать лишь определенный сил и урон, прежде чем перезагрузиться или отключиться для перезарядки. Поле исчезло с тихим хлопком, и ему в лицо тут же врезался приклад Лазгана. Голова старого Архонта дернулась назад, и черная кровь брызнула наружу из-за стальных зубов. Мальврик яростно уставился на человека, которому наконец удалось причинить ему боль, и вонзил огонизатор прямо тому в лицо. Зашипели и засверкали электрические дуги. Глаза солдата обратились в жижу и потекли по щекам, и он завыл точно одержимый. Оставшиеся гвардейцы отступили, придя в ужас от этого зрелища, и в этот миг смятения Мальврик прикончил их всех одним эффектным розчерком. Четверо человек погибли под его ударом, остальных он оставил лежать на земле, дожидаясь своих поработителей. Невдалеке танк разворачивался к Архонту, чтобы снова обрушить на него огонь. Глаза Мальврика расширились от ужаса. На мгновение, захваченный наслаждением рукопашной схватки, он совершенно забыл об этой машине. Теперь же Архонт осознал, что без защитного поля любое из орудий машины просто разорвет его на части. Уверенный, что вот-вот умрет, он подумал о Савар. Дочь возглавит Кабал после него и будет хорошо руководить им. Единственное, о чем он сожалел, что никогда не увидит, как она вступает в свои права. Невероятно, но башня танка снова повернула орудие в сторону площади. Мальврек посмотрел вдаль и увидел, что ему на помощь, стреляя на лету, мчится разоритель. Лучи темной энергии вонзились в бронированный бок танка и с мучительным ревом его башня разлетелась на скрученные металлические ленты. Языки пламени вырвались из каждого шва и сочленения и вспомогательное орудие бессильно опали. Мальврек вернул себе самообладание и пошел к ожидающему кораблю. Стрелки уже спрыгивали с подножек и бежали ему навстречу. «Господин мой», тяжело дыша спросил один из них, «Вы не ранены?» Архонт указал на обломки уничтоженного танка. «Кто в этом виноват?» спросил он. «Недосмотр», ответил другой солдат, в то время как похожий на летучую мышь транспорт взмыл в небо. «Наша орбитальная разведка пропустила военную базу за пределами города, с ней как раз сейчас разбираются». Мальврек наблюдал, как издавая звуковые удары, их обгоняют реактивные истребители. «Хорошо», сказал он, «Давайте убедимся, что с ней разберутся как следует». Когда он приехал на место, от имперской базы почти ничего не осталось, кроме развалин. В зданиях бушевали пожары. Повсюду валялись мертвые гвардейцы и разбитые машины. Посреди всего этого стоял одинокий бункер, и его единственная дверь уже была сорвана с петель. Внутри доложили воины, в надежде на спасение спряталась кучка напуганных беженцев. Лорд Мальврик спустился по узким бетонным ступенькам в сырое квадратное помещение, где всюду валялись одеяло и упаковки от еды. Свет исходил только от нескольких тусклых панелей, встроенных в стены. Четыре тела лежали разбросанные по полу, мастерская работа его сиборитов. Последних двоих выживших оставили для него. Мальврик быстро осмотрел их, мужчина и женщина, одетые в грязную форму цвета хаки, на фоне которой выделялись только личные жетоны на шее одного и кольцо с алмазом на одном из пальцев другой. Женщина, приглушенно рыдая, спрятала лицо на груди мужчины. Тот, в свою очередь, нежно баюкал ее и шептал успокаивающие слова. «Ну что ж», без удовольствия произнес Мальврик, «надо с этим заканчивать». При звуке его голоса мужчина поднял взгляд. Глаза его были расширены от страха. «Пожалуйста», быстро заговорил он на своем невыразительном языке. «Мы знаем, что вы такое, пожалуйста, не забирайте нас с собой». «Не беспокойся, монки», сказал он на отрывистом низком готике. «Я пришел не за вами, всего лишь за вашей планетой». Во имя целесообразности он вытащил пистолет из кобуры, намереваясь застрелить женщину. Затем, довольно-таки неожиданно, мужчина вдруг рванулся вперед. Он схватил Мальврика за левое запястье и вывернул его так, что облако осколков ушло в потолок. Одним плавным в нос, ударил коленом в живот и вогнал локоть в спину, когда человек согнулся пополам. Затем он без всяких усилий переместил вес на одну ногу и пнул его прямо в грудь. Мужчина отлетел и повалился на экран компьютера. Стекло разбилось и полетели искры. Мальврик подскочил к нему и ударил клинками перчатки, пробив плоть, кость и бетонный пол. Он громко фыркнул, вдыхая в себя ускользающую жизненную энергию человека. Этого похоже хватило, чтобы наконец вырвать женщину из оцепенения. Она подбежала к телу своего спутника и, подвывая, прижалась к нему. Мальврик перезарядил пистолет и посмотрел на нее сверху вниз. «Он не заслуживает столь трогательных подношений, как твои слезы и крики», сказал он ей. «Почему ты рыдаешь для столь незначительного существа?» Она уставилась на него глазами загнанного животного. «Он был моим мужем», закричала она. «Я любила его». Мальврик вдруг просиял. Он щелкнул пальцами и показал на нее когтем перчатки. «Вот оно», ликующе произнес он, «Вот то слово, которое я пытался вспомнить. Спасибо». Видя ее изумление, он опустился на колени, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «Ты знаешь, так получилось, что я и сам кое-кого люблю. Скажи мне, много ли ему пришлось сделать, чтобы захватить тебя?» «Захватить меня?» тупо переспросила она. «Да, мы называем это инья лама кванон, сделать кого-то своей ценной собственностью или полезным слугой. Но мне нравится ваш варварский термин «любить». Он краткий и мощный, как убийственный удар». Женщина подавила истерический смешок. «Я всегда думала, что отчеты о ксеносах преувеличены, но ты же правда в это веришь, да? Что в жизни нет ничего, кроме разных степеней порабощения». «Боюсь, что я не совсем понимаю», сказал Мальврик. «Любить значит быть вместе», продолжала она. «Это значит разделять все вместе, быть равными партнерами, не владеть, не управлять. Любить значит заботиться друг о друге так сильно, что расставание станет невыносимо». Она уставилась вниз на окровавленный труп своего мужа и снова расплакалась. Мальврик подумал о принадлежащих ему вещах, о коллекции адских масок, об агнизаторах, о высокой башне в Каморре, о своих последователях. Конечно, среди всего этого были наиболее ценимые слуги и вещи, которыми он дорожил. И все же он не понимал. Разделять поровну, быть партнерами, наверное, он пытался вспомнить другое слово. «Теперь убей меня!» дерзко потребовала женщина. «Убить тебя!» медленно проговорил Архонт. «Чтобы вы могли снова быть вместе». Женщина не ответила, и воины, столпившиеся в дверях, разом затаили дыхание. Мальврек встал, щелкнув старыми суставами, и засунул пистолет в кобуру. Он взглянул на своих приспешников и коротко кивнул, и они один за другим вышли из бункера. Архонт повернулся, чтобы пойти следом. Женщина открыла рот от изумления. «Что ты делаешь?» «Даю тебе возможность посмаковать свои мучения, конечно». Он помедлил в дверях, ожидая, что она скажет что-то учтивое, но она просто таращилась на него, разинув рот. Пожалуй, не следовало ожидать хороших манер от Монки. Подождав секунду, он вздохнул и сказал, «Не не стоит благодарности». Затем он ушел, оставив ее наслаждаться болью, если это, конечно, вообще было возможно. Столь убогое и ограниченное существо, подумал Мальврик, едва ли способно достойно оценить хорошую порцию страданий. Однако, судя по всему, неблагодарность была характерна не только для человеческих женщин. Вернувшись в темный город, Мальврик направился к Баэде, чтобы преподнести ей в дар Франчи. Слуга осторожно проинформировал его, что вдова отказала в личной встрече. Она попросила передать, что ее не интересует добытая для нее планета, поскольку у нее имеются собственные миры и собственные пленники. Кипя гневом, Мальврик решил было с боем пробиться внутрь, но передумал, когда навстречу ему вышла пара инкубов Баэды. Атаковать их значило бы открыто объявить войну, и, несмотря на растущее чувство досады, он все же хотел завоевать сердце вдовы, а не убить ее. Когда он вернулся домой, Савр тренировалась. Почти полностью обнаженная, блестящая от пота, она уворачивалась от ударов и скользила среди полудюжины партнеров, вооруженных зазубренными ножами. Неглубокие порезы украшали ее руки, ноги и живот, и смешанный с маслами пот восхитительно обжигал их. Она обожала эти полуденные занятия, наполовину тренировки, наполовину предварительные ласки. Обожала почти так же, как настоящее сражение. Впрочем, все действо тут же сошло на нет, когда Малеврик распахнул двери. «Это женщина!» Взревел он, и изо рта полетели капельки слюны. «Я заставлю ее подавиться своим высокомерием!» Савр взмахнула рукой, и ее компаньоны испуганно попятились и скрылись. Она много раз видела отца рассерженным, но на сей раз это было нечто иное. Он напоминал ей некое запертое в клетке чудовище, с которым ведьмы сражаются на арене, взбесившаяся от гнева и бессилия. «Она победила тебя в схватке?» с надеждой спросила она, опираясь на единственное логичное объяснение. «Наши кабалы теперь воюют?» «Она даже не захотела повидаться со мной!» сказал он убитым голосом. «Я уничтожил ее женихов, но это ее не впечатлило. Я так старался очистить для нее планету, а она ее отвергла». Савр закусила верхнюю губу и сказала «Отец, при всем моем к тебе страхе и уважении ты ничего не знаешь о женщинах, трофеи, планеты, и ты ждешь, что она впечатлится столь обыденными подарками? У нее свои стандарты, отец, и если ты хочешь ее заполучить, хочешь по-настоящему, то тебе придется дать ей нечто уникальное, что-то, на что еще никто и никогда не решался. Старый Архонт выдохнул. Если бы кто-то другой попытался усмирить его ярость, он бы убил его одним ударом, но Савр другое дело. Как всегда, она была словно целебная мазь, нанесенная на ожог. Боль, к счастью, оставалась, но переставала быть столь жестокой. «Ты права, разумеется», пробормотал он. «Что-то, отчего у нее захватит дух, что заставит ее немедленно осознать, в ее же интересах немедленно мне подчиниться». Он снова подумал о супругах с Франчи. Женщина любила мужчину, но почему? Что он ей дал в обмен на ее повиновение? Она была самым невзрачным существом в мироздании, одетая почти как оборванка, кроме разве что... Мальврек положил руку на плечо Савар. «Собери кабал», сказал он. «Все наши войска. Теперь я знаю, что подарить госпоже Баэде». Ктельмакс был миром пустынь. Снаружи царило палящее губительное солнце, но здесь, в просторном могильном комплексе, было так холодно, что можно было увидеть пару дыхания, когда Мальврек говорил. Они с Савар стояли, омываемые зловещим зеленым светом. Кругом во всех направлениях простиралась чернильная тьма, пронизанная редкими лучами света. Воины выстроились вокруг них и обдумывали, как бы незаметно скрыться с добычей. «Знаешь, чем человеческие мужчины традиционно покупают верность своих женщин? – спросил Мальврек свою дочь. Камнями, в особенности кусками спрессованного углерода. «Никогда не понимала, чем тебя так привлекает культура монки?» – отвлеченным голосом ответила Савар. «Было что-то в этом месте, этом мавзолее размером с город, что вызывало в ней неподдельный страх. Чем скорее они отсюда уберутся, тем лучше». Мальврек был слишком восхищен, чтобы заметить это проявление неуважения. «Я не знаю, из чего состоит эта штука, но ее размер и редкость должны наконец-то утихомирить эту проклятую вдову». Он повернулся к Савар и рассмеялся. Над ними возвышался некрантирский силовой кристалл. Снизу он был утоплен в круглом пьедестале, от которого во все стороны расходились загадочные трубы. Он сиял изнутри, но тускло, словно лампа, в которой почти закончилось масло. К Мальврику подошел Сибарит и сообщил, что его воины готовы отсоединить кристалл. Архонт нетерпеливо кивнул. «Кажется, ты меня не так понял», неодобрительно произнесла Савар. «Когда я сказала, что ей нужно подарить то, что никто другой не дарил, я не имела в виду, зеленый свет внезапно погас, когда кристалл отсоединили от подножия. Стало очень аклодировал. «Отлично, теперь отвезем его домой». Савар отошла на несколько шагов. Ее дыхание стало коротким и отрывистым. Почти бессознательно она ощущала что-то шевелящееся в темноте. Затем она услышала его. Поверх ворчания работающих воинов и лающих приказов отца из темноты донесся звук металла, скрижащущего о камень. Вдали показались крошечные точки и на какой-то миг Савар показалось, что это некий фосфорисцирующий ковер с фантастической скоростью движется прямо на них. Осознание словно окатило ее холодной водой. «Отец!» закричала она. И тут скоробеи нахлынули на них подобно живой волне. Шипя и стрякача, они роились вокруг отключенного кристалла. Воины пытались отбиваться от вгрызающихся в поножи крошечных машин при помощи ножей и пистолетов. Мальврик отступил и дернул шеей, чувствуя, как наркотики хлынули в кровь. Он успел увидеть, как Савар делает то же самое, прежде чем инкубы сомкнули вокруг него защитное кольцо. Из темной вышины спускались огромные существа, расставив толстые, заостренные конечности. Вместо лиц у них были тесные скопления ярко сверкающих видеообъективов. Они издавали нестройный шум, а из их животов выбирались все новые и новые скоробеи и дождем сыпались вниз. Телохранители Архонта принялись рубить их своим двуручным оружием, каждое их движение было едва уловимо для зрения. Мальврек активировал теневое поле и встал между своими защитниками. Один из крохотных механизмов попытался ампутировать ему ступню. Архонт вознаградил усилия скоробея, насадив его на клинок перчатки. Теперь он мог все как следует разглядеть. Силовой кристалл, его подножие и все, кто стоял на нем или рядом, были покрыты сотнями крошечных насекомоподобных роботов. На каждого убитого огромные паукообразные существа наверху производили еще нескольких. Савар была в самой гуще боя, окруженная ведьмами и убивающая все, что подбиралось слишком близко. Она что-то кричала, но Мальврек не слышал этого. Мгновение спустя до него донесся порыв горячего воздуха и звук реактивных двигателей. Савар вызвала подкрепление из лагеря снаружи, догадался Мальврек. Из рейдеров начали выскакивать воины, в то время как позади них несколько более медленных аппаратов начали осыпать скоробеев залпами из энергетического оружия. Орда механизмов поредела. Один из гигантских пауков шлепнулся на пол в лужу расплавленного шлака. Словно в ответ на изменение хода битвы, напоминающиеся потоки зеленого пламени. К ним приближались сгорбленные человекоподобные существа, напоминающие скелеты, в руках они тащили громоздкого вида оружия. Каждый солдат, в которого они попадали, разлетался на части, куски обгорелой плоти и обугленных костей. Боевые корабли оставили в покое скоробеев и переключились на новую угрозу. Слева от Мальврика что-то ярко вспыхнуло и по растрескавшемуся полу пролегли искаженные тени. Внезапно появилась еще одна группа некронов, почти две дюжины. Над ними парила машина, похожая с виду на одного из пауков, порождающих скоробеев, со скелетоподобным туловищем, приплавленным к нему сверху. В одной руке оно держало высоко поднятый длинный посох, а в другой светящуюся сферу. Пешие некроны немедленно открыли огонь. Двое инкубов погибло на месте, но броня остальных выдержала обстрел. Защитное поле Архонта стало непрозрачным в нескольких местах, защищая глаза от ослепительных лучей и одновременно не давая плоти обратиться в пар. Затем настала его очередь. Мальврик одним прыжком преодолел разделявшую их дистанцию и взмахнул рукой в перчатки. Пять машин повалилось на пол, головы отлетели в стороны, а туловища раскрылись, извергая наружу провода, словно кишки. Его выжившие телохранители рванулись вперед, пронзая тварей алебардами и уничтожили еще девятерых. Летающая машина описала дугу посохом, без малейших усилий обезглавив двух инкубов, и оставшиеся некроны бросились в рукопашную. На Мальврика обрушился град ударов, каждый из которых он легко парировал. Затем, повинуясь некой команде, которую только они могли услышать, машины начали отступать, возможно, удивленные яростью атакующих темных эльдаров. Мальврик позволил им сбежать и попытался определить, где в этом хаосе находится Савар. Несмотря на его успехи, остальной кабал отнюдь не преуспевал, не достигнув и половины его результатов. Два корабля беспомощно висели в воздухе, брошенные командой и выпотрошенные некронским огнем. Всюду валялись почерневшие и дымящиеся тела солдат. Среди них убитые некроны неуклюже поднимались на ноги и каким-то образом восстанавливали себя, пока не начинали снова походить на литые бронзовые скелеты. Свежеизготовленные скоробеи бурлили вокруг них, будто потоки хрома. Любой архонт приходит к власти благодаря знанию двух вещей, когда сражаться и когда бежать. И для Мальврика наступило время для бегства. «Назад на корабли!» закричал он. Те, кто мог, начали отступать, вопя и стреляя из всех орудий. Мальврик и двое его оставшихся стражей побежали туда, где в полном одиночестве стояла Савар. Всюду вокруг нее лежали куски тел, как из плоти, так и из металла, а она сама была покрыта множеством рваных кровоточащих ран, и, похоже, ни одна из них не замедлила ее и не уменьшила ее ярость. Мальврик схватил дочь за руку, стащил с кучи мертвецов, и они вдвоем помчались к ближайшему рейдеру. Вокруг засверкали зеленые молнии, последние инкубы зашатались и упали, но Архонт даже не оглянулся на бывших защитников. Если отсюда смогут сбежать только он и Савар, Мальврик сочтет это победой. Его прислужники скопились и требовательно шумели вокруг корабля. Мальврик пристрелил одного из них и наколол на перчатку другого, швырнув его в приближающуюся фалангу некронов. Савар, следуя примеру отца, отрубила руку воину, который отказывался уступить ей свое место. Машина резко накренилась, прежде чем рывком подняться в воздух. Они устремились к выходу из гробницы и мимо быстро проносились темные стены. Савар, крепко держась за поручень, вытянула шею, чтобы посмотреть, что творится сзади. Их преследовала эскадрилья некронских машин, стреляя мощными энергетическими лучами, но скоростью они уступали рейдеру. Он первым доберется до поверхности, туда, где их ждут базовый лагерь и портал в Каморру. Несмотря на все это кровопролитие, они с Мальвриком похоже выживут и еще повоюют. Савар посмотрела на отца. Тот поймал ее взгляд и осознав то же самое, даже улыбнулся. Они почти достигли входа, когда рейдер потерпел крушение. Из стены пола гробницы неожиданно полезли змееподобные твари, которые хлистали остроконечными хвостами и чудовищными лезвиями на руках, раздирая обшивку и корпус двигателя. Транспорт нырнул вниз и с ужасающей скоростью закувыркался в воздухе. Он пролетел через выход и рухнул на песок, смятый и изрезанный. Теневое поле Мальврика вспыхнуло, активируя защиту, и окутало его непроглядной чернотой, когда Архонта швырнула из машины. Мальврик не мог сказать, как долго он пролежал на песке. Его теневое поле прояснилось, так что, похоже, опасность исчезла. Он медленно поднялся и сел, дожидаясь, пока зрение не перестанет мутиться. Постепенно перед ним вырисовалась куча горящих обломков, полдесятка тел в пурпурной броне и безмолвные врата в гробницу. Скорее всего, некроны не были запрограммированы преследовать возможных захватчиков снаружи, в пустыне. Он осмотрелся, ища взглядом Савар, но не увидел. Он выкрикнул ее имя, но никто не ответил. Позвал еще раз, громче, ответа по-прежнему не было. В приступе паники он, прихрамывая, подошел к корпусу разбитого рейдера. Он нашел ее под одной из палуб, буквально сложившейся пополам. Зазубренные обломки машины торчали из нее в нескольких местах, самый жуткий вышел через рот. Мальврик издал стон и упал рядом. В отчаянии он глубоко вдохнул, но ничего не почувствовал. Его жизненная энергия, его душа угасла. Она была мертва, и это не исправил бы даже самый сведущий в искусстве оживления гомункул. «Вставай», сказал он. Мальврик поднялся и посмотрел на ее искалеченное тело. «Вставай», повторил он, «Я приказываю тебе встать». Он понял, что бессилен. Ни удары, ни угрозы, ни команды не могли заставить ее ожить. Все произошло не так, как должно было, его кабал уничтожен, его наследница погибла. Он активировал портал домой, в Каморру, и решительно шагнул во врата, не замечая, что при этом из его глаз стекут слезы. Когда слуга отказался впускать его, он вышиб ногой дверь. Когда пятеро инкубов стеной выстроились в вестибюле, он разом выпотрошил двоих и в куски изрубил остальных, когда те попытались отступить. На огромной лестнице, которая вела в ее личные покои, целый отряд воинов открыл по нему огонь. Он прошел сквозь шквал осколков, окутанный темным сиянием теневого поля и убил их всех до последнего солдата. Затем он поднялся по ступеням. Распахивая двери одну за другой, он наконец нашел ее в комнате с арчатыми окнами, в которой они встретились впервые. Она вскочила с дивана, вскинув одну руку к подвеске, другой, вытянув из складок платья изящный пистолет. Мальврек широкими шагами вошел в комнату, раскинув руки, с угрюмым лицом и немигающим взглядом. Его изорванный плащ стелился за ним, как пурпурное море. «Что же должен сделать мужчина, чтобы заслужить немного внимания?» взревел он. Двое инкубов, притаившихся за дверью, набросились на него сзади. Мальврек присел и развернулся. Рука в перчатке вырвала горло одному нападающему, затем метнулась в сторону и пронзила второго, прежде, чем кто-то из них успел нанести удар. Когда он снова выпрямился и повернулся к Баэде, с его руки капала кровь. Она начала медленно пятиться, не сводя с него глаз. «Чем обязана таким удовольствием?» холодно спросила она. «Не кокетничай!» прорычал он. «Не смей этого делать!» «Это по поводу планеты, которую ты хотел мне подарить?» Он пнул кресло с такой силой, что оно улетело в другой конец комнаты. «Ты знаешь, по какой причине я здесь!» «Это ты!» «Ты уничтожила меня!» Баэда заметила, что с его лицом происходило что-то ужасное. Из его глаз сама собой струилась вода. Она никогда такого не видела. «Я так пытался завоевать тебя, а ты лишь с презрением отвергала меня!» убивал для тебя, и все, что ты мне отвечала, я не впечатляю!» «Надо было остановиться еще тогда, просто закончить с этим и жить дальше!» «Но я не смог!» «Ты как будто заразила меня!» «Ты стала всем, о чем я мог думать!» «Я дал тебе мир, а ты даже не захотела повидаться со мной!» «Почему ты не встретилась со мной?» «Если в тот день ты бы просто впустила меня к себе, она бы осталась в живых!» «Но нет!» «Ты решила, что отказать мне, будет веселее!» «Это твой план, госпожа, заморить меня, как собаку, не позволять мне быть с тобой, пока я просто не сойду с ума!» Баэда видела, что он говорил почти бессвязно, тяжело дыша и, видимо, заблудившись во мраке своих мыслей. Она могла бы пристрелить Мальврика на месте, пока он был в таком состоянии, но в его поведении было что-то завораживающее. «Кто бы остался в живых?» спросила она. «Да, это сработало», продолжал он. «Я поклялся, что завладею тобой, Баэда, инь юн лама кван он, ценой потери всего, что у меня было. Мои слуги, моя армия, все это исчезло. Мой кабал истреблен из-за тебя, из-за того, что я был так восторжен и думал, что наконец нашел идеальный подарок, с помощью которого смог бы тебя заполучить». Он все еще не ответил на ее вопрос, и потому она спросила вновь. «Мальврек, кто бы остался в живых?» Старый архонт как будто уменьшился в объеме, его плечи обвисли, грудь казалась впалой. Он издал душераздирающий вздох и сказал «Савар!» Снаружи послышался топот бегущих ног. Другие воины и стражники устремились на защиту госпожи. Они наверняка убьют этого старика не умением, так числом. Однако сначала ей нужно было его дослушать. Его слезы, его прерывистое дыхание, его осязаемая аура утраты очаровывали ее. Когда он снова заговорил, его голос был практически неслышан. «Я полетел с ней на Ктельмакс. Там есть руины, очень хорошо сохранившиеся. Я посмотрел на нее, я был уверен, что с нами все будет хорошо, а потом она погибла». Позади него раздались щелчки готового к бою оружия. Воины Баэды ворвались в комнату. По первому же знаку они откроют огонь, и лорду Мальврику придет конец. Однако он как будто не замечал их. Он затрясся всем телом и повалился к ногам вдовы. «Она погибла!» Голос его словно донесся из места столь ужасного, что у Баэды перехватило дыхание. Мальврик теперь понимал, что Савар была не просто иерархом. Она была его голосом, его железной рукой, его соратником во всех начинаниях. Она была самым дорогим из всего, чем он владел, и он любил ее. Он больше никогда не будет единым целым, и поэтому жить дальше не имело никакого смысла. Задыхаясь от слез, он ждал, когда на него обрушится ливень осколков или смертельный удар Баэды, и все закончится. Он почувствовал, что она поднимает его на ноги. Обессиленный Мальврек не сопротивлялся. Баэда посмотрела ему прямо в лицо, положила ладони на его щеки и коснулась губами его губ. Он был уверен, что это поцелуй смерти, но тот все длился и длился. Вместо того, чтобы ударить его кинжалом или выстрелить, Баэда расслабилась и прижалась к нему всем телом. Ее язык проскользнул между стальных зубов, пальцы впились в щеки. Мальврек ответил на поцелуй и обнял ее так крепко, что нагрудная броня затрещала. Когда она наконец отстранилась, лицо ее было мечтательным. «Лама Кванон», сказала она, «Я подчиняюсь тебе». «Не понимаю», проговорил Мальврек, «У меня нет кабала, чтобы сражаться за тебя. Ты не приняла планету и я не смог добыть кристалл, так что у меня нет ничего, чем я смог бы купить власть над тобой». «Нет, есть», промурлыкала она, проводя длинными пальцами по его морщинистому лбу. «Ты дал мне величайший дар из всех, что можно вообразить, свое страдание. В тебе теперь пустота, восхитительная рана, которая никогда не заживет. Скажи, что всегда будешь дарить ее мне, что будешь питать меня ею до конца наших дней, и все, что у меня есть, станет твоим». Мальврик посмотрел через плечо на толпу воинов позади себя. Баэда начала проводить ногтями по его доспеху, как будто хотела раздеть его прямо здесь, прямо сейчас, и на виду у всех закрепить их союз в вихре публичного совокупления. На лице Мальврика медленно проступила усмешка. Он потерял один кабал лишь для того, чтобы получить новый. Эти солдаты будут жить и умирать по его воле, и он в конечном счете не проиграл. Мальврик указал на дверь и, помедлив мгновение, воины склонили головы и поспешили убраться из комнаты. Он швырнул перчатку с клинками на пол, увеличил выброс наркотиков из инжектора и, схватив полную пригоршню волос Баэды, отдернул ее голову назад. Она улыбнулась ему. Скоро они полетят через галактику вместе, причиняя страдания всем, кто сможет их вытерпеть. С его опытом и богатствами Баэды их никто не сможет остановить. Он сможет тысячекратно отомстить за смерть своей дочери всему мирозданию. «Это будет великолепно», загадочно произнесла Баэда. Она снова наградила Мальврика поцелуем, глубоким и долгим. Из окна позади шпили и огни темного города молчаливо наблюдали за ними. К. Л. Вернер Железная преисподняя Небо напоминало багровый кровоподтек сиренево-охряного цвета. Сквозь густые клубы пыли, загрязнявшие атмосферу, едва пробивались болезненно желтые солнечные лучи. Идзанаги был раненым миром, покалеченным и изуродованным атакой из космоса. Воющий ветер, который вздымал облака пыли, походил на мучительный крик планеты, взывающий к безразличной вселенной и бессильному империуму. Лорд-генерал Рона Гасима протер линзы и взглянул на темные небеса. Губернатор-префект Идзанаги заверил его, что астропаты послали психический сигнал в эфир, хотя это едва ли утешало. Даже если психический крик услышали и им был выслан вспомогательный флот, из-за превратности межзвездного путешествия в Варпе могли пройти годы, прежде чем к ним придет помощь. К этому времени от Идзанаги могло остаться лишь воспоминание. Генерал Нагасима вздохнул в противогазе закрывающем его лицо и комфильтры шлема превратили звук в резкий металлический хрип. Пальцы в перчатках коснулись рядов медалей на мундире и чувство былой славы вызвало на его лице печальную улыбку. Истребление пиратов в скоплении Они, подавление восстания рабов на Теца, победа над домом отступником Каркала и их наемниками, все эти воины он вел на дальних рубежах системы Ямато. В тех сражениях были честь и благородство, в том горниле он превратился из слабого человека из плоти и страха в воина из стали и доблести. Генерал вновь взглянул в мрачное запыленное небо. Эта война была иной. То был неудаленный уголок системы, какой-то захваченный повстанцами планетоид или заселенный пиратами астероид. Нет, война пришла на Идзанаги, сокровище системы Ямато. Его планету, его дом. Все началось неожиданно. Из варпа вылетела глыба космической скалы, которая тут же направилась прямо на Идзанаги. Население впало в панику, все расчеты наблюдателей из дивизио астрологикус приходили к единому неутешительному выводу планета обречена. Столкновение с таким огромным метеоритом неизбежно уничтожит мир вместе со всеми его обитателями. Для эвакуации было слишком мало времени, поэтому людям оставалось лишь преклонить колени пред богом императором в ожидании близящегося конца. От удара метеорита содрогнулась вся планета, земные толчки ощущались на всех континентах, в атмосферу поднялись огромные тучи пыли, которые погрузили Эдзонаги во мглу. И все же, казалось, император внял мольбам людей. Невероятно, но при вхождении в зону притяжения планеты космическая скала сбросила скорость. Да, она упала с силой, достаточной, чтобы оставить стометровой глубины кратер в густых лесах впадины Кази, но это был далеко не тот гибельный удар, который предсказывала загадочная наука техножрецов. Жители Идзонаги праздновали спасение, пока не ведая того, что ждало их впереди. Густые слои пыли ослепили спутниковые системы наблюдения префектуры и агрокартелей. Самолеты не могли летать из-за мелких частиц, попавших в атмосферу, они не только быстро засоряли воздухозаборники и выхлопные системы, но и уменьшали видимость до пары метров. Лишь пройдя сотни километров, которые отделяли ближайшие поселения от места падения метеорита, экспедиции смогли достичь кратера и исследовать странную скалу. Сначала молчание экспедиции списывали на помехи в ВОКС-связи. Затем одно за другим начали умолкать поселения. Спустя неделю после падения наблюдатели принялись выдвигать предположения одно ужаснее другого. Метеорит не просто столкнулся Сыдзанаги, а приземлился, направляемый неким разумом. Хуже того, похожие техножрецы дивизио биологис знали, кто прилетел на метеорите. Они назвали объект булыгой, сказав, что она заразила их планету самой опасной ксеноугрозой во Вселенной. Генерал Нагасима вздрогнул от одного лишь воспоминания о том, как в терракритовом бункере он наблюдал за техножрецами, которые препарировали один из образцов, найденных скитариями в зоне молчания. Ему и раньше приходилось видеть пикт-снимки пришельцев, читать о них в книгах, но к этому зрелищу он оказался абсолютно неподготовленным. Рона Гасима заглянул в безжизненные глаза орка. Назвать его человекообразным не поворачивался язык, да к тому же это прозвучало бы как насмешка над красотой человеческого тела. Перед ним лежало приземистое существо с четырьмя конечностями, покрытыми гротескными грудами мышц. Безобразная голова соединялась с широкими плечами коротким обрубком шеи. Кожа его походила на старый пергамент, зеленая в местах, где не почернело от плазменных выстрелов скитариев. Из пасти у него торчали огромные клыки, а по обеим сторонам обезьяньего носа находились крошечные красные глазки. Казалось, в этом толстом черепе едва ли могло найтись место хотя бы для капли мозгов, но орк был вооружен большим, собранным из хлама оружием, от одного только вида которого техножрецы чесали бритые затылки и шептали заговоры против ереси ксенотехнологий. Значит, вот какой он, их враг. Из-за невозможности орбитальной и воздушной разведки защитники Идзанаги могли отслеживать продвижение орков лишь по расширению зоны молчания. Когда поселения умолкали, они знали, что пришельцы продолжали поход. Генерал Нагасима невольно стиснул кулаки при воспоминании о долгих отвратительных неделях, когда он отслеживал по картам продвижения орков подобный хирургу, наблюдающему за распространением злокачественной опухоли. В конце концов, офицеры СПО Идзанаги поняли схему атак пришельцев. Зная о местонахождении орков, теперь они могли точно предсказать, куда те направятся в первую очередь. Изучая карту, Нагасима решил, где они вырежут опухоль, которая угрожает его миру. Генерал соскреб налет пыли с линц и уставился на открытые всем ветрам холмы вокруг. Урожай боденфруктов был безвозвратно загублен, мертвые лозы бессильно качались на ветру. Но они, тем не менее, сослужат отличную службу для Нагасимы. Боденфрукты нуждались в тщательном соотношении высоты и тени, что привело к их разведению на небольших штучных холмах. Весь этзанаги усеивали обширные плантации боденфруктов, создавая искусственные пейзажи из похожих на лабиринт долин. Именно здесь он остановит вторжение. За холмами долины Нагасима решил спрятать войска СПО. Среди холмов велась уложенная плиткой дорога, которой пользовались рабы при сборе урожаев, и она вела прямо к одному из городов Ульев Эдзанаги и ближайшей фабрике по переработке боденфруктов. Генерал улыбнулся, осматривая облюбованный участок пути. Широкий и прямой, дабы по нему могли проехать машины-сборщики, он был будто создан для бронетехники. Его инженеры заминировали отрезок дороги в 70 километров, а там, где она выходила из равнины, закопали сотни авиабомб, которые детонируют, как только по ним пройдет колонна орков. Пришельцы окажутся в западне между бомбами и минами, и тогда Нагасима прикажет войскам выйти из-за холмов и атаковать врага с обеих сторон. Ему было почти жаль глупых дикарей. Генерал обернулся и бросил взгляд на другой конец долины. Каждая ловушка нуждается в наживке, и Нагасима дал оркам прекрасный повод, чтобы идти под прикрытием холмов. На равнине высилось небольшое плоскогорье, на вершине которого раскинулся внушительных размеров комплекс техобслуживания для сборщиков боден-фруктов. Комплекс по большей части состоял из пластали и ферракрита. Постройка возвышалась на пару сотен метров над равниной, заставляя казаться маленьким даже холм, на котором стояло. Вокруг этого необъятного комплекса солдаты вырыли обширную сеть окопов, натянули леса колючей проволоки, установили минные поля и противотанковые ежи. За ними в основании плоскогорья была возведена система бункерных укреплений, а на настенных платформах и крыше самого здания разместились огромные орудийные гнезда. Из пещер, выдолбленных в склонах, виднелись стволы гаубис и осадных мортир, которые лишь ждали приказ, чтобы изрыгнуть огонь и смерть. Генерал Нагасима представлял, какое впечатление холм окажет на орков. Даже своими крошечными умишками они поймут, какая устрашающая огневая мощь им противостоит и, естественно, попытаются обойти укрепление через холмы. Откуда оркам знать, что весь комплекс не более, чем иллюзия? Настоящих орудий было едва ли 5%, но в самый раз, чтобы казалось, будто стреляет вся батарея. Остальные же пушки представляли собою обыкновенные спаянные вместе обрезки труб, выкрашенные в соответствующий цвет. Большинство бункеров были тентами, развернутыми на склонах холма, минные поля вели всего на пару метров в глубину, колючая проволока растянута лишь на небольшом участке, за которым между железными колышками висела самая обычная проволока. Многие противотанковые ежи были на самом деле сколоченными вместе деревянными брусьями, выкрашенными под железо. Символические войска разместились в укреплении лишь ради того, чтобы создавать впечатление, будто за ними стояла целая армия. Если орки пришлют сюда разведчиков, караульным предписывалось безжалостно их истребить, при этом каждый взвод должен был играть роль целой роты, а рота батальона. И в то же время, если вражеские лазутчики подберутся к холмам, то не заметят ни следа человеческого присутствия. Генерал Нагасима улыбнулся под маской противогаза. Да, ему было почти жаль несчастных ксеносов. С приходом ночи коричневые небеса и дзанаги стали непроглядно черными, сквозь наполненный пылью мрак не могли пробиться ни лунный свет, ни сияние звезд. Каптан Гримрук Плохозуб прильнул к магнокулярам, которые в огромной лапе орка казались крошечной игрушкой. Гримрук с прищуром уставился в одну из линз и толстым пальцем неуклюже продвинул ползунок управления, встроенный в корпусе человеческого устройства. Иссеченный шрамами орк гортанно зарычал, когда пропустил нужный режим и с трудом унял желание бросить магнокуляры на землю и растоптать стальными подошвами. Наконец, ему удалось настроить все как надо. С активацией режима ночного видения темный мир вокруг него покрылся подрагивающими оттенками зеленого. Гримруку нравилось, как человеческое устройство превращало все в зеленое, люди, создавшие его, наверняка понимали, что ночь принадлежала оркам. Мысли каптана оборвал низкий звериный рык, спрашивающий о том, что он видел. Даже не удосужившись оглянуться, плохозуб свободной рукой просто заехал по морде говорившему. До него донесся приятный хруст хрящей и резкий крик боли, после чего вопросов больше не задавали. Он отдал парням строгий приказ держать пасти на замке, ему не хотелось, чтобы те своим трепом вспугнули людей. Гримрук уставился в магнокуляры, исследуя ощутинившийся орудиями бастион, мотки колючей проволоки, укрепленные бункеры и сложные изгибы окопов. Орк оценивающе рыкнул, увидев артиллерию на здании. Да, мегбои точно бы нашли лучшее применение этим пушкам. Лицо Орка скривилось в жестокой ухмылке, когда он заметил бредущие сквозь растяжки колючей проволоки фигурки часовых. Гримрук внимательно изучал, где именно они проходят, к чему прикасаются, а к чему нет. При необходимости Плохозуб мог запоминать детали с фотографической точностью, что и не мудрено, если во время эксперимента боли-бои заменили тебе половину черепа. Каптан следил за солдатами, когда они вернулись в окопы, а затем исчезли в одном из бункеров. Удовлетворенно рыкнув, Гримрук пихнул магнокуляры в костлявые ручонки Визгата. Тощее, изможденное существо было куда меньше Плохозуба, хотя обладало такой же зеленой шкурой. Там, где орк предпочитал безудержную грубую силу, Визгат действовал более тонко и проворно. Ординарец Гречин принял магнокуляры Гримрука и запихнул их в стальной футляр. Каптан нахмурился, и Визгат поспешно отдал честь, даже прищелкнув каблуками. Тем не менее, Гримрук все равно влепил ему оплюху, отчего увенчанный шипом шлем Гречина полетел в пыль. Визгат пополз за головным убором, вызвав взрыв грубого хохота со стороны наблюдавших за ним орков. Гримрук обошел своих парней, разглядывая их здоровым глазом. Второй, наряду с большей частью головы, представлял собою грубое электрическое устройство, сканирующий свет которого просто переливался в пустой глазнице. Остальная же половина морды плохозуба была нагромождением привинченных к черепу стальных пластин. Гримрук почесал шрам, отмечавший линию между плотью и металлом. Он принял решение, от которого его лицо расплылось в садистской ухмылке. Гримрук перевел взгляд на Гобсната, одного из помощников. Гобснат со своей непроходимой глупостью идеально подходил для запланированной им диверсии. Каптан схватил Ноба за полы одежды и прорычал новый приказ ему на ухо. Гобснат отвернулся от Гримрука и рыкнул банде, которая ошивалась неподалеку и прислушивалась к разговору начальников, подозвав пару дружков. Собрав команду, орк испарился во тьме в указанном плохозубом направлении. Гримрук наблюдал за их уходом с хитрым блеском в здоровом глазе, а потом потянулся к поясу, достал из-за него изорванную фуражку. Грубыми лапами он принялся распрямлять и разглаживать ее, пытаясь придать хоть какое-то подобие формы. Затем, поднявшись на все свои два с половиной метра, каптан натянул фуражку на голову. Она была до смешного маленькой, едва прикрывала макушку чудища, но размер едва ли заботил Гримрука. Фуражка таила в себе послание. На руинах Вервун Улья он сорвал ее своеводы людей, офицера в черном кожаном пальто, который заставлял людей сражаться и расстреливал тех, кто пытался сбежать. Гримрук улыбнулся, заметив, что его парни истолковали послание верно. Каптан наблюдал, как в его воинах просыпается жажда боя. Ему оставалось лишь направить ее в нужное русло, и его пальцы сомкнулись на рукояти огромного цепного топора. Плохозуб вжал кнопку активации и улыбнулся, когда стальные зубья оружия вздрогнули и с ревом заскрежетали по кромке топора. Гримрук резко обернулся, отчего его длинное пальто взметнулось на ветру. Он не оглядывался, чтобы посмотреть, следуют ли за ним воины. Они были лучшими командос его клана избранными бойцами кровавых топоров. Они ничего не боялись и были готовы последовать за ним даже впасть самому горку, если бы он от них этого потребовал. Кроме того, они знали, что, попытаясь любой из них сбежать, Гримрук не перестанет их разыскивать. У каптана была очень хорошая память, еще один побочный эффект эксперимента болибоев. До колючей проволоки они добрались довольно скоро. Гримрук похвалил себя за предусмотрительность. Перед началом операции он выдал парням красные ботинки, а даже последний грот знает, что все красное быстрее. Здоровый каптан пригнулся за проволочным ограждением и осмотрел местность. Вдали он едва разглядел мерцание огней в бункерах, а кое-где тусклые алые точечки палочек лхо, которыми солдаты затягивались, чтобы хоть немного согреться. У Гримрука родилась очередная идея. Он щелкнул пальцами и визгод поспешно закопошился в многочисленных подсумках на поясе, пока не нашел то, чего хотел босс. Гримрук засунул толстую сигару в клыкастую пасть и крепко стиснул ее массивными зубами. Еще один щелчок пальцами и визгод вытянулся на кончиках пальцев, чтобы поджечь вонючую самокрутку из высушенных сквиговых сухожилий. Гримрук так крепко затянулся отравой, что даже хрюкнул. Теперь, если часовые заметят движение на периметре, то из-за мерцания сигары наверняка подумают, будто возвращается один из патрулей. Естественно, разницу в размерах ему, каптану, до таких мелочей. Кроме того, подумал Гримрук после очередной затяжки, довольно скоро у солдат на уме будут совершенно иные заботы. Каптан уставился во тьму, где там гобсната и парней носит. Сейчас они должны были бы в аккурат дойти до проволоки. Заметив участок, который патрули избегали, Гримрук догадался, что гобсната там наверняка поджидала парочка сюрпризов. Вдали прогремел оглушительный взрыв и ухмылка плохозуба растянулась до самых ушей. Кажется, парни гобсната нарвались на мины. Окопы перед орками тут же осветились розчерками выстрелов, солдаты торопливо помчались к позициям употревоженного минного поля. Тьма испарилась от свето прожекторов и лазерных лучей. Загрохотал тяжелый болтер, на землю посыпались первые снаряды мортир и полевой артиллерии. Оказавшись в нешуточной переделке, парни гобсната попытались отступить, но налетели на очередные мины. Гримрук взревел и под аккомпанемент сирены разрубил проволоку цепным топором. Каптан довольно хрюкнул, люди уже ввязались в бой с бандой гобсната, поэтому солдатам придется потратить кое-какое время, чтобы навести орудие в их сторону. Время, которого у них уже не осталось. Гримрук указал топором на окопы и яростно взревел, раскаляя жажду битвы взбешенных орков до кровожадного гнева. Каптан едва не забыл рассказать парням о цели всей операции. Они пришли сюда не просто убивать, воевод отребовал информацию о человеческой цитадели, разведданная, которая предстояло добыть командас. Орки позади Гримрука подняли оружие и ночь наполнилась грохотом болтганов, стабберов и комбестрелял. Но даже рев оружия оказался заглушенным гортанным боевым кличем ВООООГ Подобно сорвавшимся с цепи псам, орки ринулись на человеческие укрепления. Ближайшие бункеры открыли огонь по командасу, но первые болтерные очереди прошли у них над головами, нацеленные на заранее пристреленные позиции у границы проволочных заграждений. У солдат ушло некоторое время, чтобы начать расстреливать волну пришельцев. К этому моменту десятки орков уже ворвались в окопы. Те же, кто толпился сзади, были мгновенно разорваны на куски болтерным огнем из бункеров, хотя этого едва ли было достаточно, чтобы спасти горстку солдат, оставшихся на посту. Гримрук успел запрыгнуть в окоп, когда над головой у него засвистели болтерные снаряды. К нему бросился человеческий солдат на ходу поля из винтовки. Гримрук почувствовал, как лазерный луч прошил ему руку, но рана мгновенно покрылась коркой засохшей крови от интенсивного жара. Едва обратив внимание на ранение, плохозуб ухватил солдата за форму. Человек закричал и попытался ударить орка пласталевым прикладом лазгана. Оружие бессильно отскочило от стальных пластин на лице орка. Гримрук нахмурился и отвернулся от запаниковавшего солдата, когда тот попытался снова его ударить. Каптан раздраженно бросил человека на цепной топор, и тело солдата начало подпрыгивать и дергаться на вращающихся зубьях. Гримрук бросил рассеченный труп на землю и смахнул с пальто пару капель крови. Плохозуб отвернулся от изувеченного вражеского тела и осмотрелся. Командос удалось закрепиться на некоторых участках окопов. Дно усеивали трупы, а несколько выживших солдат бежали по открытой местности к бункерам. Но чуть дальше Гримрук увидел совершенно другую картину. Хлынув из расположенных наверху бункеров и дальних окопов, пехотинцы выстроились цепью и обстреливали парней Гобсната. Хотя Ноб контролировал окоп, каптан знал, что долго тот его не удержит. Гримрук указал на бункер и гневно взревел. Пару орков поняли приказ, они оставили в покое убегающих солдат и в припрыжку бросились к укреплению. Мгновение спустя остальные также прекратили кровожадную погоню и решили поддержать атаку на бункер. Каптан довольно хрюкнул. Это и отделяло его парней от остальной орды. Командос понимали важность выполнения задачи, даже если из-за нее им придется покинуть бой. Гримрук щелкнул пальцами и указал на тело убитого им солдата. Визгат склонился над телом и резко сорвал с него кусок формы. Каптан подождал, пока ординарец не засунет ткань в подсумок, а затем вцепился в край стенки и с легкостью вылез из окопа. Гримрук через плечо бросил приказ Визгату, а сам заторопился к оркам, которые как раз штурмовали бункер. Визгат тихонько выругался и попытался выбраться из углубления. Естественно, мелкий гречен не особо-то старался. Лучше уж подождать здесь, пока орки сами все не закончат. Бункер представлял собою довольно большое укрепление из ферракрита и пластали. У людей внутри было, по крайней мере, два тяжелых болтера. Во время начального штурма им удалось уничтожить троих командос. Напоминание о том, что у тамошних солдат было кое-что помощнее лазганов, заметно остудило пыл орков. К тому времени, как Гримрук добрался до парней, они уже укрылись за противотанковыми ежами, высовываясь из них, лишь чтобы выпустить по бункеру пару выстрелов наугад. Запрыгнув за убогое укрытие, Плохозуб гневно зарычал на сидевших там орков. Даже отсюда он слышал выстрелы и яростные крики в дальних окопах. Люди подтянули подкрепление, чтобы остановить атаку на своей позиции. Им не составит большого труда расстрелять всех до единого командос, нравится это оркам или нет. Конечно, здесь можно было здорово повеселиться, но клан Кровавых Топоров придерживался идеи, что превыше всего стоит победа в бою, а не славная гибель воном. Если они хотят раздобыть информацию и доставить ее воеводе, им нужно было двигаться, и при том быстро. Гримрук крикнул парню, сидевшему возле него. Широкоплечий командос в очках с толстыми линзами и огромной металлической канистрой за спиной обернулся и подозрительно уставился на каптана. Гримруку пришлось прикрикнуть на орка, верзилу по имени Скоршлаг, и помахать кулаком перед носом, чтобы тот немедленно пошел со своей поджигой в атаку на бункер. В ответ Скоршлаг показал ему средний палец. Взревев, Гримрук заорал на Скоршлага, пригрозив скорой расправой, если тот не подчинится. По виду здорового орка все еще нельзя было сказать, что слова каптана убедили его, но когда Плохозуб достал из кобуры пистолет, Скоршлаг быстро поменял мнение. Командос поднял поджигу дуло, которое истекало жидким огнем, и, бросив последний злобный взгляд на Гримрука, понесся к ближайшему противотанковому ежу. Оба тяжелых болтера разом принялись поливать землю вокруг бегущего орка ливнем масс реактивных снарядов. Гримрук хлопнул по плечу еще одного Командос и жестом указал бежать к бункеру с другой стороны, пока солдаты отвлеклись на Скоршлага. Парень также не горел особым желанием выбираться из укрытия, но Гримрук раздраженно вытолкал орка из-за ежа и, выждав пару секунд, бросился вслед за ним. Двое орков пулей промчались по зоне обстрела и приникли к прочной стене бункера. Как только они оказались в безопасности, болтерный снаряд пробил канистру на спине Скоршлага, и Командос исчез во взрыве жидкого пламени, обратившись в шатавшийся полыхающий факел. Какое-то время он продолжал стоять, но еще одна очередь повалила орка на землю. Плохозуб вытянул из-за пояса стикбомбу с деревянной ручкой, кивнув другому орку сделать то же самое. Двое орков стукнули гранатами о стену, активировав их, и затем забросили в укрепление через огневые щели для болтеров. Стены бункера не выдержали мощи взрыва, и строение, полыхая, буквально обрушилось в себя. Двое орков отлетели подобно тряпичным куклам, рухнув в десятки метров от укрепления. Гримрук тяжело поднялся на ноги. Похоже, он сломал руку. Другому Командос повезло еще меньше, его тело висело на противотанковом еже. Какое-то время капитан глазел на мертвого орка, а затем перевел взгляд на дымящиеся обломки бункера. Да, подумал Плохозуб, с мигбоями определенно нужно поговорить насчет количества взрывчатки в стикбомбах. Гримрук потряс головой, пытаясь избавиться от звона в ушах, и принялся искать фуражку, которую сдуло с него взрывом. Неожиданно рядом с ним возник визгод, услужливо протягивая орку потрепанный головной убор. Гримрук вырвал ее из рук Гречина и потопал к искореженному укреплению. После уничтожения цели Командос по одному вылезали из укрытий и шли к развалинам. Гримрук протиснулся сквозь столпившихся орков, дабы первым увидеть, что осталось от бункера. Бункер лежал в руинах, из разломанных каменных блоков под безумными углами торчала погнутая арматура. Тут и там, среди кучи обломков, виднелись останки солдат. Оглядев то, что осталось от стен, Гримрук презрительно фыркнул. Стикбомбы разорвали их на куски, будто бумагу. Наверное, пусть все же мигбои оставят стикгранаты такими, как они есть, но, естественно, сначала дадут знать Гримруку. Почесав шрам, Плохозуб прислушался к бою. Земля дрожала под ударами мортир, которые обстреливали окопы. Гримрук раздраженно хрюкнул. Он многое бы отдал, чтобы добраться до тех пушек, но знал, что впереди его ждала добыча куда крупнее. Воевода непременно должен был узнать о силе укрепления. Гримрук бросил взгляд на орков, а затем кивнул на мусор. Командос перебросили оружие за спины и принялись откапывать изувеченные тела солдат. Найдя очередной труп, зеленокожие отрывали от них куски обмундирования, после чего, без всякого почтения, отбрасывали тела пехотинцев в сторону. Вскоре Плохозуб убедился, что парни раскопали из обломков всех, кого только можно было найти. На поле боя заревели сирены. Гримрук увидел, как вдалеке его команда с под обстрелом гаубиц начали отступать к проволочным заграждениям. Прищурившись, капитан увидел причину их бегства. За орками ехала пара танков, на ходу обстреливая зеленокожих из основных орудий. С появлением бронетехники даже самые упрямые орки поняли, что окоп им точно не удержать. Гримрука кто-то дернул за пальто. Костлявые ручки Визгота были полны собранными команда с обрывками формы. Гримрук выхватил их у Гречина и внимательно осмотрел. У людей была привычка носить цвета своих банд на воротниках формы. Некоторое время назад Гримрук понял, что если он хотел узнать о количестве солдат в каком-либо месте, судить стоило по разнообразию знаков, которые те носили на воротниках. Он отдал строгий приказ всем Командос собирать края воротников убитых ими людей. Когда выжившие орки доберутся до лагеря Орды, у Гримрука наверняка окажется целая коллекция обрывков, которую он позже изучит на досуге. Воевода определенно обрадуется, узнав, сколько у плоскогорья людей, а радость воеводы – ключ к успеху, как и к жизни. Гримрук крикнул парням отступать. Они выполнили то, зачем пришли сюда. Командос проверили на прочность человеческую защиту и собрали информацию о войсках. Именно этого и требовал от них воевода. Лорд-генерал Рона Гошима улыбнулся под маской противогаза, прочитав доклады с плоскогорья. Ночью разведчики орков попытались проникнуть на позицию. Защитники позволили пришельцам зайти достаточно далеко, чтобы увидеть само укрепление, его ложные бункеры и осадные орудия, после чего дали отступить обратно к своим. Но в докладах была одна интересная деталь – орки срывали с убитых солдат знаки на воротниках. Нагашиму это довольно сильно удивило. Неужели дикари пытались разузнать, сколько войск находилось на плоскогорье? От такой мысли Нагашиму разобрал смех. Если пришельцы проявят смекалку, то тем самым еще сильнее поведутся на его хитрость. Генерал собрал в крепости подразделения из десятка различных полков. Если орки разгадают значение знаков различия, то наверняка подумают, что там расположилась целая армейская группа. Войска СПО из Анаги стояли на готове. Если орки собираются атаковать город Улейко, им придется пройти по равнине. Для того, чтобы избежать кажущееся неприступным плоскогорье, они будут вынуждены зайти в холмы, где солдаты на голову их разобьют. От размышлений Нагашиму отвлек разрыв снаряда. Со стороны равнины до него долетели отголоски яростной канонады. Он обернулся, услышав тревожные вокс-переговоры из коммуникационных терминалов возле командного центра. Генерал побледнел, когда понял, о чем шла речь. Орки, десятки тысяч орков, целая армия. Они хлынули на равнину океанам мотоциклов и боевых вагонов, грубо склепанных танков и грохочущих титанических стомб. Пришельцы обрушились на равнину разрушительной приливной волной. Но они не пытались обойти плоскогорье. Орки посылали по укреплению залп за залпом из грубых орудий и ракетных установок, уничтожая ложное укрепление генерала Нагашимы, превращая в пыль напускную неприступность Бастиона. Генерал Нагашима наблюдал, как в пыльное небо над плоскогорьем поднимаются клубы пыли. Его охватил ужас. Это невозможно. Все пошло наперекосяк. Орки не могли знать, что Бастион был всего лишь уловкой. Он все сделал для того, чтобы зеленокожие подумали, будто плоскогорье представляло собою крепость с огромным гарнизоном из СПО из Анаги. Орки проглотили наживку. По всем законам логики, по пути к городу Улью, им следовало обойти крепость под прикрытием холмов. Вместо этого орки пошли прямиком к плоскогорью, невзирая на то, что именно здесь Нагашима сконцентрировал свои войска. Вместо или из-за этого? От столь тошнотворной мысли колени Нагашимы подкосились. Потрясенный генерал рухнул в кресло, его голова упала на грудь. Орки не были людьми. С его стороны было непростительной глупостью ожидать от ксеносов человеческого поведения. Они повелись на его обман, посчитав, что именно на плоскогорье генерал и сконцентрировал свои войска. Но вместо того, чтобы испугаться, орки решили испытать на прочность воображаемую позицию. Орки, неделями опустошая изолированное поселение, жаждали настоящей драки и поэтому даже не пытались избежать крепости. Они ринулись прямо на нее, желая утолить свою ярость. Генерал Нагашима слушал, как в воксустановках постепенно затихали паникующие голоса, когда чужаки штурмом брали укрепление. Офицеры Нагашимы уже выкрикивали приказы штабистам, пытаясь вывести солдат из окопов. Слишком поздно. Войска на плоскогорье было не спасти. Когда орки покончат сложным укреплением Нагашимы, их не будет уже ничего отделять от миллиарда жителей Ко. Ничего, кроме сожаления и стыда генерала, который подвел их.